Девчонки, Наташа не папа вчера отправил музыку режиссёру. Её запраковали. Как запраковали? Да, говорят, не по теме. Вот гад, а! Мол, дядя Боря не понял идеи. Нужно было что-то космическое, он сделал рок-н-ролл. Обидно. Ещё бы. Что ж, теперь получается, всё зря? Получается зря. Наташка, что теперь твой папа будет делать? Ну, в общем, девчонки, понимаете, так получилось. Жень, ну ни тяни резину. Ну ладно, Наташка взяла и сама перелопатила всю музыку. Как, без папы? Ну, ладно, я помогала чуть-чуть. Ну ладно, я тоже играла и сочиняла всякие космические прибамбасы. Ну и утвердили? Да, нашу музыку утвердили. Клёво! Нормально. Значит, Наташа с Женей всё можно. На них вы не наезжаете. Ведь мы не ангелы, живём мы на земле. Дождём растаяли, как слёзы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы не бедом, а куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не ангел, но я хочу быть с тобой. И ты тоже не ангел, но всё равно будешь мой. Но я не знаю, сколько буду в пути. Я обещаю, обещаю найти. Я обещаю, обещаю найти. Лера, ты что, совсем крыша поехала? Зачем нам на них наезжать? Ну как же, они же музыку без вас написали и ничего. И что? Лера, они вообще-то сами работали. А я что, не работала? Я что, для вас пустое место? Нет, Лерочка, что ты? Лер, ты звезда! Ань, перестань! Да что перестань? Мы без Леры никто. Мы без Леры ноль без палочек. Многое ты понимаешь. Да уж, понимаю. Здорово на чужих песнях выезжать, да? Ань, не надо. Что не надо, девочки? Вы нашим именем не пользовались. Вы песни писали сами. Аня, Лера не виновата, что именно её выбрали. Как будто мне здесь больше всех надо. Аня, мне тоже обидно. Зато у Лерочки теперь всё в шоколаде. Да вы мне просто завидуете. Кому? Тебе? Да я дуракам не завидую. Да девчонки, вы что, с цепи сорвались, что ли, а? По-моему, это не по-товарищески. Говорят, что настоящие друзья не в беде познаются, а в радости. Ты знаешь, я думаю, всё-таки нужно рассказать Игорю про конкурсы, про его, ну, то есть твою победу. Мы же договорились. Победа Игоря. Ну, да, да, я всё время забываю. Я ему звоню. Да давно уже пора. Скажи, пеликан ждёт его на берегу. Ир, ну ты опять меня набираешь. Мы же поменялись с симками. Ну, я всё время забываю. У меня же его номер вбит на быстрый набор. Вот я и на автомате. Алло, Игорь, привет. Это я. Ну, как дела? И я тебя целую. И я его целую. Ну как, ты скоро приезжаешь-то? А, понятно. Ты нашёл, что искал? Ну, не расстраивайся. Ты же всё равно доволен. Скажешь, что он бутылка за пеликана. Да нет, нет, ничего. Всё нормально. У нас всё хорошо. И я тебя тоже. Да, они там всё ищут свой кристалл. Пока найти ничего не могут. Завтра будет ещё одно погружение. Есть ещё надежды. Я что-то не понял. Про пеликана ты что, забыл ему сказать? Да нет, понимаешь, я просто решила им не говорить. Ты же позвонил ему для того, чтобы сказать, что он выиграл конкурс и должен забрать приз. Генка, слушай, а ты чего? Ты как будто сегодня дома не ночевал. Или ночевал, но не там? Дочка, я сегодня в милиции ночевал. А что случилось, Ген? Я и сам хотел узнать, что случилось. Бред какой-то. То ли это шутка глупая была, то ли месть чья-то. Но всё равно глупая. Но я надеюсь, ничего страшного не случилось? А это как посмотреть? Ты представляешь, на моей машине кто-то номера поменял. Как это? А вот так. Мои спёр, а чужие повесил. А кому это нужно? А вот и мне интересно, кому это нужно. Так. Ладно. Что там у нас сегодня? Как обычно, полна коробочка. Я думаю, что всё-таки приз должен получать ты. Ну, мы же решили. Для Игоря этот конкурс имеет большое значение. Но Игорь, как честный человек, может ещё и отказаться. Ну, не нам это решать. Ну, послушай, завоевал пеликана ты. Между прочим, в честной борьбе. И поэтому получать его должен тоже ты. Ир, ну я не учитель. Это какое-то неуважение к учительскому труду. Ну, почему же неуважение? Да потому что. Вот всякий моряк с печки бряк вот так вот может приехать и победить в конкурсе заслуженных учителей. Ну, ты же победил. Это случайность. Приз принадлежит Игорю. Я его получать не буду. Ну, и как ты себе это представляешь? Так Савченко и скажем. Вот тут всё и раскроется. Ну, не дерь, братишка. В данном случае сестрянка. Что-нибудь придумай. Скажу, что заболел. Ну и что это даст? Мы выиграем время. А там приедет Игорь и разберётся, что делать с пеликаном. Ну ладно. Тогда возвращайся домой поскорее, пока тебя не заметили. А я скажу Савченко, что ты болен. Да. Ужасно болен. Иду на дно. Пеликанья лихорадка. Так болен, что тебе нужен уход. И поэтому после уроков я сразу к тебе. Лен, ну что меня все достают? А сама как думаешь? Я никак. Мне кажется, тупо завидуют. Да не в зависти делай. Я же тебе говорю. О, папа. Ты посмотри. Мне странно, мы всё-таки устроены. Мы это кто? Слабый пол. Ну, кто слабый, знаешь? Ну, я про женщин. У нас вечно какие-то заморочки. Я по парням даже не скажу, что их кто-то бросил. И почему я не удивляюсь? А меня это бесит. Забудь. Ну, конечно. Не веселятся, а мы чем хуже. Да ничем. Лен, давай развлечёмся сегодня? Давай. А как? Юрочка, а откуда булочки? Аня вчера приходила? Угу. Я сегодня купила. А чего ты решил, что Аня мне булочки приносит на работу? Мне просто казалось, у вас очень тесные доверительные отношения. Ну, отношения у нас действительно доверительные. Но вот заботу обо мне, моя дочь, ещё не научилась проявлять. Угу. Ну, какие её годы. Так она к тебе вчера не заходила? Да нет. А что ей тут делать? Обычно детям интересно, чем занимаются родители. Ага. Это ты мою Аньку не знаешь. У неё в голове одна музыка. Ну, это естественно в её возрасте. Музыка, вечеринки, ухажёры. Наверное, в маму всё. От парней от буини. Слушай, ну не начинай, а. Ну, есть у неё мальчик, но, по-моему, скорее друг. Хороший такой мальчик. Немножко хулиганистый. Но человек неплохой. По-моему, они вообще одноклассники. Николай Павлович, можно? Да, здравствуйте, Ирина Леонидовна. Заходите. Как ваши дела? У меня-то всё хорошо. А вот у Рассказова дела очень плохи. А что такое? Представляете, ужасно, ужасно заболел. Как заболел? Как заболел? Нам же сейчас ехать с ним, приз получать, пеликана. Николай Павлович, всё придётся отменить. У него такая высокая температура, он даже скорую хотел вызывать. Да вы что? Да вы что? Да, представляете, по телефону так хрепит, голод совсем сел. Кошмарная ангина. Ангина? Вот несчастье, а. Вот несчастье. Видимо, так из-за конкурса переживал, что иммунитет не выдержал. Иммунитет. Ирина Леонидовна, вы сходите к нему, а? Проведайте. Вы знаете, ведь для нас очень важно здоровье Игоря Ильича. Таких педагогов надо беречь, понимаете? Надо беречь. Я непременно схожу и проведу, и подлечу. Проведайте, подлечите. Что там нужно при ангине? Вареница, малиновая или что-нибудь. За пеликаном я сам съезжу. Спасибо вам, Николай Павлович. Да, да, да. Если что, звоните. Обязательно позвоню. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго. Вон педагин. Ангина. Федор Никонорч, не помешала, а? Любовь Кирилловна, добрый день. Разве вы можете помешать? Я всегда рад вас видеть. Ой, представляете, вчера где-то потеряла свой шейный платочек. Посмотрите, пожалуйста. Может, у вас оставила, а? Конечно, конечно. Сейчас посмотрим. О, действительно, вот он. Ой, какая радость. Я вам так благодарна. Спасибо. Ну что вы, разве стоит благодарность? Ой, не скажите. Я им так дорожу, мне его мама-покойница на юбилей подарила. Я, как вчера пропажа обнаружила, просто покой потеряла. Ну, он нашелся, слава богу. Вашими стараниями. А помните, я вам вчера про шарлотку говорила? Ну, конечно. Так вот, скажу по секрету, настоящие хозяйки подают шарлотку прямо из печи. Так вот я и решила, приготовлю ее прямо у вас. А? Вы не против? Нет, конечно. Конечно, но это так неожиданно. Ой, если я вам помешала, вы так и скажите. Я не стану мешать великому писателю. Ну, вы преувеличиваете. Проходите. Будьте как дома. Спасибо. Добрый день, Елена Петровна. Здравствуйте, Николай Павлович. А, я сейчас еду приз получать. О, я вас поздравляю. Да, не меня надо поздравлять, а Игоря Ильича рассказывал. Хотя, в общем-то, вы по сути правы. Это наша общая победа. Полностью с вами согласна. Мы всегда готовы бороться за лучшего мужчину, учителя. Я вам что хотел сказать? Наверное, хотели меня поздравить. Да нет, не совсем. А, да. У вас ведь там в подсобке на полочке наверняка есть где-нибудь малиновое варенье, а? Ну, чего, сладенького захотелось? Ну, при чем здесь я? Это рассказывал, Игорь Ильич. Он заболел, понимаете? Рассказов? Заболел? Вы не волнуйтесь. Малиновое варенье я обязательно найду и даже отнесу. Ну, вот отлично, что найдете. Только относить не надо. К нему сегодня Каримова поедет. Вот с ней ей передайте. Пусть он пьет, лечится и быстрее выздоравливает. Ну, в смысле, пусть пьет чай с вареньем. Пусть он пьет, лечится и быстрее выздоравливает. Эй, барень! Что такое? А ничего. Пошли. А мне мама не разрешает с незнакомыми дяденьками разговаривать? А мы хорошо даже знакомы. Особенно ты и моя машина. Вы меня, наверное, с кем-то путаете. Я тебя сейчас, племянничек, отвезу в такое место, где к тебе сразу память вернется. А не надо меня никуда везти. Надо, надо. Милиции разберутся. Кто чей дядя? Разбежался я с вами тут по милициям разъезжать. Тогда я ментов сюда вызову. Ты у меня номера скрутил. Ты сначала докажи, фраер. А, кашут! Отпусти! Я вам и первое, и второе приготовлю. А то с вашим холостяцким житьем, наверное, совсем изголодались. Ой, ну что вы, мне так неудобно. Да мне несложно. Я обожаю заниматься хозяйством. Как приятно, когда в доме женщина. Вот и хорошо. А у вас есть венчик? Не знаю. Ну, а вилка? Вилка сейчас. Я вам еще и блинчиков напеку. Вы с чем любите? Ой, я так давно не ел блинов, что уже и не помню. А у меня каждое воскресенье непременно. В настоящем доме обязательно должны быть блины. И вы совершенно правы. Потому что блины – это запах очага, семейного уюта. Ой, как вы красиво говорите. Я в первый раз в жизни общаюсь с таким интересным человеком. Любовь Кирилловна, вы меня захваливаете. Ничего подобного. Все это правда. А знаете, что мне интересно? А как вы все придумываете, а? Ну, что все? Ну, все ваши книги, где берете идеи, как его там, сюжет. У вас, наверное, есть муза. Ну, вот, к сожалению, нет. Я одинок и все сам и сам. Никогда не поверю, ни за что, чтобы у такого известного писателя не было музы. Тем не менее. Елена Петровна, куда это вот такая нарядная-то? А почему это вас так интересует? Я охранник, должен все знать. Боже, как сурово. А, у вас, наверное, праздник какой-нибудь? Хм, может быть и праздник. Поздравляю. С чем? С праздником. Не сходите с ума, Петр Степанович. До свидания. До свидания. У меня ответственное поручение, и я иду лечить, рассказываю. Всего хорошего. Ирина Ренатовна, а вы куда-то рассказывали? Да, к нему. А вы откуда знаете? Не положено. Елена Петровна. Мне Савченко сказал, что Игорь Ильич заболел и велел передать ему варенье. А я как раз отнесу. Нет, я сама. Да не волнуйтесь вы, доставлю я ваше варенье в целости и сохранности. Нет, нет, нет. Савченко сказал, что я должна передать это лично. Так и сказал. Так и сказал. Очень ответственное поручение сказал. Хм, а как же работа? А он мне сказал, Николай Павлович. Елена Петровна, какая работа? Игорь Ильич заболел. Передайте, пожалуйста, ему лично варенье. Ой, ну хорошо. Пойдемте. Вот возьми к этому платью, подойдет. Никогда я такое не носила. Так непривычно. Привыкай, тебе полезно. Ну и зачем все это? Нам нужно добавить немножко гламура, стать ярче, как Зеленова с Лебедевой. Фу, ты что, на полном серьезе, что ли? Ну а как ты думаешь, почему Стас и Гуцул выбрали их? Ну удиви меня. Ну потому что мы скисли. Забыли, что мы женщины. Лер, мне по барабану, почему Гуцулу нравятся крашеные куклы. Я ради него меняться не собираюсь. Лен, не ради него, а ради самих себя. Чувствуешь разницу? Вот мы сейчас такие красивые пойдем в дорогой ресторан. И мужики сами за нами в очереди выстроятся. Чем мы хуже этих лохутер? Да. Вот. Вот, товарищ милиционер. Это он у меня свинтил номера. Я вам говорил, что я ни при чем. Как у нас оперативно граждане-то работают? Вот. Люба дорого посмотреть. Я прошу разобраться. Разберемся. Знакомые все лица. Белута, ты же у нас на учете стоишь. Чуть что, так сразу Белута. А номера вы мне вернете? А где мы их тебе возьмем? Белута. Знаешь, где номера? В сугробе. Отпустите, покажу. Ага. Обрадовался. Посидишь еще? Кто еще знает, где эти самые номера? Давай, давай. Ну, Аня знает. Сообщница твоя, что ли? Аню не трогайте. Это еще почему? У меня к ней никаких претензий. Вы просто позвоните, и пусть она принесет эти номера. Виноват во всем вот он, этот ваш вот, который на учете. Вы знаете что, гражданин, вы не надо это, не горячитесь. Не надо. Спокойнее. Мы свое дело знаем. Ну, что, Белута? Давай. Звони своей подружке. Белута, ну ты где? Я тебя жду, а тебя нет. Слушай, Аня, у меня тут срочное дело. Какое? Аня, помнишь сугроб, в который я номера этого фра... мужика засунул? Ну, помню. А что? Найди их, а то меня в мину... в милицию забрали. Как в милицию? Да, да. Я тебе потом все объясню, Аня. Слушай, но ведь это не шутки. Белута, ну не смешно же уже. Аня, я не шучу. Все серьезно. Мне реально нужна твоя помощь. Ты правда не врешь? Да клянусь, Аня, беги быстрее. Давай, найдешь, позвони. Блин. Ладно, бегу. Игорь Станиславович. Пес Степанович. Не важно это, не... Не важно. Что с вами такое-то? Вы правы, как будто дикий зверь в клетке. А звереешь тут? Я с поста уйти не могу. А там такое творится. Что творится-то? Елена Петровна-то наша. Вся накрашенная к Рассказову пошла. Елена Петровна? К Рассказову? Зачем? Хороший вопрос. Меня тоже это интересует. Зачем? А с чего вы взяли, что именно к Рассказову? Ну, кому еще-то? Ну, я не знаю. Мало ли, может, у нее билеты в театр. Вы что, издеваетесь, что ли? Ну, кто в театр с вареньем ходит? С вареньем? Я что-то не очень понимаю. Вы пораскиньте мозгами. Женщина накрашенная. С вареньем. Идет лечить мужчину. Ага. Многообещающая картина. Вот именно. То есть Игорь Ильич заболел? Что ты? Вы как мужчина должны меня понять. Там до греха недалеко. Петр Степанович, я что-то не думаю, что Елена... Да вы не думайте. Вы... Вы сходите-ка туда. Станислав Игоревич. И Мирослав не... Не важно. Я вам по гроб жизни буду обязан. Так как я туда пойду? С чего? Очень просто. По-товарищески. Как бы попроведать. 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 А сами посмотрите там за Еленой Петровной. При вас они там ничего себе позволить не могут. Хорошо. Я как вижу, это для вас важно очень. Ну и цены здесь офигеть. Для начала возьмем только кофе. Я уверена, деньги нам сегодня вообще не понадобятся. Как это? Ну, такие женщины, как мы, за себя не платят. Посмотри, как на нас все пялятся. Скажешь ты уже, Лера? Ленка, ничего ты не понимаешь. Скоро от ухажеров вообще отбоя не будет. Они-то нас и угостят. Я надеюсь, без глупостей? Ты о чем? Ну, если они захотят что-то поиметь за свои деньги. Ленка, всему-то тебя учить нужно. Мы, в отличие от мужиков, думаем головой. До таких глупостей не доведем. Просто повысим себе самооценку и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дима. А, Ир, привет. А вот и я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Елена Петровна. Сапченко просил передать для вас варенье малиновое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Благодарю за заботу. Но у меня для вас есть еще более сильное средство. В раз на ноги поставят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настойка на травах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, девушки. Девушки, а можно с вами посоветоваться? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На тему? Конечно. Что вас интересует? Понимаете, мы с другом хотим познакомиться с двумя симпатичными девушками. А как это сделать, не знаем. Вы не подскажете? И с какими же девушками вы хотите познакомиться? Ну, конечно же, с вами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, не знаю. А можно мы присядем? Ну, только ненадолго. Нам скоро уходить. Спасибо, что согласились составить нам компанию. Мы только сегодня приехали в Москву на каникулы и очень нуждаемся в симпатичных гидах. Да, за границей таких красивых девушек не встретишь. Мы учимся в Кембриджском университете. Кембридж? Это же в Лондоне. Как приятно встретить образованную барышню. Представляете, я как раз собираюсь в Англии. Мне предложили учиться в английском вокальном колледже. Знаете такой? Ну, конечно. Слышишь, да. А давайте мы вас чем-нибудь угостим? Нет, спасибо. Мы не голодные. А как насчет легких закусок? Ну, за изысканной трапезой и беседой течет приятнее. Ну, не знаю. Есть только какой-нибудь салатик. Ну что вы, какой салатик? Гарсон, сюда! Так, нам бы хотелось чем-нибудь поразить наших спутниц. Вы можете посоветовать что-нибудь совершенно бесподобное и такое же экстраординарное, как и они сами? И принесите, пожалуйста, карту, винт. Теперь вы его отпустите? Это еще почему? Ну, я же все отдала. И что? Вы сказали, что если Аня номера принесет, то вы меня отпустите. Ловко у вас все получается, господа хорошие. Хулиганские действия совершены? Совершены. Факт правонарушения был? Был. Может, договоримся? Заявление есть? Есть. Так что, извините. Все по закону. Извините. Пять минут. Выйдем. Поговорим. Лера, а вы, наверное, известная певица. Нет, ну что вы. Я в группе играю. Правда, недавно мы выступали в Лужниках. Как интересно. Жаль, что меня не было на этом концерте. Ну, теперь вы сможете услышать меня только в Лондоне. Прошу прощения, что приходится прервать ваш разговор. Мне надо на минуточку выйти. Не поверите, мне тоже. Видишь, я же говорила. Ну, мужики солидные. Правда, хлипкие. Кембридж, ты представляешь? Не особо, но по виду крутые парни. Видишь, я была права. Теперь нужно выглядеть так всегда. Только я не поняла, зачем ты чуваку дала свой номер телефона. Ты что, собираешься встречаться с ним? Лен, запомни, в таких ситуациях всегда давай свой телефон. Разбежалась. Но не свой. Называешь любые цифры, главное, с уверенным видом. Ну, ты даешь. А то. Так, мне кажется, что на сегодня уже хватит. Моя самооценка выше потолка. А твоя как? Ну, вообще, да, настроение получше. Сейчас они вернутся, и мы им так вежливо скажем. Спасибо, ребята, за хороший вечер. Нам пора. Круто. Блин, я не думал, что это так просто будет. Я в шоке. Чувихи реально повелись. Да они сами нас клеить хотели. Ты что, не врубился? А когда на прангию расспрашивать, ничего. Это вообще жизнь была. Я думал, все, прогорели. Так что не так уж и просто было. А мы еще их на такие бабосы раскрутили. Так, давай нашим в клубе скажем, что это было нереально трудно. Точняк. Так мы еще больше бонусов получим. Блин, ты прав. Пекапером быть это круто. Дальше еще круче будет. Так, слушай, может пойдем побыстрее? А куда торопиться? Да сейчас догонят. Не переживай. С неоплаченным счетом их долго не выпустят из ресторана. Сберите свое заявление, пожалуйста. Таня, ты должна понимать, вы нарушили закон. Но Билл-то ни в чем не виноват. Я вас очень прошу. А кто же в таком случае виноват? Ну ладно, давай не будем играть в кошки-мышки. Мы оба знаем, как было дело. И знаем, во что это может выглянуться. Заявление так и быть. Я заберу. Ну, при одном условии. При каком? Ты ведь понимаешь, что вы мне сделали гадость. Гадость неприятную. Я всю ночь в обезьяннике просидел. С бомжами пьяными. И мне будет, ой, как нелегко все это забыть. Вы на что намыкаете? Я действительно ухаживаю за твоей мамой. Она мне очень нравится. Это вот вы мне так просто это говорите. Не надо кричать. Можно подумать, что для тебя это была тайна за семью печати. Так вот. Я продолжаю ухаживать за твоей мамой. А ты закрываешь на все это глаза. И ни во что не вмешиваешься. Уж нет. Я вам помогать не буду. У вас ничего не получится. Как знаешь. Как знаешь. Тогда я заявление не забираю. А твой друг отправится в колонию. Для несовершеннолетних. Ну так и чего надо сделать-то? Да и ничего сложного. У нас в Германии живет друг, музыкант. Нужно передать ему гитару. Музыкант? А кто это? Я его знаю. Да вряд ли. Как ты его зовут? Ну, ребят, забыли, как вашего друга зовут. Ваня Петрова. Да-да-да, Ваня, Ваня. Точно. Не слышал. А когда он уехал? Слушай, ну зачем тебе эти подробности? Он мне очень известный. Не то, что Боб Кантер. Да. Ладно. Значит, только передать гитару. А что за гитара? Бродовая? Ралитет? Да нет, нет, нет. Гитара не очень дорогая. Просто он ей очень дорожает. Очень. Он даже в Германии не стал в ремонт сдавать. Решил довериться отечественным мастерам. Ну, это точно. Таких умельцев, как у нас в мире, нет. А кто ее ремонтировал? Григоренко, Яковлев? Давай ближе к делу. Какая разница, кто ее ремонтировал? Просто передашь гитару и все. Мы тебе билеты оплатим, деньги вернешь потом. Нам не эксперт. Что-то не понимаю, вам-то зачем это нужно? Ты знаешь, нам понимающий человек нужен. Ну, андаш кому попал, не дай бог сломает. А ты человек с душой, музыкант. Сам знаешь, как ваш брат инструмент ценит. Ну, что правда, то правда. У меня-то она доедет в целости и сохранности. Ну, то есть договоримся. По рукам. По рукам. Ну, все. Слушай, их уже полчаса нет. Да, что-то задерживаются наши ребята. Ну что, барышни, расплачиваться будем? Мы ждем наших кавалеров. Я смотрю, вы их уже давно ждете. Нифига себе погуляли. А чек в вашем заведении не принято выдавать? Может быть, вы эту цифру с потолка взяли? У нас ресторан солидный. Без детализированного чека никак. О, здесь нет. О, все ясно. Ну что, похоже, девушки, вы крепко влипли. Как влипли? Вас пикаперы развели. Кто? Профессиональные жигалы. Кто-кто? Я ничего не понимаю. Ну, это такое модное развлечение. Закадрить девочку с полпинка и получить с нее все, что нужно. В вашем случае это шикарный ужин в приятном обществе. Так это что, мы теперь платить должны? Точно. Офигеть. Ну, это же они чек взяли. А чек им нужен для отчетности в клубе. И у них такая традиция. Да я их сейчас догоню, и мало не покажется. Догоняйте кого хотите, только сначала расплатитесь. Да я мигом. Девочки, я вам все объяснил. Мне, конечно, очень жаль, но платить надо. У нас нет таких денег. Позвоните друзьям, они помогут. Я вам очень сочувствую, но и вы меня поймите. Если вы не расплатитесь, то это с моей зарплаты вычтут. Да, клево повеселились. Блин. Слушай, Ань, а что ты ему такое сказала, что он заявление забрал? Молодые люди, подвезти? Да пошел ты. Не надо, не хами, не лезь на рожон. Нет, спасибо, не нужно. Ну, как хотите. Да, ну мы с тобой лоханулись. Ну кто же мог знать, у меня даже в мыслях такого не было. Ладно, бывает. Давай думайте, кому будем звонить. Девчонки сразу отпадают. Да уж, разбегутся они сейчас за тебя платить. Слушай, а позвони, позвони Степнову, он пулей прибежит тебя выручать. Лера, ты исключена, я Степнову звонить не буду. Ну да, плохой вариант. Нужен кто-то с деньгами, и чтобы языком не трепал. У меня вариантов ноль. Не буду же я папе звонить, кто-то он порадуется. Выхода нет. Но у меня есть только одна кандидатура. Давай ей звонить рассказ. Гениально. И теперь, Дмитрий Ильич, вам это просто необходимо. Спасибо. Извините. Алло. Да. Что? Сейчас буду. Слушай, весла. А что случилось? Анна. Ирина, поехали со мной. Ты мне поможешь. А можно я тоже помогу? Нет, мы только в больницу, туда и обратно. Вам стало хуже? Нет, все в порядке, просто нужно забрать анализы, какой-то непонятный вирус. Вы в опасности. Да нет, не стоит беспокоиться. Хорошо, хорошо, не буду. Я вас здесь подожду, вы же недолго? Туда и обратно. Ага, я подожду. Господи, только бы все обошлось, только бы все обошлось. Елена Петровна, может, вам домой пора идти, кошечку кормить? Да нет, у меня никакой кошки. Я подожду анализов здесь. Я буду переживать за вас нечеловечески. Буду. Переживать. Нечеловечески. Оля, я тут гитару поставлю, только осторожней с ней. Чужой инструмент просили в Германию передать. Кстати, за это билет оплатили. Откуда такая щедрость? Важно, чтобы именно я эту гитару отвез. Чтоб музыкант через границу переправил. Ну, осторожно, бережно. Дорогая, наверное. Борь, а можно глянуть, а? Так это же китайская дешевка. Ну, Оля, ну зачем? Ну, фабричная штамповка. Зачем ты так? Может, она дорога человеку, которая ее в Германии ждет. Наташа? А Женька-то где? Наташа одна поработает. Ей надо доразвить темы. А с Женей завтра будут писаться. Ну, ладно. Слушай, я все-таки, Наташа, у тебя в комнате ее поставлю, ладно? Я все-таки не поняла, как вы здесь оказались. Ну как, должны же мы попроведать больного коллегу? Я считаю, что завхоза от коллектива вполне достаточно. Мы просто подумали, что вдруг мы можем чем-то вам помочь. Мне? Помощь? Впрочем, мы все равно опоздали. Как? Как опоздали? Ну, Игорь или что, позвонили, и они с Ириной Ренатовной пошли за анализами. Странно. А что, теперь уже из больницы звонят, когда анализы готовы? Даже вечером? А у него какой-то страшно неизвестный вирус. Так что вам лучше уходить отсюда. А что это с ним? Чай. Что было в чае? Ну, это чашка рассказывала. Там была настойка. На водке? Вот еще. Слава Богу. Настойка на спирте. На чистом спирте. Вот засада. У вас все в порядке? Вы целы и невредимы? Это что, вся проблема? А что, этого недостаточно для расстройства? Ну, бывает и хуже. Да куда уж хуже. Да, неприятная история. Как вас занесло в такой дорогой ресторан? Ну, так получилось, Ирина Ренатовна. Это был эксперимент. Ну, и как? Эксперимент удался? Превзошел все ожидания. Как вам в голову пришло устраивать такие эксперименты? Нас бросили наши парни. Чего? Наши парни тусуются с другими девчонками. И мы решили ему отомстить. Детский сад. Игорь Ильич, только никому в школе не говорите, пожалуйста. Мы вам как своему позвонили. Хорошо. Нем как рыба. А мы вам потом деньги отдадим. Салаги. То есть, девчонки. Деньги это не главное. Главное, что вы живы и здоровы. А я вам еще вот что скажу. Между нами девочки. Ну, допустим, ваши парни совершили подлость. Закрутив роман с другими. У вас трагедия. А вы чем им отвечаете? Глупостью. Ну, и к чему все эти соревнования? Да мы уж поняли. Не ругайте нас, Ирина Ренатовна. Мы больше так не будем. Ну, вот как вы могли так? А что я-то? Надо следить за мужчиной, когда в комнату входишь. Ну, и что мне вот теперь... Что мне теперь с ним делать? Ну, не знаю. Наверное, ему нужно поесть. Тьфу ты! У вас одна еда на умеет. Ну, так ты понимаешь! Еда для мужчин самое главное. Ага, даже для спящих. Ну, вот как мы его будем кормить? Знаешь, если вкусно, то и во сне можно поесть. И что мы будем готовить? Боголь-моголь через трубочку вливать. Так без паники. Запоминай. Самое верное омлет. Я его сейчас варганю. Нет уж, сидите. Откуда я знаю, может, вы опять чего-нибудь не того положите? Чего не того? Не знаю. Я лучше сама. Я его законная невеста. Я и приготовлю. Слушай, а как так получилось, что Елена Петровна тоже пришла? Ты ее захватила с собой за компанию? Ну, вот еще. По-моему, она тебя клеит. Ха, серьезно? Да куда уж серьезней. Слушай, а она тебе случайно не нравится? Нет, ты знаешь, такие дамы не в моем вкусе. А какие в твоем вкусе? Ну, вот такие, как ты. Ой, удивительно. Значит, удивительно. У нас с братом вкусы одинаковые. У тебя, кстати, нет сестры? Нет, только братья. Жаль. Невозможно, каймерзый. Дайте, скорее, что не запей. Ну, как же. Это я вам приготовила, чтобы вас спасти. А что, невкусно? Какая жалость. Какая жалость, Светочка. Что? Что жалость-то? Это ужас. Я хочу к маме. Она хорошо готовит. Елена Петровна, как же так? Я-то старалась. Да, Светочка. Мало иметь две руки и две ноги. Даже если они стройные. А вам-то что? А я вам говорила, что для мужчины еда – это святое. Ну, как день прошел? Нормально. У вас что, праздник был? Ой, дед, лучше не спрашивай. Такое веселье слов нет. А у меня тут, видишь, тоже праздник. А откуда такое богатство? Да знакомая Василия Даниловича заходила. Она шарфик у нас забыла. Дед, ты что, туда же на старости лет? Куда туда же? Ты решил своего друга дам отбить? Да нет, конечно, что ты такое говоришь. Просто хорошая женщина. Да, действительно, наверное, хорошая женщина, Василия Даниловича. Уж кому повезло, это ему. Угу. Ну что, Елена Петровна, не скучали здесь? Тут заскучаешь, как же. Ваши друзья приходили. Кто? Милославский со Светочкой. Такое было. Милославский успел и напиться, и проспаться. И где же он теперь? Да они уже домой ушли. Угу. Хм. Когда же-то он успел? Мы вроде недолго ездили. Что он такое пил? Убойное. Да, он мою настойку выпил, которую я принесла. Я же говорила вещь. Это что, вот эта вот настойка у вас? Да не переживай. У Милославского просто есть небольшая особенность. От капли алкоголя засыпает. А! А то, я думаю, меня ждет то же самое. Ну, а ваши дела как? Анализы как? Хорошо. Хорошо, но дорого. Дорого у вас тут все в Москве. Ну что, завтра можно идти на работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Дубровскому! Субтитры Алексею 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 Дубровскому! Вы мне звонили, что документы готовы! Все готово! Артемий Витальевич, как договорились? Надежда, неси документы! Под матрасом там! Ну, может, пройдем на кухню, кофе выпьем? Благодарю ее, я спешу! Надя! Здравствуйте! Доброе утро! Вот! Вот, смотрите! Вот, все как договаривались Это наш отказ от нашей доли в наследстве Вот, нотариус заверил Еще какие-то бумаги нам дали Я не знаю для чего Сказали, что так положено Отлично, я с вашего позволения возьму себе купю Оригинал вы отдадите Новикову Ага Хорошо Конечно, отдам После того, как мы с вами рассчитаемся, как условились Здрасте, Петр Степанович Здрасте, здрасте, ну и что? Что? Как там вчера? Простите, где? У Рассказова Ухлестывает за ним Елена Петровна Вы видели? Я, честно говоря Я так и знал, все правда Не хочешь меня огорчать? Хорошо, что нам оружие не выдают А то бы я сейчас Нет, Петр Степанович Вы меня не так поняли Я хотел просто сказать Что я, честно говоря, ничего не помню Как-то вы не помните Вы что, вчера напились там все? Нет, почему? Только я один Ты не хочешь мне говорить? Нет, я правда ничего не помню Ты врешь? Нет Смотри в глаза Вспомнил? Нет, не могу Эх ты А еще друг называется Простите, Петр Степанович Я не знал, что мы с вами друзья Уйди Уйди Ну ничего Я их выведу на чистую воду Здесь Ровно девятая Часть стоимости Вашей квартиры Кстати, я округлил ее в сторону увеличения Надежда на то, что У вас не возникнет соблазна Отыграть все назад Ой, как благородно Ну что ж А я слышала, вы с Лерочкой Уезжать собрались, да? Ну пока еще не ясно Лера хочет дождаться свадьбы своего отца Простите, пожалуйста А вы не хотите сделать полковнику подарок? Ну раз уж вы принимаете такое участие в его судьбе Я бы с удовольствием Но Андрей Васильевич человек принципиальный И дорогого подарка не примет Можно устроить им свадьбу Ну в кафе каком-нибудь Недорогом, но уютном У них денег все равно Даже на самое задлипенное место не хватит Знаете Оригинальная идея Тогда приходите к трем часам Кафе под мухой Это название такое Я вас с хозяйкой познакомлю Там уютно, недорого, очень вкусная еда Вот, возьмите визитку Да, спасибо Вы знаете, в три я не могу Давайте в четыре Хорошо Всего доброго вам, Львов Кирилловна Всего доброго, Артемий Витальевич До свидания До свидания Надежда Здравствуйте, дядя Петь Светлана Михайловна А что-то случилось? Да это я у вас хотел спросить У меня? Ну у кого же еще-то? Милославский говорит, что ничего не помнит Ну вы-то, надеюсь, все помните? Да, я все помню Говорите Что там вчера было у Рассказова? Да ничего не было Слушайте, вы что, сговорились что ли с Милославским? Лучше горькое, но правда Говорите, говорите Так это и есть правда Мне-то скрывать нечего Ну хорошо, хорошо Как там Рассказов поживает? Да мы его даже не видели Стоп А кто же вам открыл? Елена Петровна Ах, Елена Петровна Значит, она там уже как дома Поживает она там уже, да? Да нет, она просто... Лудница Вавилонская, вот что получается Ну ничего, ничего, ничего Я сам лично с ними разберусь Вот так вот А ты, Надька, ничего предприимчивая Я думала, кроме того, как Таблички на себе таскать Ни на что не способна Ой, мама Если я приведу клиента То с меня эти таблички снимут И вернут обратно официанткой Угу На безрыбье таракан мясо После всего, что ты там наворотила Я даже рада такому повороту Мама, хватит меня гнобить, а У Гуцула на лбу не написано было Что он мне врет И потом ты, поди, тоже перед ним не устояла Потому что, мать, нужно слушаться Если в людях не разбираешься Понимаешь? Бери пример с меня Вот я пока не разведаю все Никому на шею не бросаюсь Недолго ты будешь разведывать Нам скоро из квартиры съезжать надо будет Без квартиры останемся Угу Вот ты, Будуреха, осталось бы это точно А человек с головой никогда не допустит Чтобы вы из квартиры вышвырнули Только ты подписала сама заявление на отказ Да потому что такого случая нам больше не представится Новиковы нам таких деньжищ никогда не отвалили Угу А взамен нам надо съехать из квартиры А вот здесь, доча, положись на меня Скоро будем жить в таких хоромах Какие тебе даже не снились Это ты что, своего нового ухажера имеешь в виду? Более перспективного? Его? Хе-хе-хе Я ему такой культурный шок устроила Ужин из трех блюд с десертом Хе-хе И что, он клюнул? А ты знаешь хоть одного мужика Который бы от моей стряпнини не шалел? Да, готовишь ты так, что закачаешься А я и во время готовки времени даром не теряю Ой, то глазки ему сострою То вздохну томно То к духовочке нагнусь Хе-хе Надь, ты бы видела, как этот старый пень на меня пялился Что, потерял голову? А скоро и часть жилплощади потеряет Хе-хе Ну, присаживайся, Данилыч Сейчас чайку попьем А покрепче Ничего нет Вот как А что случилось-то? Случилось Понимаешь Бросила меня любовь Кирилловна Да что ты говоришь Предпочла, видать Кого-то другого Ну и дела Ну так Есть покрепче-то к тебе Сейчас, 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 Данилыч Сейчас Ты, Данилыч Раньше времени-то не расстраивайся, а Может, ты чего и нафантазировал Я ж тебя знаю Она тебе Пойди Позвонить забыла А ты уж напридумывал, черти чего Нет, Петруша Она сама Мне об этом сказала Сама? Сама Ох, и тяжко мне А я уж так за тебя было Обрадовался, Данилыч Я и сам Сам думал, что Наконец-то встретил Подругу жизни Не придется старость Одному коротать Да как же так Она вроде и не производит впечатлений Ветреной женщины Она такая Хозяйственная Да при чем здесь Хозяйственная Главное, она Красивая И умная Ну всякое бывает Данилыч Видать Нашла себе Кого Помоложе Ну я Честно скажу Я за тебя Очень Очень Переживаю Здравствуйте, Петр Степанович Здравствуй 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 Самосвалер Все в порядке, Степанович Какой самосвалер? Все в порядке А что ты удивляешься, учитель Первый раз слово такое слышишь? Первый А А я вот Статью про вас прочитал Так Там так и написано Все вы самосвалеры Какая статья? Какие самосвалеры? А такие самосвалеры Любите поматросить Да бросить Вот так вот Поматросить? Так что Вы уже в курсе? В курсе? Что ж ты На два фронта работаешь? Ну что поделаешь Так получилось Ах ты Значит уже получилось, да? Ух ты Самосвалер Этот Автобусер Слово забыл Какое слово? Для кроссворда что ли? Давайте подскажу Сколько букв? Много букв А кроссворд ты мне хороший загадал Очень хороший Ловко все обтяпал Ох Этот Дермавузер Слово там Какое слово? Да Слово это Саморуллер Ну что-то автомобильное там было еще Ну Пикопер Во Вспомнил Вот ты кто Пикопер Самый настоящий Хотя я таких Как ты Называл бы Дермавузерами Вот так вот Да Все Могу идти Можешь идти Жигола Учительская Иди 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 А то не всех успеешь Запижонить Свет Я у тебя вчера Тряпку весила на батарею сушить Ты не снимала? А вон там Возьмите Чуть Лид А что ты Что делаешь Обложилась Прям Как в окопах Я кулинарию Чуть Лид изучаю А то вчера Так позорилась Элементарный Омлет Приготовить не смогла Омлет Да это Распелен Наверное Но я не умею А на сколько человек? На одного На одного Так вот Если б ты На пятьдесят Человек готовила Я поняла Я знаешь Когда на военной базе Работала На сто тридцать пять Человек готовила И все были довольны Чуть Лид А научите меня тоже Пожалуйста Че так замуж хочется? Хочется Ну если готовить не умеешь Замуж лучше не ходить А слушай Обратись-ка ты К будущей свекровке Так она тебя Всем премудростям научит Ты же Ему Угодить хочешь? Ему Ему А он На чьей Стрепне-то вырос? На ее Стрепне вырос? Ну? Тетя Лида Вы просто Знаю Гений Чистой красоты А меня На военной базе Так и прозвали И они были абсолютно правы Гений чистой красоты Рита Лужина Одну минуточку Ты знаешь Ты мне Очень нужна У меня К тебе Как к школьной королеве Очень важное поручение А что ты улыбаешься? Просто забавно Звучит школьная королева Ну как Ты же победила В школьном конкурсе красоты Значит Титул Обязывает Ты знаешь Сегодня мы в торжественной обстановке Будем вручать Рассказывал Хрустального пеликана Ну Это такой приз Как лучшему учителю года А что от меня требуется? А Значит Сначала я скажу Речь А потом ты Подбери себе В пару Какую-нибудь красотку И вы Торжественно Красиво Ну как вы это умеете Ну Не мне вас учить Преподнесете Этот приз Рассказывал Я думаю Ему будет очень приятно Хорошо Ну Отлично Оля А ты не готова К дефиле Сегодня в актовом зале? Вот лично я Нет Я тоже не готова Хотя Если меня кто-то Очень сильно попросит Может быть Я не передумаю Не успел я войти в школу Как дядь Петя набросился И давай Крыть всевозможными Автомобильными терминами Странно Что это с ним? Не знаю Крыша поехала С чего бы это? Ну Мозг человека Штука хрупкая И неизученная Может головой ударился А может что-нибудь В новостях увидел А может быть он просто был Нетрезв? Да нет Вроде запаха не было Но рожа у него была Такая озлобленная Будто я его переехал И вслед мне он еще кричал Что я Жигало И не всех Запижонил Жигало? Ну тогда все понятно Просто дядя Петя Приревновал к тебе К Елене Петровне Ха Нормально Хорошее наследие Я братцу оставляю Вот он приедет И получит От дяди Пети Врынду Вообще-то Мне не очень бы хотелось Чтобы дядя Петя Его именно так встретил Да мне тоже Не очень бы хотелось Надо это дело Прекращать Нужно подумать Как это все провернуть Дима Я уверена Что ты что-нибудь придумаешь А? Правда? Конечно Я постараюсь Ты понимаешь Никанорыч Сердце она мне Разбередила Пять На жизнь Как молодой стал смотреть Планы Начал строить Ну погоди ты Раньше времени унывать Может еще Не все потеряно Нет Нет Видно Не сложилось у нас А ты не допускаешь Мысли Что она могла Испугаться Ваших отношений Ведь В таком возрасте Что-то менять Страшновато Как думаешь У нее Никого нет Да ты что Данилыч Как же Вон женщина какая Такая яркая Ну и что из того Ты у нас тоже Вон хоть куда Да ладно Брось Ну а что Ты мужчина В самом расцвете сил И кстати Выглядишь Значительно моложе Своего возраста Да я с ней С ней Понимаешь С ней С себя Молодым стал чувством Знаешь Данилыч Я кажется Знаю Как тебе помочь Да как Давай я с ней поговорю Слушай Николай Николай Давай Я тебе Телефон ее дам Давай О Написывай Привет девчонки А вы сегодня Свободны после уроков Ну в общем то да А че надо Рассказы будут Награждать как Учителя года Круто Он вполне Этого заслуживает Если бы не он вчера Рит мы обязательно Придем Вот и отлично А то мне пришлось бы Одно тащить Ту коробку С пеликаном С пеликаном? Ну да Знаешь как в Оскаре Сначала награждают А потом приздают И кого ты выберешь А знаете что Идите вместе Вы же с одного класса А как же ты Я перебьюсь Мне Савченко поручил Найти двух красоток Я их нашла Ну что вы согласны? Добрый день Светочка Здрасте Мирослав Николаевич Светочка Вы Простите меня Пожалуйста За вчерашнее Да нет нет Что вы Ничего страшного Дело в том что я С тех пор как Лебнул этот чай У Игоря Ильича То вообще Ничего не помню Сюда по-моему Что-то подмешано было А вы Совсем-совсем Ничего не помните? Нет Меня даже Петр Степанович С утра Пытал на этот счет Все просил ему Что-то рассказать У меня в голове просто Белый лист Ну вы знаете Мирослав Николаевич Может быть это даже И Хорошо Что вы ничего не помните Светочка А что произошло? Да так Ерунда А ужин вчерашний Вы тоже Не помните? Абсолютно Вот и хорошо И не надо его вспоминать Николай Павлович Можно? Да-да Вы попросили найти меня Двух красоток Я их нашла Они и будут вручать Пеликана А Как? Не школьная королева красоты? Это было бы логичней По-моему Ну рассказывал Он классный руководитель Леры и Лены И я думаю Ему вдвойне будет приятнее Если они подарят приз Может быть Может быть Мне собственно говоря Все равно Так Берите Этот приз И тащите его В актовый зал Только аккуратней Поставьте его там Где-нибудь за кулисами Аккуратней Не разбей Он же хрустальный А Николай Павлович Когда его выносить? Сразу после моей речи Я подам сигнал Хорошо Потащили? До свидания Надежда Ты разве не со счетами сегодня? Нет Елизавета Петровна Я вам клиента нашла Какого клиента? Ну как Какого? Вы же сами хотели Чтобы здесь устраивали Корпоративы Свадьбы Юбилеи Ну да Ну вот Я нашла Человека Который выбрал Именно ваше кафе А это солидный человек? Солиднее не бывает Он может не только Ваше кафе купить Весь этот район Неужели? И кто же это Если не секрет? Он очень богатый человек Не верите? Честно говоря Не очень Ну почему? Ну потому что Для такого человека Наше кафе Слишком скромное заведение А он не для себя Банкет устраивает Даже так Но ты меня совсем Заинтриговала Елизавета Петровна Только если он заплатит Хорошие деньги Возьмите меня обратно В кафе официанткой Ну я не знаю Надя Посмотрим Сначала мне нужно Встретиться с твоим Таинственным клиентом Вот видите Он очень щедрый Он скоро будет А вот и он Вот это Артем Витальевич А это хозяйка кафе Елизавета Петровна Здравствуйте Артем Витальевич Рад вас видеть Дядя Петь Дайте нам пожалуйста Крючи от зала От какого? От актового Ага Зачем? Коробку спрятать От кого? От Рассказова? Рассказова? Рассказова все надо прятать Большой охотник До чужого добра А почему от Рассказова-то прятать? Николая Павлович попросил Ага А что в коробке? Пеликан Че? Ну Хрустальный приз за победу В конкурсе Лучший учитель года А Хотел бы я посмотреть Расспешись Чему он этот учитель может научить? А почему в зале-то прятать? Ну Савченко хотел поздравить его с победой Перед всеми А мы потом Вручим ему приз На сцене Значит этого пеликана еще поздравлять будут? Да не пеликана поздравлять А Рассказова Девочки Вы в зал Я с вами Мне нужно проверить Все ли в порядке Для Рассказова нужно подготовить Все так Чтобы было на высшем уровне Спасибо Тоже мне Пеликан года Инна, ты слышала? Тоже мне нашлись красавицы Не говори Знаешь что, пойдем за ними Что ты опять придумала? Пока не знаю Ну они меня достали Эти две обезьяны Мне просто не дают спокойно жить Пошли Так Ну что тут у нас? Ну все чистенько Может быть немножко украсить? Может шарики надуть? А шарики мы дуть не будем Нам некогда Елена Петровна Ну ладно Я кого-нибудь из младших классов поймаю Им в радость Ну что, пошли за кулесы? Да, там лучше всего спрятать Ну ладно Я пойду поищу украшения у себя в кабинете А ключ от зала? Нет, ключ я у себя ставлю Вы давайте размещайте своего пеликана Только осторожнее Хрусталь штука хрупкая Капут И нет поздравления Пока Скажите, а на сколько человек рассчитан на это кафе? Человек сто сто десять по месяцу Лиза Артем Витальевич? Владимир Здравствуйте Здесь работаешь? Да Да это же наше кафе Я сделаю вам кофе Спасибо Артем Витальевич Ну что, управляющий, наверное? Да нет Официантом Официантом? Это после той должности, которую ты занимал Ну что делать? Ну кому сейчас легко? Слушай, может быть передумаешь Рванешь со мной в Штаты Да нет, Артем Витальевич Можешь как-нибудь тут Жаль, очень жаль Мне лично там нужен такой человек, как ты А то какую-то я испытываю вину перед тобой Да перестаньте Вы и так много для меня сделали Нет, это дело чести Я тут решил полковнику Новикову помочь Хочу сделать ему свадьбу в вашем кафе Да? Спасибо Артем Витальевич Кофе Спасибо Влад, только одно условие Да пожалуйста, все что угодно Новиков человек щепетильный Он такого дара не примет Так что я оплачу этот свадебный ужин Ну а вы как-нибудь выставите ему Чисто символичный счет Да, пожалуйста А вы думаете он не заподозрит? Ну я не думаю, что полковник милиции Уж слишком разбирается в бухгалтерии Хотя Знаешь, придумайте какую-нибудь акцию Не знаю там, сотая свадьба Да, это конечно мы придумаем Ну что, спешу Спасибо за кофе Рад был повидать Взаимно Ну а если будут проблемы Взвонить, не стесняйся Спасибо Всего доброго Вау, какой красивый Слушай, Ленка, мне только сейчас в голову пришло Что? То, что именно мы будем вручать приз рассказывай Это не случайно Почему? Ну он нас выручил в ресторане А мы будем вручать ему приз на сцене Улавливаешь связь? Не улавливаю никакую связь Связь есть Сколько он с нами нянчился Группу вытянул он От преподавателей он нас защищал И даже когда терминатор хотела выбросить наши инструменты Он хотел уволиться из школы Ладно, ладно, ладно Будем считать это великим знаком судьбы Другой бы давно уже на нас клюнул Ну да Да, классный он у нас, классный Ленка, давай чуть-чуть подкрасимся Выйдем при полном параде Лерка, ты же знаешь, я не крашусь Ну ради такого случая можно сделать исключение чуть-чуть ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, здравствуйте Узнала Да вы что? Вот такое у меня, Лера, предложение Сделаем твоему папе потрясающую свадьбу Ну что, как идея? Конечно, конечно, понял, понял Да Ну все, договорились Да, всего доброго Вау Какая птичка Хламурненько Та-да-да-дам Полина, расскажите о своих творческих планах Ну, я не знаю, что ждет у меня в будущем Но я точно знаю, что нужно этот сюрприз испортить Грымзом Это же Рассказовский Я конкретно против Рассказовы ничего не имею Но пусть он увидит, как о нем заводятся его любимые ронеточки Может, не надо? Надо А тебе что, самой не надоели эти выскочки? Надоели Они ведут себя, как жабы Может, по-другому их подставят? Когда нам еще представится такая возможность? Времени мало Придется идти на крайние меры Я очень рада Я очень рад за их Тихо, тихо Друзья мои, тихо Прошу вас всех соблюдать тишину Дорогие мои друзья Ученики, коллеги Мы сегодня с вами собрались по весьма торжественному поводу Как вы все знаете Каждый год проводится конкурс Среди учителей общеобразовательной школы Название Лучший учитель года В этом году От нашей школы Принимал участие в конкурсе Наш Учитель Игорь Ильич Рассказов Игорь Ильич, прошу Должен вам сказать Что победить в этом конкурсе Весьма непросто Потому что в нем принимают Участие лучшие из лучших Так вот Игорь Ильич не просто участвовал в этом конкурсе И с честью И с достоинством Выдержал все испытания Но и стал победителем Заняв первое место Среди всех учителей Спасибо Дорогой Игорь Ильич От лица всех учеников Учителей Ваших коллег От лица всей школы Мы искренне поздравляем вас С победой в этом конкурсе И желаем вам Творческих успехов Обручать Вручать Этот приз Хрустального пеликана Будут ученицы Игорь Ильич Лера Новикова И Елена Кулемина Прошу вас, девочки Понимаете, Варвара Никитичевна Я вдруг Осознала кое-что Очень важное Ну что ж, наверное Это касается Ваших личных Взаимоотношений Со Славиком Да То есть, нет, не совсем Так Я поняла Нет, нет, нет Не у нас все в порядке За исключением Некоторых моментов Ага Он вас замучил стихами Или мало уделяет внимания Нет Просто я пришла К выводу Что Совершенно не готова К семейной жизни Вообще Что значит Вообще Я, Варвара Никитична Как оказалось Совсем не умею готовить Абсолютно Ой Девочка моя Да это уже легко научиться Но я даже разговор не могу поддержать Когда он начинает На разные гурманские темы рассуждать А зачем поддерживать? Ты так Кивай головой И слушай Кивай головой И слушай Я могу кивать головой Но еда Это ведь очень важно В семейной жизни Самое главное В семейной жизни Это взаимопонимание Ну и терпение Если взаимопонимания не хватает На готовить я тебе научу Правда? Да я если я такого кулинара сделаю Тебя любой ресторан шеф-поваром возьмет Спасибо вам большое Вот когда я замуж выходила Я даже не могла Утку по-пекински приготовить Мои дела обстоят Гораздо хуже Да ладно Ну омлет-то Желебый дурак может приготовить Да-да, конечно Только вы не говорите Славе Что мы учимся Не волнуйся Это будет все В строжайшем секрете Тсс А что, приз вручать не будут? Там бомба в коробке Точняк Похоже, что пеликана украли Девочки Николай Павлович, это не мы Он был целый, когда мы его сюда несли Мы его не роняли, честное слово Ну, если вы его не роняли Как же он разбился? Что? Разбили? Я так и знала Нельзя было такой хрупкий приз Ученикам доверять Мы не виноваты Николай Павлович, ну мы его даже в руки не брали Да Людмила Федоровна, вероятно, вы правы Надо было это поручить кому-нибудь из взрослых Из учителей Минуточку внимания Это хорошо, что пеликан разбился Я очень рад Серьезно Ведь пеликан принадлежит не только мне Он принадлежит всему преподавательскому составу нашей школы И частичка пеликана должна быть у каждого из учителей Вы все помогали мне готовиться к этому конкурсу Поэтому будет справедливо, если мы разделим этот приз на всех Игорь Ильич Какой молодец Ну что, куда двинем? Да без разницы Может в кафе? В принципе можно Вообще классным подставили ваших бывших, правда? В смысле? Да насчет пеликан для Рассказова Все ведь теперь думают, что это Новикова с Кулеминой приз грохнули Так это вы что ли? А что, вы думали, мы не можем за себя постоять? После того, как эти наши дорогие духи испортили? Духи реально жалко Но вы подставили не только девчонок По-моему, шутка не очень удачная Разве вам не понравилось? Ладно, Стас, ну что ты прицепился? Для блондинок сойдет Мы, блондинки, способны на многое Даже не понимаю В какой момент мог этот пеликан разбиться? Лера, ну не расстраивайся Может быть он уже был разбит Вы ведь в коробку не заглядывали? Нет Мы заглянули один разочек Но потом вышли на секунду, чтобы подкраситься И в зал никто не входил? Не знаю, вряд ли Господи, все так ужасно получилось Мы же хотели, чтобы все красиво было, торжественно Мы ведь так любим Игоря Ильича Да, и он еще раз доказал, что его есть за что любить Он благородный и находчивый человек А какой выход замечательный он придумал из этой ситуации Так что все остались довольны Лера, кстати А зачем ты папу вдруг с работы вызвала? А это сюрприз для вас двоих Он приедет, и я все расскажу Вот это круто, а! А что дальше? А дальше я не знаю Наташка без меня писала Ну-ка посмотрим, что ты там наваяла Вот здесь бы очень хорошо одна примочка подошла Какая? Рычаг тремола Чего? Жень, ты в следующий раз как-нибудь выражение выбирай в приличном обществе, ладно? Ну это музыкальный термин А в простонародье она называется чертом Нужна для изменения высоты звука Ну круто А что, без него никак что ли? Можно конечно, но этот кусок я именно с ним вижу К тому же мы не на школьной репетиции, а хотим режиссеру удивить Понятно О, давайте на это посмотрим, а? Вау, круто, смотри Тут как раз эта штука есть Да? Чужая Да ладно, что ты, Наташа Мы поиграем, на место положим, правда, Жень? Никто не узнает Давай, Наташка, давай Ага, держи Так Вот, сейчас Так Че это ты? Не играет что ли? Давай я посмотрю Тут, наверное, какой-нибудь провод отошел Делов на пять копеек Жалко Может, пока чай попьем? Я вот очень голодная Да, вы идите, я вас сейчас догоню Раз, два, три Четыре Пять Шесть Так Так Это цена вообще смешная Дешевле, чем дома праздновать Почему так? Ну вот так Им ваша свадьба нужна, как рекламная акция Не понял Ну, пап, они свое кафе засветят И вам хорошо И им хорошо Ну, пап, надо подумать Ну, пап, ну что тут думать? Ну, я же не чужой дяденька, чтобы нас обманывать Как мы? Согласны? Ну, вообще-то я очень даже не против Мы согласны Ура! Коля, ты что, дурак, что ли? Это чужая гитара Женя, а вы вообще в курсе, что в этой чужой гитаре хранится, а? Что это? Наташа, ты видела? Женя, это белый порошок Как говорится, угадай с трех раз, что это Женька, ну что ты? Ну-ка, положи на место Это может быть сильный яд Яд? Да яд Но, скорее всего, это наркотики Наркотики? Ну, даже откуда? В таком случае мы можем больше людей пригласить? Ну да, в кафе всем места хватит В общем, часть планов устроена Теперь осталось решить проблемы с тетей Любой Нужно, чтобы она поскорее освободила квартиру И тогда я с спокойной душой могу уехать в Англию Ну, по поводу твоей тетки Можешь не волноваться У меня есть план Ой, пап, брось Идея травить их как тараканов не сработает Юморист Проблему с тетей мы тоже решим благодаря свадьбе Каким образом? На свадьбу же деньги дарит И что, ты думаешь, что этой суммы хватит, чтобы расплатиться с ними? Лерочка, к сожалению, у нас нет другого выхода Он точно не запрещал Вот видишь, если бы он знал, он бы к этой гитаре на три километра никого не подпускал Так, стоп, девчонки Наташа, скажи, а кто мог его подставить? Ты понимаешь, что если бы его в аэропорту с этим взяли, то никто бы разбираться вообще не стал? Ева? Хотя да, она может Ну зачем? Зачем? Женя очень хороший способ избавиться человека на некоторое время Ну а чем он мог ей помешать? Ну я не знаю, личная неприязнь какая-нибудь Блин, и куда нам теперь это девать? Ну если честно, от этого надо поскорее избавляться Во, а давайте спустим мусор в провод Да, Жень, конечно Тут и дворник утром обрадуется Так, стоп, чего делать? Так, во всех фильмах Жень, наркотики в унитаз смывают Давайте их в унитаз смоем, а? Может быть, скажем дядя Боря? Почему? Жень, Наташа права Тем более, если его действительно хотели подставить, и он об этом узнает Он либо не поедет, либо будет всю дорогу нервничать Дим, ну как же так получилось, что девчонки разбили этого пеликана? Не знаю Ну это же великолепно Что ж тут великолепного? Во-первых, этот пеликан достался мне чисто случайно Ну во-первых, он достался бы Игорю Ну а во-вторых, я знаю Игоря Он бы ему поперек в горло стал Почему это? Потому что любой приз Это повод для зависти коллег А Игорь никогда не любил, чтобы ему завидовали Что ты такое говоришь? Это награда, честь для всей школы Да мой брательник Он если захочет, он этих пеликанов Каждый год стаями будет получать А этот был, ну, нечестный Дим, какой ты все-таки благородный Это у нас семейная Рассказов, уже ушел? Ушел, ушел С Каримовой ушел Давно? Давно, вам не догнать Что вы за человек, Петр Степанович? У него пеликан разбился, а вы? Кто? Пеликан Это подтверждает мои способности Какие еще способности? Экстрасенсорные Вот я сегодня злился, но рассказывал И вот, пожалуйста, результат Пеликана, как не бывало Можно подумать Все, что происходит на земле Только из-за ваших мыслей Не все Но основываясь опять-таки На своих способностях Могу точно вам сказать Вам с Рассказовом Ничего не светит Но это мы еще посмотрим Экстрасенс Не сердите меня А то подумаю про вас плохо У вас хвост вырастет Все, девчонки Все забыли Как будто ничего не было И самое главное Никому ни слова, ясно? Да, Наташка, не думай об этом Сейчас он все соберет Привинтит Поставит на место И никто ничего не заметит Только, девчонки Жень, Наташ Вам придется как-то Без рычага Тремл обойтись Да какой рычаг, а? Иногда от него никакой пользы А только вред один ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Бедненькая моя Даже в выходные приходится работать Сегодня постараюсь пораньше Спасибо Ничего, скоро это закончится А это что? Это каторга Я выздоравливаю Скоро появлюсь на работе Скажется же каторга Ладно, я побежала, Мака Мака, пока До вечера До вечера А у меня для мамы сюрприз Какой? Сегодня появлюсь на работе Представляешь? Появлюсь у них на этаже Без всяких костылей А зачем? Ну, представляешь, как они удивятся? А я им еще и с чертежами помогу Пап, ну, ты же на улицу еще ни разу не выходил И как ты до работы доедешь? Я могу передвигаться самостоятельно И вообще нужно верить в свои силы Ну, а на улице гололед Одно неловкое движение И хана тебе Что ты заладила? Хана, хана Сколько я буду у матери на шее сидеть? Да ты не сидишь ни у кого на шее Ты болеешь Это, между прочим, разные вещи Неужели непонятно? Понятно, понятно Может быть, я никуда еще не пойду И не о чем говорить? Вот, правильно Я надеюсь на твое благоразумие Пап, ну, я всегда тебя слушаю, когда ты меня просишь гулять недопоздна Иногда слушаешься Вот и ты меня хотя бы иногда слушайся Все, ладно, я к девчонкам побежала Пока Пока-пока Ведь мы не ангелы, живем мы на земле Дождем растаяли, как слезы на стекле Наши крылья растворились, улетят на небеса И, наверное, забыли, что не верим в чудеса По небу плыли мы не ведомо куда И растворились мы, наверное, в облаках Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса Нам, наверное, что-то снится Хоть я не ангел Но я хочу быть с тобой И ты тоже не ангел Но все равно будешь мой Но я не знаю, сколько буду в пути Я обещаю, обещаю найти Я обещаю, обещаю найти Я найду тебя Оленка, привет, заходи Сейчас мигом Лер, ты можешь объяснить, куда мы сейчас пойдем? А главное, зачем? Я по телефону из твоих намеков нифига не поняла А вот, сейчас пойдем в кафе, ты сама все узнаешь А поподробнее нельзя? Пока нельзя, но ты будешь в шоке Лер, давай колись Ну никакого покоя в этом доме нет Даже выходной Нет, вы посмотрите Ее опять принесло Девочка, а тебя не учили, что по утрам выходные неприличные беспокоят людей, а? А вас не учили, что здороваться надо? Что? Это она со мной разговаривает? Дожили Оскорбляет в собственном доме Четка Люк, алло Этот дом пока еще не ваш Ты вообще молчи Устроила тут проходной двор Ой, вас забыла спросить Кого хочу, того и привожу Вот хамка Сама хамка И друзья у тебя хамки Вот одного поля ягоды Слава богу, не вашего Что? Что слышали? Может слух поправить? Вон отсюда И чтоб дух тут твоего не было Рты закрыли? Обе? Алло Да, это я Ой, очень-очень рада слышать Ну конечно Алло Очень приятно Так, ну, вроде все Доброе утро Привет, молодежь Че с позаранкой-то? А мы вчера музыку не дописали Вот пришли доделывать Молодцы Горжусь вами У вас все получится Спасибо А я вот уезжаю Решил, что лучше быть все-таки со своей командой Понятно Когда возвращаться планируете? Ну, думаю, разлука будет недолгой А может мы вас тоже проводим? Вместе веселее Ну да, вон и сумки поможем донести Ну зачем? Всем карван-сараевый аэропорт Лишнее Оставайтесь дома, работайте Наташка, давай чмокну Так Ладно, до свидания До свидания Наташка, ты не переживай Мама приедет, мы у нее все узнаем Так, слушайте меня Сейчас едем сами в аэропорт И смотрим, как твой отец в таможне проходит Тебя такой вариант устраивает? Когда же музыку писать? Жень, ну какую музыку? Посмотри на нее Ей, вон ни до музыки, ни до танцев И вообще, пока проблем не рассосется Никто ничего не напишет Ну, тогда давайте собирайтесь А то опоздаем Давай, Наташа Слушай, Ленка, ты прости Моя тетка опять как с цепи сорвалась Да я-то что? Вот как ты с ней живешь? Ну, приходится По-моему, это нереально Ну, как видишь, моя суровая реальность Не знаю, я бы, наверное, не выдержала Кстати, а с кем она так сладенько сегодня По телефону мурлыкала Алло, алло, как я рада Это прям вообще Да кто ее знает Опять кого так муряла Аферистка хреновая Лер, зачем все-таки в кафе идем? Ты мне так и не сказала А я и не скажу Да потерпи Слушай, ну ты интригантка, а Сплошные тайны Привет Что случилось? Да ничего Он хотела тебе помочь Надо раять палубу Делать успехи С кем поведешься? Молодец А я как раз уходить собирался Так иди А я пока уборкой займусь Иду к дядь Пете. Он сегодня один в школе. Хочу поговорить с ним без отвлекающих факторов. Ты хочешь рассказать ему, кто-то есть на самом деле? Нет. Хочу сказать ему, что я не имею видов на Елену Петровну. Зачем? Ну как? Прикинь, Игорь приезжает, а дядя Петя на нее набрасывается. Хорош будет сюрприз. Да, ну ладно. Только постарайся сделать это как-то ненавязчиво. Ну, чтобы он не подумал, что ты специально пришел. Я скажу ему, что забыл книги в кабинете. Ну, я пошел. Семь футов подкилем. Ирина, я пришел, любимая. Семь футов подкилем. Семь футов подкилем. Спасибо. Семь футов. Ира, я хочу выпить за тебя Ну уж нет, Геночка Сегодня твой день рождения, вот за тебя и пить будем Знаешь, я так мечтал Отпраздновать этот день самым близким мне человеком Ну и что ж ты его не пригласил? Этот человек ты Спасибо тебе, Генка, я, конечно, очень прощена Не смейся, я очень благодарен тебе Что ты приняла мое приглашение Ну почему нет-то? Мы же с тобой друзья, по-другому быть не могу, Ген Ты меня сделала самым счастливым человеком на земле Ну все ты в своем репертуаре, да? Ты и не пробовал в театральный поступать, а? Ира, я крайне серьезен Я давно хотел тебе сказать Что ты уже народный артист? Я давно хотел тебе сказать Что я все еще люблю тебя И я верю Что когда-нибудь ты поймешь и ответишь мне Взаимностью Ген, ну зачем так долго ждать? Я тебе сейчас сказать могу Генка, ты очень хорошая Ты очень верный и надежный друг Правда Ты поняла, о чем я говорю? Ну конечно я поняла, о чем ты говоришь Генка, я тебя тоже очень люблю И наш курс весь очень любила И преподавателей просто обожала Слушай, а давай выпьем За вселенскую любовь, а? А вот и мы Здрасте Отлично, присаживайтесь Постоишь Слушайте, я так волнуюсь Хочешь, чтобы все было по-человечески Даже не сомневайтесь Сделаем все как надо На самом высоком уровне Ну да, главное ничего не забыть Цветы, музыку Ну все как полагается Да поверьте, свадьба будет незабываемой Андрей, ты так волнуешься Как будто это у тебя впервые в жизни А ты не волнуешься? Между прочим, у тебя тоже свадьба А, я как раз совершенно спокойна Лер, я что-то запуталась А чья свадьба-то? Ты что еще не поняла? Мой папа женится на зои Семеновне Вот это новости Я же тебе говорила, что ты обалдеешь Вот это сюрприз, поздравляю Спасибо Спасибо Петр Никонорович, вы только позвонили Я сразу все бросила и сразу к вам Рассказывайте, что случилось Вы меня, ради бога, извините, что я вас оторвал от дел Да бог с вами Какие могут быть дела, когда требуется моя помощь? Да нет, у меня все в порядке Правда? Ну я очень рада Тогда я вам обед приготовлю Не стоит беспокоиться Да мне так приятно для вас готовить Настоящие гени, они такие, всегда забывают покушать Бывает такое, но я хотел бы с вами поговорить С удовольствием Вы знаете, так не хватает культурного общения Ко мне заходил мой друг Друг? Да, Василий Данилович А, да-да-да Вы знаете, он очень переживает Вы меня простите, что я вмешиваюсь, но он не в себе от горя Он говорит, что у вас есть другой Да, это правда Я полюбила другого Человека Добрый день, Пёс Иванович Чего надо? А, послушайте, раз уж мы с вами встретились здесь Кого ты тут еще собирался встретить? Вообще-то я за учебниками Ох, знаем мы твои учебники Он ходит уже с накрашенными губами Вы на Елену Петровну намекаете? Тебе сейчас намекну, я тебе сейчас намекну Пётр Степанович, я хотел как раз все объяснить Иди отсюда, Рассказов Как бы от твоих объяснений тебе же хуже не было Пётр Степанович, вы очень важный сотрудник нашего учреждения Чего? Мы без вас как без рук Вы практически лицо нашей школы Почаще бы вспоминали Я вас умоляю, выслушайте меня Мне это необходимо Ну чего, чего говори Я люблю Ирину Венатову Совет вам А как же Елена Петровна? Так вот и я о том же Ее я как раз не люблю Подожди А че жена к тебе с вареньем-то все носит? Да я понятия не имею Вся школа знает о том, что мы с Каримовой женимся Я, конечно, очень уважаю Елену Петровну Но уважать-то можно Но при всем моем уважении Шансов у нее никаких Шансы твои никому не нужны Ну что ж Ладно Прощаю Живи безмятежно Вот так Я вам, Петр Степанович Крайне признателен и благодарен А можно ключики? А? Ключик А На, держи Давай Давай Крайне признателен и благодарен Ну чего Я пошел Ну Вроде все Пишите письма Непременно Каждый день по три раза Пишу и звоню Пишу и звоню Ну ладно тебе смеяться Волнуемся же О, мои фанаты Вы что-то делаете-то Наташка Ну уж ненадолго Ну доченька Вы нас извините Наташка просто хотелось проводить Что мы не усидели Хорошие у тебя друзья Ну все, пока Блин, ну что же делать, а? Да что ты так паришься Расслабься Да если папа застукает маму с этим павлином Знаешь, что будет? Да не переживай ты так Сейчас пойдем и прямо им скажем Что-то пап собирается на работу Ох, если бы ты знал Как мне все это противно Понимаете Как только я вас встретила Я поняла, что На свете существует Идеальный мужчина Что вы говорите Я никого не хочу обидеть Ваши друзья Это, конечно же, мои друзья Я не совсем понимаю И может быть у нас нет будущего Вы знаменитый писатель А кто я? Да что вы такое говорите Вы Вы такая Такая Пусть я потом пожалею об этом Но когда я вас увидела Я поняла Либо он Либо никто Любовь Кирилловна Мне, конечно, очень приятно Услышать все, что вы сейчас сказали Правда? Да, конечно Честное слово Но Это такая Неожиданность Поверьте Для меня тоже Просто как гром Среди ясного неба Дело в том, что мы С Василием Даниловичем Давно дружим И это будет Просто Видательство Как вы можете Такое говорить? Ну ведь Дружба Это святое Я понимаю Но любовь Выше дружбы Наркотики, оружие везем? Конечно, везу Музыка мой наркотик А гитара Мое оружие Так Извините Вам придется пройти со мной Устроим более детальный досмотр Ты посмотри, что творит Я вижу, что он творит Твоя идиотская идея была Мужик тупой Тупой? Зачем ты вообще ему наркоту дал? Какого чёрта Я тебя послушал Да кто знал? Кто знал? Кто знал? Вот теперь расхлёбывай Ну что Предлагаю провести данное мероприятие На следующей неделе А? Вы знаете Нет, не получится У нас ведь регистрация Только через месяц Ну да Дали время подумать Как молодым Угу Ой А ничего страшного Свадьба гуляем сейчас А распишитесь потом Ну, это как-то не по правилам А я думаю, что это условности Или у тебя есть какие-то сомнения Ну, Зою Что ты такое говоришь? Ладно Если ты согласна Тогда я тоже Правда, пап Чё тянуть-то? Заодно я смогу пораньше В Англию поехать Ну да Не надо будет откладывать поездку Ну что Если все согласны Обсудим детали Во-первых Мне, конечно Потребуются помощники Я готов Андрей У тебя будут Несколько иные задачи Ну, вы сами понимаете Такое мероприятие У нас проходит в первый раз И мы должны сделать Чудесный праздник Мы поможем Нет вопросов Ну, отлично Значит так Я тут составила список Всего необходимого Значит так Кухню беру на себя Девчонки, с вас Музыкальное оформление В этом будьте уверены Оформлением зала Займется Володя И еще нам нужен Ведущий вечера Конечно же Самый лучший И самый профессиональный Да Самый лучший И самый профессиональный А у меня есть предложение Давайте я поговорю С нашим завхозом Еленой Петровной Она такая затейница Праздник будет Незабываемым Да Ну вот видишь Никого нет Зря переживала Ну как это зря Мама же сказала Что на работу придет А если папа придет А мамы здесь нет Черт, он по-моему Здесь уже был Кто? Кто-кто? Папа Он все утро С этой штукой По дому ходил Ну значит он пришел Встретил маму И они ушли Хорошо Если мама здесь была А если здесь Этот Геннадий был? Ну Следов кровопобойщей Я не вижу Значит все пучком Ничего это не значит Давай надеяться На лучшее Оптимист блин Ладно Пошли Чего гадать Это прикольно Здравствуйте Здравствуйте Полина Можно тебя на минуту Да Конечно Полина Что ты здесь делаешь? Мы пришли Вот в кафе посидеть Ну ты же обещала Мне к завтрашнему дню Реферат Значит уроки тебе делать Некогда А для кафе Время нашлось Семеновна На сегодня выходной Прекрасно Можно целый день Посвятить учебе Да А когда отдыхать? В твоем возрасте Полина Рано уставать Здрасте Полина Здрасте Ну что Пойдем? Пойдем Вы это видели, а? Что за странная тусовка Зоя Семеновна И Леркин отец Да ничего странного Как за него замуж выходит Замуж? За Новикова? Нифига себе Это Боб Кантер Разве вы не узнали? Какой еще Боб Кантер? В паспорте написано Лагуткин Ну да Боб Кантер это Сценический псевдоним Он же музыкант Да я прошу заметить Весьма Известный музыкант Борь, нашло время шутить Я сколько раз тебе говорила Что есть места Где твои шутки Просто неуместные Че в дело? Да вот Подозрительный тип Возникли вопросы Так это же Боб Кантер В деревне Это же известный музыкант Приносит свои извинения Да кто же знал-то? Извините, а можно вас Офтограф попросить? У меня племянник Ваш фанат Вот он обалдеет Легко Вроде пронесло Пронесло Хорошо, что все нормально Кончилось Пошли Что это вас всех в школу-то нынче несет В выходной? Ах, Петр Степанович В выходные для меня просто пытка Ну вот вы, наверное, отдыхать не умеете, Елена Петровна Дома абсолютно делать нечего Все время в школу тянет Да уж Знаем мы, куда вас тянет Сегодня решила прогуляться Иду-иду Смотрю школу Ноги сами принесли сюда по привычке Только в школе настоящая жизнь То вы говорите Настоящая жизнь, видимо Один учитель истории Туда ноги-то И несли В надежде на активную, так сказать Личную жизнь Кто знает, кто знает Не исключено Так вот, Елена Петровна Хочу вам сказать Успокойтесь Оставьте надежду Вы ему не нужны В принципе, понятно Лерка очень хорошо устроилась Это ты о чем? А ты сама подумай Если жена твоего папочки работает в школе То по поводу оценок вообще думать не надо Понимаешь? Можно не напрягаться Ой, Полин Да хватит Я же что-то не замечала Чтоб ты больно напрягалась А Лера теперь может вообще расслабиться Ну вот и ты расслабься Катса тебя будет оценить Исключительно по твоим заслугам А то ты не видел, как она мяг добит Но Лерка тут ни при чем Она с нами вообще учиться больше не будет Как это не будет? Ну так Лера у нас влетает в Англию В Англию? Что ты ищешь? Ну ее пригласили там В какой-то вокальный колледж И она согласилась Вот так А что это такое вы говорите-то? Это не я говорю Это Рассказов говорит Ничего не знаю Мне он этого не говорил Ну что ж, скажет Вот он сейчас в школе Он вам лично все О, вот он и идет Игорь Ильич Вот Леночка Петровна не верит мне Сами ей, пожалуйста Объясните Елена Петровна Вы мне, конечно, извините Слушай, хватит извиняться Говори прямо, интеллигенция Все знают, что я женюсь на Каримовой А вас я Очень ценю и уважаю Но Исключительно как друга Что делать, Игорь Ильич Насильно, мил Не будешь Вот видите Я же говорил Какой вы бессердечный Петр Степанович Так я не Ну что Мир Расстроилась-то она так Видишь, Наташка Таможенный контроль Он прошел Все нормально Девчонки Я толпу осмотрел Вроде все в порядке Никто за ним не следил Ну да, Наташка Наверное, ты права Рано радуемся Давайте он В Берлине пройдет Таможене И тогда Расслабимся Да, вдруг Ева все подстроила так Что его именно В Берлине и повяжут Ну да, что типа Если его поймают за границей То проблем больше будет Наташка Ты не переживай Мы же все достали Вот что ты ее пугаешь Ну Чего стоим А, ну идем Идем уже Боря уже в самолете Можем идти Или ты хочешь Дождаться пока Он в Германии приземлится Елена Петровна Игорь Ильич Дмитрий Ильич Пойдемте в кино Елена Петровна Мы же только что Выяснили все вопросы Я кажется Внятно все объяснил Ну Мы же решили за Игоря Ильича А я хочу Пойти в кино Дмитрия А сейчас в школе Что было? Так я вам подыграла Лея Петра Степановича Вы же сами хотели Что, хорошая из меня актриса? Да Я потрясен Ну Что? Куда идем? Нет, это ты Сейчас все придумал Ну клянусь Ты еще была В такой короткой юбке Я еще тогда Влюбился в твои ноги Клянусь Прекрати сейчас же Ты все это придумал Ну что я придумал Вот они Красивые ноги Вот Нет, я тебе не сына перед дочерью Едет папа продолжать Арина Ты хотела со мной О чем-то поговорить Да, мама Дело в том, что Артем уже все уладил И В общем Мы скоро возвращаемся А, послушаю Сидите Я пойду Ну В общем Вот так вот Мне очень жаль Что вы так скоро Уезжаете Мам И мне тоже совсем не хочется С тобой расставаться Мне будет не хватать вас Тебя Внука Да и Виктора Ты знаешь, я Я так рада, что вы наконец встретились Мне как ни странно, тоже Мне неожиданно понравилось с ним общаться Ну ничего, мы теперь часто будем к тебе приезжать Ну ладно Я пойду Мне пора Попрощайся тогда за меня, Шинский И передай ему А нет Это Это будет лишнее Ну и зачем ты Стаса прогнала? Не хочу, чтобы он меня провожал Из-за Новиковой, что ли? Да, представь себе, из-за Новиковой Глупости какие Ничего не глупости Почему одним все, а другим ничего? Что все? Где она, а где ты? Вот именно Новикова в Англии С таким свиным рылом в каретный ряд В калашный Чего? Рылом в калашный ряд Какая разница? Я в шоке, что такую замухрышку мог кто-то заметить Ты что, завидуешь? Конечно Новикова будет учиться в Англии Подумаешь, что ты не видела в Англии? Это здесь ни при чем Просто меня бесит Новикова Полин, нашла из-за кого психовать Я не знаю, как ты Но лично я этого просто так не оставлю Все, уснул А где Люся? Ушла? Да, ушла Она очень расстроилась, что мы уезжаем И еще мне показалось, что Что показалось? Ну, что она больше расстроена из-за того, что уезжаешь ты Ну, я надеюсь, ты ничего не сказала? Конечно не Ты же меня просил Молоток Ну что? Ну, скажи мне Ну, что ты так с места в карьер? Чаю хочешь? Не хочу я твоего чаю Ну, ты мне сразу скажи Ну, говори Говорил Говорил Понимаешь, Вась Не все так просто Что она сказала? Понимаешь, Вась Когда Дело касается чувств Ты мне толком Можешь объяснить? Ну, ну Я тебе и объясняю В общем, когда она И я Ну, я не знаю Что мне теперь делать Ну, ты здесь Причем Ты мне прямо скажи Есть у нее мужик или нет? Ну, вот Есть Есть Кто он? Ты мне скажи Кто он? Я пойду Я его убью Никуда Ходить не надо Почему? Потому что Мужик О котором она говорила Это я Нужна срочная эвакуация Беги, любимый Беги Я тебя не оставлю Беги Ты должна спасти остальных Я люблю тебя Любимая Беги Стоп, снято Молодцы Просто молодцы Верю каждому слову Виктор Ты был бесподобен Но, Леночка Я чуть не зарыдал Я не Лена Я Кристина Ой, ну прости Но, пацаны Ты Леночка Мне все время Хочется называть Леночкой Правильно, Степнов? Мне тоже бы хотелось Ха Конечно Ты была бесподобна Но я не ожидал Это я так Не обращайте на меня внимание Ну, Никонорыч Убил Да я не виноват Она сама пришла Полно врать Да ей женщины Сами не ходят Да я клянусь Да чего они стоят теперь Твои клятвы Ты что же сомневаешься В моих словах В своих словах Я в усах своих Сомневаюсь Как ты мог Мой друг так мог поступить Да пойми же ты Я бы никогда в жизни Не позволил себе Увести у тебя женщину Но она Она сама пришла Наготовила еды Ну Она тебя еще и кормила Не в этом дело Что ты на самом деле заладил Ты пойми Она пришла А я уже Я уже не смог Я тоже Нуждаю счастья И я ответил ей Так сказать Взаимно Он ответил Да какое ты имел Право Я первый Первый С ней познакомился Да что это за глупости Первый и второй Мы были в равных условиях И она предпочла Меня Да Позорище Будь мужчиной Стыдно прятаться За спину женщины Это я позорище И это мне говоришь Ты мой старый друг Я тоже думал Что ты мне друг А ты 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 подлец Я подлец А ты знаешь Кто ты Ты Трус Ах 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 Да А он самой все из рук падает Девчонки Пока мы не узнаем Что с дядей Борей все нормально Вы даже не парьтесь Я же вам сразу сказал Ну что Как там дядя Боря Нормально все А чего так разволновались Наташа просила узнать А Папа позвонил Он уже едет в машине Прекрасно долетел Все у него в порядке А То есть нормально добрался Да Нет Ну там на таможне была какая-то заминка Но все уладили Замечательно Спасибо Вот Я же вам говорила Что это Ева Это она устроила дополнительную проверку В Берлине Слушайте Как хорошо, что мы эту дурь-то нашли Да, Коля Если бы ты не залез в гитару Ну ты еще ругалась на меня Ну извини Без тебя бы никогда Этот Евин план не раскололи Да, слушайте Хорошо, что мы на самом деле Эту дрянь в унитаз мыли Ну что Теперь пишем музыку Раз Два Три Привет 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 Ну как ты Все в порядке Да Все нормально С девчонками тасовались А ты как Нормально Все хорошо Да, хорошо И знаешь Что Не пошел сегодня на работу А, правда Ну да Понял, что не готов Переоценил свои силы Понятно Значит, ты маму не видел? Нет Это что? Нет Ничего Просто спросила Кристина, какие у тебя планы На вечер Да ничего особенного Слушай У меня к тебе предложение Давай сегодня сходим В гости к рассказывалу Помнишь такого? Мы его встречали в ресторане Он твой друг Он еще все время шутил Да, он такой Представляешь Смотрел недавно телек Он оказывается Выиграл конкурс Учитель года Круто Круче не бывает А награду получал директор Представляешь Говорят, Игоряныч заболел Вот обидно Надо проведать человека Заодно и поздравить Что скажешь? Я не против Это твой рассказ Такой легкий, веселый Ты в душе компания Мне очень понравилось Отлично Только надо заскочить в магазин Купить что-нибудь к чаю Знаете, Людмила Федоровна Я в ресторане не была сто лет Я даже не знаю Может быть я неподавающим образом выгляжу Да, не волнуйся Согласия Юрьевна Это не тот случай Мы идем в кафе Да? Угу А я полагала, что вы меня приглашаете По экстраординарному поводу Нет, что вы Совсем нет Просто мне хотелось Сменить обстановку С кем-то поговорить Я сегодня вообще не могу быть одна А мы в последнее время С вами так сблизились Я надеюсь, я вас не разочаровала? Ну что вы В последнее время Вы никого не могли разочаровать Вы настолько изменились Вы стали прекрасной Легкой Интересной Я вот смотрю на вас И любуюсь Простите меня Великодушно простите Если я вас обидела Я хотела сказать Вы здесь ни при чем Агнаса Юрьевна Просто все было напрасно Шинский уезжает Но вы же Вы же знали, что он приезжает не навсегда А в компании с Оксюбриной Знала, но я позволила себе Надеяться, что он останется Все-таки Все-таки Шинский Вам не безразличен Безразличен И теперь абсолютно Нет, Людмила Федоровна Не безразличен Всем привет Ужинаем без меня Хорошо Извини, садись, садись Я тебя сейчас все сам положу Устала? Да, чуть-чуть Много было работы? Началось поработать Конечно Чем занимались? Представляешь Сегодня утром Позвонил наш заказчик Попросил добавить Несколько деталей Да ты что? Да Уже подписанный проект? Ну да Ну ты же знаешь Так часто бывает Да уж Знаю Хорошо знаю С сожалению Волнуйся Я все сделаю Все будет нормально Да я не волнуюсь Просто я переживаю Что не могу тебе помочь Мишка Ну ты все равно Скоро поправишься Правда? Как дела? Дядя Петя нейтрализован? Он поверил, что рассказов Не претендует на завхоза? Ну это как посмотреть В каком смысле? Ну что касается Игоря То Тут может не волноваться Все в порядке А что касается тебя? Ир, скажи Только честно Тебе было бы неприятно Если бы мы С Еленой Петровной Да, мне было бы неприятно А почему? Не знаю Так, если да опять она Я с ней сама разберусь О, видите, заходи Привет Лучшим учителем вселенной Гиб-гиб Ура! Ура! Вот Решили поздравить С победой Дед У меня такие новости Ты не поверишь Что такое? В школе что-нибудь? Да нет Только что узнала Что Левкин папа Женится на Зое Семеновне А кто это? Да наша биологичка Мировая тетка Вот все к одному Так неожиданно Я обалдела Нас пригласили на свадьбу играть Лен, вот видишь Человек в любом возрасте Может найти свое счастье Это точно Я так за них рада Дед А что у тебя с лицом? Я боролся за свою любовь Приплыли Ты чего дома торчишь? А у меня выходной Ну что ж, мне каждый день пахать что ли? Не помешало бы Бери пример с меня Ой, ты что, работу нашла? Лучше Ты помнишь, я тебе говорила Про перспективного мужичка С квартирой Все такое Ну? Баранки гну Он у меня в руках И у нас все будет Что? Все? Ой В кого ты у меня такая туго думочка? И квартира И прописка И эту коммуналку Можно будет послать Ко всем чертям Так, я хочу знать Сколько это еще будет продолжаться? И чем же эта наша принцесса Опять недовольна? Когда вы прекратите Набрасываться на мою подругу? Мне уже стыдно Людей в дом приводить Людей? Это она про кого? А, она эти отбросы Называет людьми А с этой долговязой Вообще отдельная статья У нее прямо на лбу написано Что по ней тюрьма плачет Я бы попросила В моем доме Про моих друзей Так не говорить Ты все время забываешь, дорогуша Что здесь я такая же хозяйка Как и ты И поэтому не тебе Мне указывать Да чтоб вы все провалились Не стоит тратить нервы Скоро все закончится Да что ты говоришь Вы с мамочкой Собираетесь покончить жизнь Самоубийством? Очень смешно Мама выйдет замуж И мы переедем Значит это не закончится Никогда Почему? Потому что не появился Еще на свете Тот придурок Который позарился бы На тетю Любу Да иди ты Сама пошла Дорогой Игорь Я хочу поздравить тебя с этой победой Я всегда знал, что ты лучший Но теперь пусть об этом знают все Кстати, насколько мне не изменяет память Вы собирались после победы пожениться Кристина, ты гений Я совсем забыл Горько 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 Витя, перестань Не сейчас Ну почему не сейчас? А когда? Пусть у нас будет два праздника Горько 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 Витя, ну честно говоря Мы еще окончательно не решили Игорь Горько 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 Внучка поздравь меня я влюблен ты что влюблен лена и влюблен как мальчишка дедуль здоров я здоров и полон сил я сиди и кто она она это замечательная женщина я тебе о ней говорил это с которой тебя василий занялась познакомил совершенно верно и которая тебя здесь плюшками развлекал какими плюшками лена блинами блинами с пылу жару она потрясающий готов я тебя непременно с ней познакомлю а когда твой друг меня больше нет друга зато есть любимая женщина ну ты даешь ты где была смысле я спрашиваю где ты сегодня была что зато на нормальный тон ты мне что на вопрос ответить не можешь я могу ответить себе на вопрос но я не понимаю почему нужно так разговаривать доченька если у тебя что-то случилось это не повод срываться на мать твоему сведению я сегодня целый день была на работе это неправда я была у тебя на работе что у меня была в офисе сегодня да была тебя там не было понимаешь дело то что у гена сегодня был день рождения и он меня я так и знал что ты знала что за допрос и почему я не могу пообедать со своим другом день его рождения вам ты же знаешь как папа к этому относятся можно не кричать если папа об этом узнает и что они чего-то что не понимаешь я как раз все прекрасно понимаю а вот ты мне кажется в чем ты меня подозреваешь а что мне остается думать почему ты вообще должны что-либо думать взяли манеру и не лезь не лезь не свое дело делай за меня все что хочется и не думай что когда нибудь кончится все что про любовь это лично я неизменно и никем не замечено где есть радуга неразгадана мы же туда значит надо нам а нагляда что мы еще не знаем ведь мы с тобою чемпионы любви и мы с тобою в этом мире одни далеко-далеко другим чтоб никто не смог устать привет что у нас на завтрак о гренки мама приготовила нет я а ну да да маме жене когда у нее работа много работы когда она ушла я еще спала когда проснулся я уже не было ух ты какая работяга затем на уходит по у тебя все хорошо да все в порядке у меня любящая работящая жена заботливая дочь от гренки приготовила сейчас попробуем очень вкусно а ты не говорил маме о нашей тайне какой ну что я любящий муж занимается лечебной гимнастикой и может протащиться пару кварталов нет не говорила папа может не нужно тебе никуда таскаться ты не волнуйся тихо спокойно и дойду до работы только маме об этом ни слова а я люблю сюрпризы намерись наша мама тоже не хочу мне школа пара я пойду ведь мы не ангелы живем мы на земле дождем растаяли как слезы на стекле наши крылья растворились улетят на небеса и наверное забыли что не верим чудеса по небу по небу плыли мы не бедом а куда и растворились мы наверно в облаках ночью крылья словно птицы улетят на небеса а нам наверно что-то снится хоть я не ангел но я хочу быть с тобой и ты тоже не ангел но все равно будешь мой но я не знаю сколько буду в пути я обещаю, обещаю найти я обещаю, обещаю найти я найду тебя здравствуй, Петр Степанович дайте крючек давай доброе утро, Игорь Ильич а я вам растягачиков принесла утром испекла с пылу, с жару, прямо пышет понюхайте, какой аромат некая мне, Елена Петровна мне к урокам готовиться надо да куда он денется ваш урок? растягай, остынет ну может позже зайду постараюсь найти время спасибо Елена Петровна что же вы такая неуемная неужели у вас тут ни капли женской гордости нет? чего? того вам же вчера русским языком было сказано не нужны рассказывать ни ваши растягайчики, ни ваше внимание у него Каримова есть пусть она его растягаемой пичкает она их готовить не умеет так пусть китайскую лапшу ему варит и на уши ему вешает неужели вы не понимаете Елена Петровна ваши растягайчики они для гурмана для ценителя можно попробовать? что вы делаете? не трогайте понятно отравили растягай? вы что несете? еду туда подсыпали чтобы рассказово отравить ну из чувства мести из-за того что он вас отверг ну что ж есть у вас чувство женской гордости коварная женщина да что совсем умом тронулись? чего? да ничего поговорка есть такая ни ума ни фантазии это вы на меня намекаете? ну что вы что вы она не про вас фантазия у вас буйная вам бы книжки писать беспощадное отравление рассказово растягаемой из зубат а вот с умом у вас действительно туговато ну что давай по пивку? ну погоди не время еще а что тянуть то? давай обмоем это дело это дело мы будем обмывать не в этой забегаловке если все выгорит я ящик шампанского и ведро икры ставлю так давай ставь уже минут 20 как наш Боб Кантер привез гитару представляешь сколько мы на этом лохе денег срубим на шампанское хватит и на домик в деревне тоже хорошую гитарку наш знаменитый Боб Кантер увез вместительную так алло да я гитара у вас когда деньги будут? погоди да не ори говорю как пустая мы с бабушкой составили план теперь я точно знаю как сделать так чтобы Новикова в своей Англии просто обломалась то далась тебе это Новикова пусть едет учиться все таки не наше дело и еще чего чтобы какая-то голодьба в Лондоне училась фигушки и что вы придумали в общем так у моей бабушки есть хорошая знакомая ну они где-то учились вместе в школе так вот знаешь с кем она работает? главным врачом в наркологическом диспансере господи как круто вам так повезло такое знакомство любому пригодится Оль ты что не понимаешь она Новиковой может такую справку накатать что не то что за границу ее в зоопарк без предварительной медкомиссии просто не пустят какую справку? ну не знаю ну напишет мол ну что Новикова Валерия состоит на учете в наркологическом центре состояние психическое нестабильное наркоманка шпионка ну в общем все такое Алин это некрасиво очень даже красиво просто картинка ты представь я эту справку отправляю в посольство и все бай-бай Англия ты знаешь как англичане не любят когда к ним наркоманы ломятся а если проверят это твою бабушкину подругу за такие дела могут посадить все таки подделка документов ничего не посадят тоже мне проверка кстати они могут сказать что они просто ошиблись знаешь сколько Новиков в нашей стране я уверена больше чем Ивановых, Петровых и Сидоровых вместе взятых пока они будут этими проверками заниматься Лерочкин колледж накроется почему? ну как англичане они же очень пунктуальны и не любят ждать круто мы придумали правда? мне все это не нравится да ладно перестань ты что трусиха все сделаем чисто не прикопаешься ладно Заченочка я побежала давай чмоки-чмоки они гитару получили? получили но без товара как без товара? а что за подстава такая? у Боб их на живца ловит да вряд ли если бы у Боб нас бы уже давно повязали так куда товар делся? а это надо у нашего Боба спросить сдается мне он тоже любит шампанское икру в смысле? да припрятал товар и решил на нем навариться да куда он с товаром сунется? повяжут и на нас выйдут мы сейчас узнаем из первых рук Бобу позвоню алло Боб здорово ну что долетел? ничего по дороге не растерял? все в целости говоришь доставил? а вот нам говорят что не все гитару привез отдал как не все? вы о чем это? что я струны с нее снял что ли? все шесть штук все на месте не смешно Боб совсем не смешно гитара на месте но она пустая ну верно пустая а как еще по другому-то? ну это чтобы звук лучше резонировал что ты пургу несешь? не морочь нам голову не понимаешь о чем я? я начинки приятель о начинке о какой начинке? слушайте некогда мне вашими глупостями заниматься просьбу я вашу выполнил? выполнил все так что не парьте меня мозги все больше разговаривать не могу у меня вторая линия все пока да уж нашли лоха кто кого наколол я так и не понял ничего в таком деле дурачкам прикинуться не удастся может мы Кантера и недооценили но я смотрю что и он про нас плохо думает да ничего он про нас вообще не думает сдаст товары на Гавайи проживать безбедную старость блин сколько бабла потеряли представить страшно а ты не паникуй и страшным должно быть ему чего бы это хотя бы с того что ни на какие Гавайи он не поедет а вернется сюда к жене и детям сечешь к щеку вот так вот поэтому на каждого хитрого музыканта найдется свой дирижер с винтом понял? понял он нам кажется что-то там про дочку заливал да вот тут и оно вернет он нам деньги да еще и с процентами привет девчонки у меня для вас отличная новость ну выкладывай есть отличная тема сыграть на свадебной вечеринке о свадьба я люблю свадьбы а кто женится? Леркин папа Андрей Васильевич? здорово он такой хороший только получается что мы Лерке будем помогать а нам ведь этого не очень хочется делать да девчонки? ну да она как-то не очень хорошо себя ведет девчонки Лерка тут ни при чем ну точнее она при чем здесь но это все не для нее а знаете на ком папа женится? на Кат а Зоя Семене? ничего себе давайте тогда вообще мега дэнс вечеринку закатим но только для этого нужно порепетировать мы давно вместе не играли да давайте соберемся и пусть Лерка приходит только ты ей передай что мириться мы с ней не собираемся да дело дело а дружба дружбей как она к нам так и мы к ней все по чесноку ничего мне имется ладно передам во сколько тогда репетируем? ну как насчет после урока? Наташа ты как? ну ладно договорились ну что же нам еще придумать то а? а давай забабахаем сюда эркер слушай можно и света будет в Дании больше гениально Гена тогда давай сделаем два эркера спокойно спокойно ты понимаешь что говорил наш преподаватель Гиталий Семенович главное вовремя остановиться я смотрю вам здесь весело Мишка что же вас так рассмешило? а типовой проект да действительно забавный чертежик мне даже самому смешно что же вы не смеетесь? какие вы скучные ладно не буду вам больше мешать удачной работой Миша 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 ты все неправильно понял Миша ну подожди слушай ну ты и ходишь я тебе Эли догнала а ты ногу разрабатывал да? как ты себя чувствуешь? теперь это уже не важно Миша ну не нужно мы ведь просто работаем над твоим же проектом кстати ты знаешь что мы с Генкой придумали? мы 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 ты же мне с пеной у рта доказывала что никакого мы с Геной не существует а ты не цепляйся к словам ты же прекрасно знал что я одна с этой работой не справлюсь да мне пришлось тебе соврать но это же для твоего блага Миша да? да потому что я очень хотела чтобы ты не волновался спасибо ты меня успокоила все в порядке Миша просто я все дни напролет провожу со своим бывшим хахалем не смей со мной так разговаривать и вообще что это за тон а Миша? другого тона не будет ты же лгуния не хочу тебя больше видеть Миша постой пожалуйста пожалуйста мы нужно успокоиться вместе и поговорить по-человечески мы ведь не чужие с тобой друг другу люди Миша об этом надо было раньше думать ты теперь для меня не просто чужая ты же предала меня что ты заладил? предала лгуни ну зачем ты так, а? я ведь тебя очень-очень люблю а ботинки тоже из-за большой любви спрятала какие ботинки? демисезонные хотела, чтобы я дома сидел не шлялся, где попало и не видел, как моя жена хвостом крутит спасибо за заботу сегодня мы поговорим с вами о творчестве Михаила Фанасьевича Булгакова в жизни каждого мастера есть веки которые определяют его творческий путь не стоит стучаться в двери судьбы они сами распахнутся, когда придет время так было и... что вам нужно, Лебедева? а Мирослав Николаевич, мне очень нужно поговорить с Зеленовой а какое совпадение а Полине очень нужно ознакомиться с биографией Булгакова ну пожалуйста, очень-очень вас прошу ну на минуточку Ольга вы же будущая светская дама извольте облечь свою просьбу в более изысканную форму без ну и очень-очень Мирослав Николаевич позвольте отвлечь Полину Зеленову от вашего урока буквально на несколько минут позволяю отвлекайте Зеленова у вас есть ровно три минуты а мы с вашего позволения продолжим про Булгакова ты что, не могла дождаться перемены? ты понимаешь, что мне по литре трояк светит? и так придется исправлять Полин, я думала-думала пожалуйста, не делай этого очень тебя прошу что, не исправлять трояк? да я про Новикову оставь ее в покое пускай едет в свою Англию баба с возу и все такое конкуренток меньше будет эта швабра мне не конкурентка и в Англии ей нечего делать ну подумай тогда про меня если она уедет я тогда смогу замутить со Стасом отношения построить стой себе на здоровье кто тебе мешает? он все равно будет на нее коситься прежняя любовь морковь а вдруг он вообще к ней вернется пожалуйста, не делай этого ради нашей дружбы Оль, я тебя прошу не путай мягкое с теплым наша дружба это одно а мое отношение к этой лохудре совсем другое значит, ты дружишь со мной местами тут дружишь, тут не дружишь, да? Оля, я тебя умоляю, не морочь мне голову я тебе подруга и даю тебе хороший дружеский совет иди, пожалуйста, на уроки и меня не отвлекай, ладно? он мне сказал, что я хуже, чем чужая что я вручая я ведь просто для него старалась для него, для его работы я знаю, Ир просто, наверное, он один из тех мужчин, которые не в состоянии это понять не в состоянии это оценить он на меня с таким отвращением ген смотрел как будто я жаба или змея если ты змея то самая очаровательная добрая умная и красивая змейка на свете ботинки, я его спрятала какие ботинки господи, за что у меня все это нет? не волнуйся все наладится все будет хорошо Рит ты что-то ошифруешься? слушай, Рит, тут такое дело я хочу, чтобы ты поговорил с Новиковой о чем? только ты меня не вставай, ладно? хорошо, обещаю короче, Зеленова хочет Новиковой и подляну устроить у нее есть такие знакомые которые могут сделать так, что Новиковой визу в Англию не дадут какие-то такие знакомые из наркодиспансера они могут такую справку состряпать что Новикова замучается доказывать, что он не верблюд и не наркоманка ну, Зеленовой масштабы зачем ей это надо? откуда я знаю? бесится просто но самое главное что никакой колледж после этого Новиковой не светит я хочу, чтобы ты ее предупредила а почему ты сама не можешь это сделать? ты что? она меня слушать не станет ах, ну да, вы же теперь конкурентки из-за Стаса типа того так ты с ней поговоришь? поговорю слушай, а ты не дура хочешь Лерку в Англию отправить чтобы под ногами не мешалась, да? ну, хотя вы молодец, что сказала спасибо дмитрий, весь в делах весь в заботах даже свободной минутки нет ко мне заглянуть, Растегаев отведать ну, понимаете, Елена Петровна я понимаю, я понимаю вы вообще очень понятливая поэтому пирожки сюда принесла и чай вот в термосе крепенький с сахаром Елена Петровна, ну, что вы делаете? у меня урок через пять минут сейчас ученики придут да вы быстро пообедаете за пять минут управитесь знаете, как я у меня растягаю? сами во рту тает вот, тесто на одних желтках лучок пассеровало вы пообедаете и быстренько никто ее не заметит да вы хотя бы попробуйте Елена Петровна ну, вот что вы сделали? вы мне журнал испачкали извините я пойду, Игорь Ильич приятного аппетита Лер, можно тебя отвлечь? валя, это у меня уже от этой алгебры башка пухнет может, ты мне что-нибудь приятное скажешь? надейся это еще хуже, чем алгебра я кое-что узнала про Зеленову что такое? ты увидела в раздевалке что у нее растет хвост и режутся рога? и копыта в ее дьявольских планах не пустить тебя в Англию интересно и как же это она собирается провернуть? да я не знаю у нее какие-то крутые связи в наркологическом диспансере и они могут сделать одну справку и она полностью испортит твою биографию для посольства какая-то такая тема интересненько а откуда ты знаешь? да так услышала один разговор блин, вот зеленого коза что же мне теперь делать? предупрежден, значит вооружен ладно, не страшно не будут же в посольстве верить всяким анонимным письмам, правильно? а все остальные документы у меня в порядке надеюсь зеленого, конченая стерва надо же было до такого додуматься слушай, Рит, держись от нее подальше, ладно? у нее, по-моему, с головой что-то не то да мне это что? это у нее на тебя зуб вот пусть у нее этот единственный зуб и останется а остальные все пусть повыпадают от злости и у Лебедевой тоже а Лебедева тут при чем? да я уверена, что они все это вместе придумали да нет, Оля не такая все они одинаковые ладно, Рит, спасибо тебе за информацию пойдем на урок сегодня мы с вами хотели поговорить хотели выяснить так, а это что такое? чьи это запасы на зиму? кто это сделал? Соболев? нет, не я так, а кто? у вас есть 5 минут, чтобы добровольно признаться а что будет тому, кто признается? ну, если улики будут уничтожены в течение минуты, то ничего о-о-о, так это ж мои пирожки а я забыл, куда их положить э, не гони, это я их там затырю не-не-не-не мои пирожки ну что ж, на чем мы с вами остановились мы хотели поговорить об отменнике по основу права ой Петр Неконорович, вы извините я немножко опоздала ой а что это у вас с глазом, а? да, ерунда бандитская пуля на вас напали бандиты? да нет, это я так, фигурально ну, просто поссорились с приятелем слово за слово, вот заработал фонарь признайтесь, спор был из-за женщины не скрою из-за прекрасной женщины ой, Петр Неконорович вы настоящий рыцарь я думала, в наше время таких мужчин уже не осталось вы меня захваливаете впрочем, что же мы стоим-то пойдемте на кухню, попьем чайку сейчас Лена придет, я вас наконец познакомлю ой, Леночка, внучка ваша я так хочу ее увидеть вот уверена, у такого видного дедушки и внучка должна быть ого-го она у меня ого-го и спортсменка и красавица да я вам сейчас ее фотографию покажу пойдемте ты видишь, кстати, прямо около моего дома открыли отличный солярий вообще, о-о-о слышь, Зеленова и разошли во все посольства справки о том, что у тебя крайняя степень дебилизма и клиническая агрессия ты что наделала, тварь, зачем ты ей все рассказала ах, тварь, а говорила мы с тобой подружки газеты драной подружка, поняла, стукачка не ори, помады размажутся пошла вон, вон пошла и сказала, предательница кто еще первый предал вот я на рынок зашла по дороге к вам, яичек деревенских купила, сальца кусочек квашеной капустки не стоило себя утруждать ой, а мне не трудно, наоборот, даже очень приятно такого мужчину вкусным обедом накормить ну, спасибо большое да пока еще не за что вот отобедайте и оцените мое стряпню так, сейчас мы с вами тесто поставим щей с квашеной капустой наварим и пирожков напечем как вы вкусно рассказываете может быть, вам чем-нибудь помочь? да чего тут помогать мы к этому делу привычные я, знаете, с измальства у плиты сестренкам, братишкам еду готовила удивительная женщина давайте я хотя бы картошки почищу буду вашим поваренком Елена Петровна, вас что, радикулит скрутил? давайте я вам помогу ну, какой радикулит? о чем вы говорите? я разрабатываю свое тело чтобы в него легче проникали энергетические силы из космоса а, слушайте, да я испугалась знаете, с вами не соскучишься ну, право, со мной не скучно а я, собственно, поэтому к вам и пришла Елена Петровна, не хотите побыть у нас на свадьбе томадой? на свадьбе? настоящие а баян дадут? а вы умеете играть? нет а зачем баян? ну, чтобы скучно не было так вы согласны? нет ну, я, конечно, женщина компанейская, веселая шутку люблю но свадьбу должен вести настоящий профессионал это да ну, где же его возьмешь? а я вам телефончик дам замечательная женщина социальный работник на праздниках, банкетах, свадьбах собаку съела она что, кореянка? ну, почему кореянка? она мама Милославского вот такая женщина да? спасибо, я ей позвоню только а вдруг она откажет? да не откажет, она изумительный человек ну, если хотите, давайте я позвоню мне не сложно хочу, Елена Петровна я знала, что вы мне поможете вот что значит тело открытое энергетическим потоком я его за руку взяла он вырвался от меня смотрит, как на врага народа мужики всегда найдут кому приревновать понимаешь, мы над этим проектом и днем и ночью сидели а вот ночью зря, Ир ты же знаешь, как этот Гена к тебе относится? да нормально он ко мне относится нормально не надо мне пройти отношения рассказывать просто он профессионал хороший въедливый такой настырный знаешь, как старался? так это он ради тебя старался ну, даже если так мы уже Мишкину работу не запороли не запороли мы знаешь, как ее облизывали? как конфетка я бы с этими чертежами до сих пор бы еще копалась сидела ну так что получается? Миша плохой, неблагодарный а Гена добрый, хороший? да нет, они оба хорошие а для кого ты и хорошая, Ир? выбирать надо ты что ли с ума сошла? как выбирать? куда я без Мишки? а он без меня? мы же с ним за это время родными людьми стали, понимаешь? я-то понимаю только теперь надо, чтобы это Гена понял ну, скажи мужику не мучи его а что я ему скажу? да и не надо ничего говорить просто перестань общаться и все ну, вот как с глаз долой и сердце вон слушай, ну не по-людски как-то, а? да, жестоко зато честно а это ты? хорошо а, ты чего такой напуганный? ваша завхозиха меня совсем решила со свету сжить замучила а, чем же она тебя так замучила? да вот растягай мне на сливочном масле ммм бедненький ты, несчастненький посмотри, что она с моим журналом сделала вот ты скажи мне, как химик историку чем вот эти вот пятна можно вывести? да, вот эти уже, наверное, ничем да ты не расстраивайся, а? ну, потерпи немножко скоро Игорь приедет и все твои мучения закончатся так я и хочу, чтобы все было хорошо все было спокойно пост сдал, пост принял а я шарахаюсь здесь по углам, как первоклассник слушай, а у меня есть идея ты завтра, когда в школу придешь сделай вид, что ты Игорь ну, как будто бы ты раньше вернулся чем думал гениально молодец верти дырку на кителе чего вертеть? дырку на кителе ну, это морское выражение в смысле получишь орден за гениальную идею а А, Елена Петровна, я сегодня приглашу в гости на ужин проведу предварительную беседу поможешь? ну, да, конечно ну, ладно, Дима, я пойду вечером увидимся давай пока о, вон девчонки пришли ага я сейчас к ним здрасте мамочка, привет привет, Зайка а у тебя все хорошо? да а почему ты спрашиваешь? потому что у тебя очень глазки красные вид усталый вы что, с папой поругались? да я с ним не ругалась он в контору пришел накричал на нас с Генкой и очень меня обидел я вообще не понимаю что с ним происходит мам, зато я понимаю пока вы с Геной в ресторане сидели папа был в конторе ой, Боже мой Господи я так и знала, что так все и будет на нем самого утра не было лица так это ты его ботинки спрятал, да? чтобы он из дому не ушел я так боялась, что он глупости наделает мамочка, ну ты пойми, что он так поступает потому что очень тебя любит а ты по ресторанам ходишь это было-то один единственный раз в жизни, Ань Господи, какая я дура какая я дура слушай, мне нужно срочно с ним встретиться и объяснить ему все, правда? мам, ты ему сто раз уже все объясняла ну будь сто первый скажу, что люблю его и что очень виновата перед ним мам, у нас сейчас репетиция это недолго ты меня, пожалуйста, дождись пока кофе попей а потом вместе домой пойдем, давай? хорошо какая же ты у меня умница такая взрослая ладно, я пойду давай Димочка как вам мои растягайи? восхитительно волшебно волшебно умопомрачительно просто мы, то есть я буквально за минуту их все умял вот я же говорила, что мои пирожки просто тают в рту да знаете в знак благодарности вам и вашему кулинарному таланту я хочу вас пригласить сегодня на ужин ну что вы какой талант ну что вы не придете? конечно приду прекрасно тогда жду вас с нетерпением но я не знаю сколько буду в пути я обещаю обещаю найти я обещаю обещаю найти я найду тебя я найду тебя я найду тебя лен лен, пожалуйста передай Лере чтобы она отодвинулась от микрофона потому что он фонит лер отодвинься пожалуйста от микрофона Аня говорит, что он фонит ну хорошо так лучше, Аня теперь нормально? да, спасибо, Лен девчонки а давайте пропустим в ангелах второй припев девчонки я с вами же разговариваю Лерк не обращай на них внимания наши девчонки если рогом уперлись их уже не переубедишь да мне все равно главное, чтобы папу на свадьбе нормально отыграли ну, здесь ты не волнуйся халтурить никто не станет ну и отлично а то, что они со мной не разговаривают даже к лучшему неужели? да, меньше слов больше дел а куда мы идем? в магазин? ни в коем случае запомни, деточка если ты хочешь приготовить достойное блюдо то продукты нужно покупать только на рынке ага так, так, так алло да, я вас слушаю ой, здравствуйте Елена Петровна свадьбу? ой, да с удовольствием ага а сколько лет врачу ищемся? ух ага а сколько гостей будет? так ага а где банкет? хорошо хорошо спасибо, Елена Петровна так ну что ж занятия по кулинарной переподготовке сегодня отменяются как жаль а что случилось? а срочный заказ нужно подумать над сценарием поговорить с заказчиком а знаешь что? пойдем-ка мы с тобой туда вместе а вот по дороге я тебе расскажу несколько сногсшибательных секретов а, это вроде тех что пельмени нужно в кипящую воду бросать, да? ну да даже лучше ух, здорово конечно идемте но все это зависит от множества вещей конечно же один секрет я вам могу открыть как у вас вкусно пахнет дедуль о, Ленок наконец-то а у нас гости знакомься это Любовь Кирилловна та самая замечательная женщина о которой я тебе говорил да уж замечательная я я в шоке Леночка здравствуй твой дедушка тебе столько рассказывал очень приятно познакомиться а в каком классе ты учишься? что это с ней? а? не обращайте внимания эти подростки они такие непредсказуемые и потом может девочка устала в школе еще чайку подлить? нет, нет спасибо задачу понял, боец? а что тут не понять? тогда повтори беру еще одного работаем быстро аккуратно никакой мокрухи никого не калечить припугнуть можно но только осторожно и шифроносы не забудь нечего рылами светить ну это само собой когда можно начинать? сегодня вечером по темноте действуем по плану машина будет наша все ясно слушай а не крутовато ли мы берем? может того припугнуть и все? а за просто припугнуть таких денег не возвращают не дрейфь отдаст бабло мы ему тоже все вернем Ленок, ну что случилось? ничего ну а если ничего может быть выйдешь извинишься перед любовью к Кириллу? сейчас бегу и спотыкаюсь ты меня удивляешь ну что за хамство? дед, прости я просто просто плохо себя чувствую ну что в школе устала пойдем с нами чайку попьешь я не выйду отсюда пока это не уйдет Лен не это а любовь Кирилловна дед, прости давай потом поговорим ладно? где мой рюкзак? курточка на видное место ну довольно таки правдоподол пеком в душ а я ее встречу так проходите Елена Петровна вы здесь а где Дмитрий? а дело в том, что елена Петровна здравствуйте рад вас видеть какими судьбами а я вот только что с дороги устал чертовски но вас очень рад видеть Ирина мне рассказала что вы хоронили нашу маленькую тайну Игорь Ильич вы вернулись? да и очень соскучился а вы меня не рады видеть? нет, нет очень рада а где Дмитрий? ну морской брат вахту сдал сухопутный брат вахту принял Димка уехал на службу и всем просил передать привет а вам особенно большой и особенно горячий правда? да говорит всех так полюбил что даже и уезжать не хотел так сказал полюбил и меня и вас конечно а вас особенно как друга и коллегу по работе как друга и коллегу очень жар жарь что он уехал ну сколько же можно здесь дрейфовать и якоря мочить якоря мочить это это предсказка вашего брата да но не только все моряки так говорят а я все-таки столько времени провел на корабле нахватался словечек знаете признаться у меня была идея провести свадебную вечеринку в гавайском стиле знаете это очень актуально на западе но посмотрев на ваш интерьер я подумала и решила что здесь нужно что-то более аутентичное как нам с вами повезло а то знаете в зубах навязли все эти свадьбы с гармошкой и похищением невест не беспокойтесь у вас будет особенная вечеринка может кофе пока не откажусь сейчас сделаем так ну что ж конкурсы мы будем проводить здесь кстати надо будет заранее подготовить реквизит да Светочка работа не в проворот придется нам отложить наше занятие занятие как интересно а вы тоже учитесь на томаду это секрет но вам я признаюсь Варвара Никитична согласилась подучить меня кулинарному искусству я признаться совершенно не умею готовить так мне нужно ничего откладывать если вы не против я могу продолжить ваше обучение в дидактическом материале у нас недостатка не будет посмотрите сами какое мы меню на свадьбу отгрохали ух ты здорово спасибо вам большое не убивайтесь вы так Петр Никанорч обычное дело в этом возрасте ну взбрыкнула девочка с кем не бывает у меня у самой дочь подросток я знаю что говорю да Лена тактичная и деликатная девочка и все эти связанные с переходным возрастом штуки мимо нее прошли вы не представляете какая она умница она просто не по годам развитый ребенок ну не ребенок она уже вы поймите а девушка со всеми вытекающими проблемами да не было у нас никогда никаких проблем вы так говорите потому что для вас она самая лучшая самая любимая и это правильно но поймите Лена просто-напросто ревнует кого ревнует вас ко мне она же видит что что вы мне безразличны это типичное поведение для подростков психологи так говорят вот погодите она еще начнет про меня всякие небылицы рассказывать какие ну ерунду всякую глупости гадости чтобы привлечь ваше внимание только вы на нее за это не сердитесь ладно это скоро пройдет ну надо же и пироги вы готовите изжимительно и разговаривать с вами одно удовольствие да еще так тонко детскую психологию знаете ну что вы такое говорите совсем засмущали меня это все комплименты нет это правда и кроме того вы еще очень красивая женщина забросили мы лень а там осьминог лучше раритетный компас века так семнадцатый не иначе жаль что не осьминог почему а я к нему привыкла уже можно сказать даже полюбила ой извините что опять не так ну а что родная тетка не может поболтать с племянницей дайте-ка подумать нет не может она только ругаться умеет лерочка ну что ты ворчишь ты лучше вот что мне скажи а вот эта девочка дилда в смысле подружка твоя что она за человек она отличный человек умная честная смелая а вы на нее бросаетесь постоянно как бешеная честно и говоришь посмотрим а вам зачем если не секрет надо если спрашиваю о узнаю родную тетку а то вы меня чуть было уже не испугали а что это вы Елена Петровна такая грустная а че все лица вам и самому особенно радоваться нечего да это почему же потому что пока вы свои роветиты со дна ковыряли Ирочка клеилась к вашему брату это не может быть уж вы мне поверьте я это дело сразу просекла поэтому старалась не оставлять их наедине ради вашего блага спасибо за заботу интересные новости Елена Петровна вы меня извините но мне кажется нам нужно с Ириной побыть наедине думаю нам есть о чем поговорить конечно конечно я пойду дело семейное а вы уж постарайтесь сильно не ругаться чего по молодости не натворишь я пойду вы меня не провожаете ну а этот попробуй с брусникой дед да не хочу я не люблю сладкое но любовь к Кириллу наготовила старалась она захомутает тебя старалась понятно и больше ничего ну опять дед я знаю ее давно это Леркина тетка про которую тебе рассказывал она стерва и грымза то что она Леркина тетка не делает ее еще ни стервой ни грымзой и вообще Лен что за выражение это я еще мягко выразилась ну в общем все понятно ты просто ревнуешь да не ревную я она реально на голову больная твоя эта Кирилловна знал бы ты как она с Леркой дома обращается ну Лерка тоже наверное немножко преувеличивает подросткам это свойственно вот ты тоже из мухи делаешь слона а все пройдет и все наладится да ничего у нас теперь уже не наладится вот дает а фантазерка какая а если бы она Игорю это рассказала думаю он бы тебя устроил точно ну надеюсь теперь Лена Петровна успокоится вообще-то ты знаешь женщина она хорошая добрая просто сериалы очень любит а знаешь что давай чтобы до конца ее убедить разыграем завтра сценку ревности а что давай небольшой скандал с эффектной сценой примирения в конце концов она ведь этого и добивалась папа папа мы дома странно где этого Телефон не отвечает Слушай, что-то мне все это не нравится, Аня Подожди ты, не переживай Может он просто пошутил Ну а если он все-таки из дома ушел? Что нам теперь делать им? Кого это там на ночь принесло? Ничего не проявишь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Как ты себя чувствуешь? Плохо. И выглядишь, что-то тоже плохо. Да ты тоже не очень. Слушай, я всю ночь не спала и обзвонила все, что можно. Я ума не приложу. Где он может быть? Мам, давай ты не пойдешь на работу, а? А там ты уже знаешь, сколько дел. Столько дел. Мам, ну от тебя все равно там толку сейчас никакого нету. А ты права знаешь. Я Генке сейчас в офис позвоню, скажу, что не пойду сегодня на работу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушаю. Миша? Да, это я. Миша, ты что, в офисе? К чему ты удивляешься? Я был тут всю ночь. А что ты там делал? Не поверишь, работал. Сам себе удивляюсь. Так соскучился по чертежам и расчетам. Слава богу. Ты в порядке. Мишенька, ты там сиди, пожалуйста, ладно? А я сейчас приеду, хорошо? Так, я нормально выгляжу? Мам, подожди, я не поняла. Ты что, с папой говорила? Ну, с папой, конечно. Он в офисе, он нашелся, все нормально. Да, он не ругался? Почему он должен ругаться? Ну, на что ему ругаться, Ань? Так, где моя сумка? А, там, все, я побежала. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но я не знаю, сколько буду в пути Я обещаю, обещаю найти Я обещаю, обещаю найти Я найду тебя Жень, ты где там плетешься? Тебя ждать? Давай, звоним, звонок. Чего время терет? Так, еще пять минут, начнем опаздывать. Да ладно, фигня. Что у нас первого? Физкультура? Еще не хватало сломя голову, но и физкультуру бежать. Что ты меня порой удивляешь? Жене опаздывать хотя бы некрасиво. Извини, я забыла, что ты у нас воспитывался в Букингенском дворце. Да ни в каком-нибудь Букингенском. Просто терпеть не могу, когда кто-то опаздывает. Стоишь, ждешь, как дурак. Ну, не переживай, шуба найдет чем заняться, кроме как нас ждать. Ты вообще жмешь, а? Они мы уже три раза открыли. Да жму. Дай я попробую. Ну, попробуйте, конечно. Я же забыл, что в вашей семье здесь замечательная традиция давить на звонки. У тебя же это в любом случае лучше получится, чем у меня, наверное, да? Ты молчи, я не слышу, он вообще работает, нет? Вот работает. Так, Женя, отойди, я еду. Коль, ты что делаешь? Чего делаю? По дверь стучу. Коля, долбиться точнят бесполезно. В Липатовых никого дома нет. То есть как нет? Наверное, Наташа срулила в школу. Не, нормально, мы же вместе договаривались. Ты это мне говоришь? Привет, Ленка, я думала, ты зайдешь сегодня. Да нафиг? Опять твой отчет карать начнет. Слушай, Лер, она случаем не рассказывала ни про какого нового ухажера, а? Господи, тебе-то это зачем? Ну, надо, расспрашиваю. Вспомню, может, хвасталась, что кого-то подцепила. Ну, да, слышала, там какой-то идиот хочет на ней жениться. Жениться? Угу. Так и знала. Ну, типа перспективный мужичок. Она мечтает на него переехать. Как какой-нибудь очередной лох педаль. Лох. Прикинь, тот лох мой дед. Чего? Ты что, серьезно? Миша, привет. Ой, привет, Ариша, заходи. Слушай, как приятно тебя видеть веселым, а? Теперь я таким буду всегда. Ну, здорово. А я постараюсь сделать все, чтобы ты таким был как можно чаще. Угу. Что тут у нас? Михаил, а ты как здесь? Если ты помнишь, это мой офис. А, ну да, 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 конечно. Ира, посмотри. А я, ну, я просто как-то не ожидал. То есть, так ты поправился? Как видишь. Хорошо. Ироч, Ира, доброе утро. Доброе утро, Гена. Ну, что ж, будем работать втроем. Да ладно, Ленка, не переживай. Папа сказал, что после свадьбы отдаст деньги за квартиру Гущина, и они свалят. Вот именно. Иди теперь есть куда свалить. К нам. Вот гадина, а. Ну, везде без мыла пролезет. Да, не хотелось бы мне с тобой породниться. Ну, в смысле, не таким образом. У меня есть идея. Нужно, чтобы дедушка твой узнал, какую змею пригрел. Так что все решим, не переживай. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить тебя, Гена. Большое спасибо тебе за помощь. В работе над проектом. Заходи как-нибудь. Будем рады. Как это понимать? Так и понимать. Твоя помощь в проекте пока больше не требуется. Ах, вот как. Миша. Но это не серьезно. Это очень серьезно, Гена. Ты, может быть, не в курсе, я человек ответственный. Я не могу взять и бросить на полпути работу. Ты помогал в проекте, пока меня не было. Теперь я здесь. И твоя ответственность больше не требуется. Ну, раз на то пошло, тогда этот вопрос сможет решить только шеф. В своем отделе все вопросы решаю я. Не ты меня назначил на проект, не тебе и снимать. Так что пока работать будем втрою. Значит, этот вопрос без шефа я пока решить не могу. Совершенно верно. Тогда я решу другой вопрос, как начальник отдела. Ирина, я даю тебе отпуск. Ты можешь идти домой. Конечно. А я же... Ирина, ты достаточно поработала. Я даю тебе отпуск. Счет сверхурочный. Так что, Гена, пока будем работать вдвоем. Ты и я. Ну, как дела, девочки? Как устроились? Вас найдут, это я вам обещаю. Успокойтесь. Будете вести себя хорошо, останетесь живы. Кто вы такие, что вам нужно от нас? Кто мы такие, неважно. Сядь! Ваш муж нам кое-что должен. Пока не отдаст, вы отсюда не уйдете. Откуда вы вообще знаете моего мужа? Что у вас может быть общего? Очень много лишних вопросов. Что он вам должен? Деньги? А вот это вот не ваше дело. Вы еще не знаете, с кем вы связались. А будете продолжать в том же тоне, я тебе рот заклею. Алло, Лагуткин. Молчи и слушай. Твоя семья у нас. Что? Ну-ка, детка, поговори с папочкой. Не трогайте ее, она не может говорить. Дайте мне трубку. Алло, Боря! Боря, нас похитили! Я ничего не понимаю. Дай им все, что ты им должен. Молодец. Ну что, Лагуткин, понял? А теперь думай. Субтитры сделал DimaTorzok. Жень! Женька, стой! Короче, Наташи не было на урок. Я ей отправила смс от 10, она не отвечает. Чего не отвечает? Звони. Тишина. Домашняя есть? Набирай. Тоже молчит. Блин, а! Не нравится мне все это. Думаешь, ее отца поймали? Не знаю. Жень, мы выбросили же все. Ну а что тогда? По-моему, наш план не сработал. Таможню не прошли, а гитаростал получать. И его на чем-то там и повязали. И если Наташкина мама и Наташа узнали? То ломанулись за ними в Германию, спасать его. Ну а что ж теперь делать? Так, стоп. Надо найти телефон Наташины мамы. У кого он может быть? У Степнова. Она его тренировала по актерскому мастерству. Замечательно. Тогда к Степнову после занятий идем, да? Слушай, давай сейчас пойдем. Сбежим с уроков. Просто очень мне неспокойно. Ну давай. Как у вас дела, Ирина Ренатовна? Спасибо, хорошо. Да? Такое впечатление, что не спали ночью. Да нет, спала. Да? Что вы говорите? Что вы говорите? К вам же, Игорь Ильич, приехал. Такое событие в личной жизни. А, да, точно. Я совсем забыла. Мы же с ним поссорились. Забыли? Заработалась и забыла. Угу. Поссорились с любимым человеком и забыли. А что тут такого? Да у меня столько работы, с ума можно сойти. Вот и вылетела из головы. Странно, странно, Ирина Ренатовна. Очень странно. Да, я удивлена. Так строишь? Я кому сказала, построиться? Белута, а ты меня слышишь? А что, сразу Белута? А тебе что, нужно особое приглашение, да? Ну, было бы неплохо. Тебе мало двоек в четверти, да? Виктория Дмитриевна, а почему вы только Белуту ругаете? Что он вам сделал? Равняйсь! Смирно! На первый, второй раз считайся. Первый. Ну, Виктор, давай что-нибудь придумаем. Здесь надо что-то другое, понимаешь? Спасибо. Глеб, это все не то. Глеб, может, я буду прихрамывать? Нет, это не то. Угу. О! Слушай, давай будет хромать Кристина. А где логика? Я же в аварию попала, не Лена, не Кристина. Не Лена, прости. Да пойми, да в этом-то и соль. Это такой художественный прием. Почему посторонний на площадке? А ну, живо отсюда! Наташа, значит, та гитара, которую папа принес перед отъездом, в ней вы нашли наркотики. И смыли в унитаз. И папа ничего не знал об этом. Наташа, значит, вы мне-то об этом ничего не сказали. Ну, значит, так. Денег таких у папы нет. Наркотиков нет. И здесь нас никто никогда не найдет. Замечательно. Игорь Ильич! Здрасте. Здравствуйте. Ну что, вы вчера разговаривали с Ириной Ренатовной? Да, мы поговорили. Ну и? Что ей? Ну что она сказала в свое оправдание? Ну, мы все обсудили. Все в порядке. Спасибо за сигнал. И всего-то. А что еще? Вы так легко об этом говорите. Такие вещи легко не прощают. Может быть, вы к ней охладили? Нет, нет. Я не простил Ирину Ренатовну. Я сделал ей внушение. Я ее только что видела. Сидит, как ни в чем не бывало. И даже не расстроена ничего. Нет, уверяю вас. Ирина Ренатовна очень раскачивается в случившемся. Да. Что-то я вам не верю. А вы точно Игорь Ильич? Кристина, да? Давай попробуем требующий роман. Коля, надо что-то делать. Нужно привлечь внимание Степнова. Вдруг Наташке помощь нужна. Женя, надо бы им как-то перерыв устроить. Кристина, ну попробуй хромать. Ну, Кристиночка. Кристина, давай вот так. Ну, Кристино. Ну, дорогая моя, ну, Кристиночка, ну кто ж так хромает? Такое ощущение, что ты ногу, что ли, никогда не ломала? Черт! Бери мне 10 минут! Кристиночка, ну что ты тут делаешь? Виктор Михайлович, это очень срочно. Что случилось? Понимаете, нам нужен телефон Ольги Сергеевны. Как? Мама Наташи, что ли? Ага. Да. Вы, знаете, вы и наберите. Если она трубку возьмет, вы дайте нам телефон. Что ты с Наташей? Еще не знаю. Нет, не берет трубку. Женька, труба. Что случилось? Что вы присетесь? Виктор Михайлович, это ужасно. Женька, подожди. Виктор Михайлович, короче, там история такая с наркотиками. Чего? Ну-ка, пойдемте отсюда. Пять влюблено. Пять влюблено. Слушай, у меня такое ощущение, что я оглох от этих свистков. Ну почему она к тебе постоянно цепляется? Да, ко мне все преподы цепляются. Как будто тут что-то личное. Да ничего личного, дура она, вот и все. Слушай, пойдем в столовку. Ты знаешь, я цепочку в раздевалке оставила. Ну тогда вернемся. Нет, ты иди в столовку, а я тебя сейчас догоню, хорошо? Ну давай. Виктория Дмитриевна, можно поговорить? О чем? Вы можете не кричать? Ну а если вы по-другому не понимаете? Я хочу поговорить о Белуте. Мне кажется, вы только одного его постоянно ругаете. Ну, у него появился защитник? Да я потому что не могу на это спокойно смотреть. Вы постоянно на него кричите, а ему ведь нелегко. О, это с какого такого перепугу? Потому что он из неблагополучной семьи. Что? Это кто тебе сказал? Ну, он сам и сказал. Еще сказал, что у него папы нет, а мама только и делает, что целыми сутками орет. С утра до ночи. Орет? Мать орет с утра до ночи? А что мне остается делать? В каком-то смысле? Да в таком. Я его мать. Зачем вы все выбросили? Нет, а по-вашему, что мы должны были сделать? Надо было поговорить с отцом Наташи. Наташа думает, что он в этом замешан. Какая чушь. Как вам вообще этот бред мог в голову прийти? Да мы только потом узнали, что он ничего не знает. Виктор Михайлович. Потому что он гитару от нас не прятал. Да и на таможне не нервничал. Не надо предполагать ничего. Надо поговорить с самим Лагуткиным. Ну да, поговорить с ним, конечно. Только его повязали уже. Опять? С чего ты взял, что его повязали? Ну а где тогда Наташа с мамой? Не знаю. Надо ему звонить. Вить, ты готов? Давай на площадку. У вас же есть телефон Баба Кантера? Ну есть. Дайте, пожалуйста, номер. Позарец надо. На. Дайте, я быстро. Ну почему как стебно, так сразу бардак? Блин. Может тогда тем более перестать на него кричать? Да как же. Ты же видишь, он мне все время хамит. Ну это просто способ защиты. Хочется, не хочет. Все время влипает в какие-то истории. Ну что-то в милиции стоит. Меня вообще слушать не хочет. Ну тогда вам тем более нужно найти другой способ, чтобы с ним договориться. Ну да. Он меня ненавидит. У меня сегодня день рождения. А меня родной сын не поздравил. Да поверьте. Билет, то есть Степа, он не такой плохой. Вы знаете, что он стихи пишет? Стихи? Нет. Вот видишь, ты даже лучше его знаешь, чем я. Да он бы вам с радостью рассказал. Просто он стесняется. Так как будто говоришь, что я моем сыне. А он мне постоянно пакости делает. Видите ли, он не хотел, чтобы я шла работать в эту школу. А что мне делать? За ним глаз на глаз нужно. Я так все время боюсь, что он влепнет опять в какую-нибудь историю. Попадет в милицию. Кстати, он за последнее время ничего такого противозаконного не делал? Нет. Ой, Господи, на это ухлеб. Ты знаешь, я очень рада, что ты с ним общаешься. Хорошо. Спасибо. Нет, честно. Только я тебя очень прошу, ты не говори ему, что я тут тебе рассказала. Хорошо? Конечно, обещаю. Я очень рада, что мы поговорили. Вы оказались не такой, как я себя представляла. У вас с сыном все будет хорошо. Ну, я пойду. Орет. Борис Николаевич, Степнов говорит. С вами все в порядке? Виктор, ты... Извини, не ожидал твоего звонка сейчас. А почему это тебя интересует? Как у меня дела? И с какого перепуга? Просто тут девочки ищут Наташу и никак не могут ее найти. Ай, так и знал, что не удаст эту историю от кого скрыть. Ай, с девчонками не разлей вода. Слушай, тут такое дело, я не знаю, как тебе и сказать. В общем, слушай сейчас вот и по возможности не перебивай. В общем, да, и физиономию-то попроще сделай, если кто рядом находится, чтобы ничего не поняли, что к чему. В общем, так Наташу похитили. Ольгу тоже взяли в заложники. Вот, ну это я накосячил, понимаешь, что из-за меня. Да, ну ты там девчонкам только ничего не говори, а то они с перепугу там наболтают, где не попадя. Виктор, ты меня понял сейчас? Может быть. Я-то нет, я понимаю, что ты сейчас предложишь мне в милицию обратиться, ну это первое, что приходит в голову, но нельзя, пойми. Эти сволочи выставили такое условие, что если я ментам хоть слово скажу, они им Ольге и Наташке голову подкручивают. Так что ты вот никаких действий сейчас не предпринимай, понял? Да, да, да. Да, в общем, короче, слушай внимательно. Телефон могут прослушивать, поэтому поговорим при встрече. Я в Москве буду завтра утром, билет я уже взял, так что приеду, встретимся. А в чем проблема? Может быть, я могу чем-то помочь? Все, Виктор, я сказал, приеду в Москву, приезжай, я тебе все объясню. Ну, что? Что случилось? Наташи какое-то время не будет. А почему? Она уехала? Почему она ничего не сказала? Не знаю, ничего не знаю. Это их семейные дела. Какие еще дела? Да, у нас репетиция, нам на свадьбе играть. Короче, репетицию надо отменить. Придумайте какую-нибудь уважительную причину, а завтра... А завтра, может быть, все выяснится. Все. Давайте, не рвут их нам. Ну что, Елена Петровна, не поверила? Похоже, нет. И мне не поверила. Что делать? Да надо с этим как-то кончать. А то она своими подозрениями всю твою конспирацию испортит. Какие идеи? А давай у нее на глазах разыграем сцену. Это как? Ой, ну что бы вы, мужчины, без нас женщин делали? Померли бы со скуки. Это точно. Значит так, ты со мной не разговариваешь, ходишь на меня обиженный, а после уроков идешь домой один. Один. Дима, а я такая к тебе бросаюсь и говорю что-нибудь, а ты кремень. Мне не отвечаешь, разворачиваешься и резко уходишь. А дальше я сама. Да, Жень, все это очень подозрительно. Как ты думаешь, что дядя Боря сказал Степанову? Завтра узнаем. Ну, по-моему, что-то серьезное. Ты видел, как у Степного лицо вытянулось? Да, он как будто испугался. Так что, Жень, давай без самодеятельности. А то еще что-нибудь напортачим. Слушай, а что мне девчонкам сказать? Да ничего, придумаем что-нибудь. Так, сегодня на репетицию не ходи. Замотай горло шафром, скажи, что ты заболела. Играть вообще не можешь. Понятно? Блин, ну не обидеться. Да ничего не обидеться. Репетицию отменен, и никто не заметит, что Наташи нет. И искать ее никто не станет. Женя, трепать не поменьше, ладно? Все, пошел. Игорь, подожди. Ирина Ринатовна, в нашей школе к учетям принято обращаться по имени-отчеству. Так что, будьте любезны, обращайтесь ко мне, Игорь Ильич. Игорь, Ильич! Ирина Ринатовна, а что случилось? Елена Петровна, только вы мне можете помочь. Хорошо. Хорошо, милая, пойдемте. Ну, только не переживайте. Пойдемте. А у меня мама с папой помирились. Я так рада. Хочу маме цветы купить. Вон как раз магазин. Зачем? Ну, как зачем? Представляешь, как приятно, когда цветы дарят. А давай ты своей маме тоже подаришь? Ага, сейчас. С какого это перепуга? Мне всегда же повод нужен. Да не, Аня, фигня все это. Ну, ты же говоришь, она на тебя постоянно орет. Так вот, изменить мне отношения. И она сразу орать на меня перестанет. Ну, ты же ее сын. Покажи, как ты ее любишь. Ну, хотя бы раз в сто лет подари маме цветы. Фиг ей. Ну вот, а потом ты жалуешься, что дома жизни нет. Ань, да бесполезно все это. Ну, ладно, тогда сделай это ради меня. Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу. Блин, Ань, какая же ты упрямая, а? У меня денег мало. А я тебе добавлю. Скажи, что от нас обоих подарок. А она знает, что мы общаемся? Знает, знает. Ну, вот и отлично. А она какие цветы любит? Розы? Ну, не знаю. Наверное. А я фиалки люблю. Фиалки? Да. Игорь, привет. А я тебя жду. Привет. А меня зачем? У меня в тебе очень серьезное слово. Да? Говори. Только ты здесь. А где Кирилл? Она в школе еще. Позвать? Не, не надо. Очень хорошо, что у нее дела. Я хотел бы поговорить тет-а-тет. Без свидетелей. А, ну, пойдем ко мне? Пойдем. А, ну, пойдем ко мне. А, ну, пойдем ко мне. И перезаразить. Пока. Пока. Нет, нормально. Значит, репетиция отменяется. Я правильно поняла? Все мне ясно. Решили меня кинуть? Лера, ты что несешь? А что нет? Вы что, не видите, что она врет? Заболела она. Наверняка сидят у Наташки и записываются. Конечно, кино важнее, чем свадьба моего отца. Меня вы, значит, гнобите. А девчонкам Наташа с Женей вечно все с рук сходят. Это я, значит, группу бросаю. Слышь, Стас? М? С тобой все в порядке? Ну, что? Ну, не знаю. Ты с Лерки вообще глаз не сходишь. Ну, она такая красивая. Здрасте, приехали. Что, жалеешь, что расстались? Ну, обидно, что так все вышло. Да, девочка, конечно, просто класс. А когда злится, она такая красивая. А что злится? Опять в группе поругались? Ну, да. Девчонок эпидемии надвигается. Эти переругались. Лебедев и Зеленовы не разговаривают. Этим-то что делить? Понятия не имею. Молчат, как партизаны. Может быть, чаю? Большое спасибо. Ирина Ренатовна, ну что случилось? Представляете, меня оклеветали. А! Боже мой! Не может быть! Кто-то сказал моему Игорюшке, что я заигрывала с его братом. Неужели в нашей школе есть такой подлый человек? Да у меня с Дмитрием никогда ничего не было. А Игорь мне не верит. Ну, не надо так переживать. Дело молодое, все наладится. Елена Петровна, вы скажите ему, что между нами ничего не было. Нет-нет-нет, я не могу вмешиваться. Это не мое дело. Как же не ваше дело? Дмитрий только вами интересовался. Пироги ел ваши. А как нахваливал? Пироги? Охваливал. Говорил, что всю жизнь мечтал о такой хорошей хозяйке. Есть еще на свете понимающие мужчины? Он только о вас и говорил. А как жалел, что не может остаться. Жалел? Приятно. Ладно, беру Игоря Ильича на себя. В каком смысле? Завтра пойду и популярно объясню, что ошибочка вышла. То есть, кое-кто кое-что неправильно понял. Понимаете, ведь каждый может ошибиться. Да, конечно. А вообще я подозреваю, кто вас оклеветал. Есть у нас в школе один подлый человек. Это Петр Степанович Гаврилов. Да бог с вами. Он-то тут при чем? Что значит при чем? Сколько лет подлец ел мои пироги, ел и врал, ел и врал. Елена Петровна, какие пироги? Он же вообще не в курсе. Милочка моя, поверьте моему печальному жизненному опыту, им и в курсе быть не надо. Знай себе, клейщик в своем удовольствии. Да. Ну, что за жизнь у меня такая? Девчонки подставили, со Стасом я поссорилась. Сейчас приду домой, там тетя Люба будет мозг мне высасывать. Кстати, а есть идеи, как деда от нее спасать? Ну, с самого простого, то пойдем ко мне домой, тетя Люба начнет орать, а ты тихонько включишь диктофон. Зачем? Потом деду эту запись привьяю в качестве вещественного доказательства. Эх ты, дочь полковника милиции, не сработает. Да было же ты, запись-то дедушку поверит. Да не в этом дело, она сейчас передо мной как шелковая будет. Ничего, ненадолго ее хватит Диму очку из себя корчить, все равно натурой подлой полезет. Буцелана и что-нибудь попей. Держи. Слушаю вас. Что, Стасик, грустишь в гордом одиночестве? Не хочешь проводить девушку домой? С какой-то целью. Ты один, тебя все бросили. Тебе какое дело? Я же понимаю, что ты с этой блондинкой встречаешься, чтобы Лерку позлить. А знаешь, что ее еще больше кипеть? Ой, погай, даже скорее это тайна. Если ты со мной будешь встречаться, вот от этого она реально успеет. Даже не мечтай. Почему? Ты не в мою вкус. И чем же я так нехороша? Понимаешь ли, мне нравятся девушки неприступные, гордые. А я? А ты вешаешься на всех без разбор. Ой-ой-ой, прям так на всех без разбор. Раздражаешь мечты, никто ты не понимаешь. Кто-то рассказал тебе... Девочки, хорошо, что пришли. Пойдемте чай пить. Тетя Люба, вы здоровы? Это же та самая Ленка, по которой тюрьма плачет. Лера, ты что такое говоришь? Вы же ее ненавидите. Лерочка, у тебя плохое настроение? С чего ты взяла, что я Лену ненавижу? Это же и так ясно. Ты что-то путаешь. Я же вижу, хорошая девочка, из приличной семьи. Смотри, как запела. Девочки, пойдемте пить чай. Леночка, чувствуй себя, как дома. Ты дома? Ага. А чего так рано? А мне наш папа отпуск дал. А сам он где? На работе. Один? С Геннадием. Ничего себе компания. А вы помирились? Да. Ходит по офису, песни поет. Ой, мамочка, какие же вы молодцы. Мама, это тебе. Ой, спасибо, дочуренька. Спасибо тебе, солнышко мое. Ну, так что, может быть, раз мы обе дома, так праздничный ужин папе приготовим? Хорошая идея. Давай, раздевайся. Кушайте, девочки. Лемочка, клади сахар. Что же вы, тетя Люба, не рассказывали мне, что вы себе жениха нашли? Я думала, тебе неинтересно. Ну, почему же? Это же дедушка моей подружки. То есть, самые Лены, которые вы постоянно выгоняете из моего дома. Лерочка, ты что говоришь? Я всегда рада твоим друзьям. Тетя Люба, не парьте мозг. Ты как выражаешься? Что подумают о нас наши гости? Воз заливают. И зачем вам, Петр Неконорыч, постыдились бы пожилого человека обманывать? Ой, деточки, любви все возрасты покорны. А твой дедушка, Лена, очень симпатичный мужчина. Кто б сомневался, с московской-то пропиской квартиры. Лена, мне обидны твои слова. Мы просто полюбили друг друга. Ой, Наденька пришла. Пойду открою. Убедилась? Она теперь добренько прикидывается. Да, я ее недооценивала. Но ничего, она долго не выдержит. Угу. Ради деда она в лепешку расшибется. Вот сволочь. Сначала бросалась на тебя, как собака, а теперь сюси-пуси, коза. Короче, дело такое. Когда Кантор улетал в Германию, ему какие-то чуваки подсунули гитару. А в ней полно наркотиков. Подробности не знаю. Но дальше круче. Наши пионеры-герои, Платонов, Алехина и Лепатова, находят эту дрянь и лучше не придумывают, смывают в унитаз. Представляешь? В унитаз? В унитаз. Детский сад. Я тоже им сказал, надо было сразу рассказать Наташкиному отцу. Но они испугались, они подумали, что Кантор тоже в этом замешивает. Ну, дела. А теперь Наташа и ее мама с заложниками. Надо что-то делать. Ну, надо, конечно. А что? Пока никто не знает, кроме Боба, Платонова и Женьки. Никому говорить нельзя. Завтра Кантор прилетает, будем решать. Во сколько? Он прилетает в восемь. Встречаемся у него. Хорошо, я все понял. Кто это у тебя, мам? Лерка с подругой. Ты что, ты с ним ничего не гоняешь? Тихо ты, потом узнаешь. Сделай так, чтобы Лерка вышла из кухни. Зачем? Надо, потом узнаешь. ой, девочки, а что же вы не едите, ничего? Спасибо, нам пока жить хочется. Лер, а можно тебя на секунду? Че тебе? поговорить надо, это важно. А что, при всех никак? Нет. диктофон выключи. на стол положи. А теперь слушай меня, со мной тягаться бесполезно. Я ведь как противотанковая мина, дедочка. Так что хвост-то прижми. Да что вы себе позволяете? Сидеть. Хочешь деда настроить против меня? Хочешь рыпаться? Я его так настрою, что он с тобой не будет разговаривать до конца жизни. Да если дед узнает? Узнает, тебе же хуже будет. Не лезь против меня, кишка тонка. Теперь ввали отсюда, чтобы без фокусов, поняла? Я со Стасом сегодня разговаривала. Потрясающая новость. Он мне рассказал, почему у вас все так вышло. Я тебе так сочувствую. Интересно, почему? Ну, он с тобой так нехорошо поступил. Я не об этом. Чего ты гонишь? Стасу давно нравится Лебедева. Чего? Понимаешь, он не мог придумать, как тебя бросить. Ты что, совсем обалдела или как? А ему так-то фартило. Ты уезжаешь в Англию, он тебя бросает, сделал тебя виноватый, а сам остался добренький и несчастненький. Ну, что? Пора домой? Да, рабочий день закончился. Тогда я пошел. Хотя, вообще-то, надо немножко задержаться. Давай доделаем этот сегмент. А этот сегмент до завтра подождать не может? Насколько мне известно, у вас в последнее время был очень плотный график. Совершенно верно. Я полагаю, вы оставались работать с Ириной по ночам, чтобы успеть вовремя закончить проект? Именно так. Похвальное рвение. Полностью его поддерживаю. Продолжим работать в том же режиме. Так что все будет по-моему, как я хочу, поняла? А если я узнаю, что ты деду что-то плетешь про меня, пожалеешь, что на свет родилась. Что, до завтра? Леночка, всего хорошего. Знаешь, шеф, я завтра в школу не приду. Ты все продолжаешь в ссору играть? Уже не нужно. Я все уладила. Да нет. Тут такая странная история. Я ничего не понимаю. Может, поможешь с этой працей? Рассказывай. Мы тут со Степновым пытаемся одно дело разрулить. Со Степновым? Какое дело? Сначала объясни мне, кто такие Борис Сологулкин, отец Наташи Лепатовой и Боб Кантера, и чем они между собой связаны? Да это же один и тот же человек. Папа Наташи Лепатовой из Ронеток. Он скрывается? Нет, почему? Он известный музыкант. Его настоящее имя Борис Лагуткин, а Боб Кантер – это его сценический псевдоним. А я голову ломаю. А почему ты решил, что он скрывается? Да я пока толком не разобрался. А ты расскажи поподробнее, что там у Степнова стряслось. Может, тогда станет ясно? Давай я завтра узнаю все, поточню. И тогда уже я посуду. Ты уверен? Ну, хорошо. Тогда я пойду. А поздно уже. Я тебя провожу. Здравствуй, Милый. Привет. Это тебе. Ты тоже сцепля. Что значит тоже? А кто еще? Наша дочь нам купила цветы. Правда, здорово. А, ну да, конечно. Ну, наконец-то. Пошли скорее, у нас для тебя сюрприз. Только чур закрыть глаза. Что вы опять затеяли? Глаза закрывай, сам все увидишь. Ой, девчонки, спасибо. Ну, садись, садись. Ну, раз уж я вот куску, вот так каждый день буду вам готовить. Ну, рассказывай. Ну, как день прошел? Отлично. Очень хорошо поработал. Ну, много успели сделать сегодня? Очень много. Я думаю, что скоро закончим проект. О, ты. А все-таки как здорово ужинать все вместе, правда? А кто хорошо работает, тот хорошо ест. Угу. А с чего начнем? Слушай, как все-таки я соскучился по работе. Бидоныча заселился. Кстати, этот Геннадий. Хороший специалист оказался. Ну что, с праздником? Ура! 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 Я это есть не буду. Почему? Вы что, опять с девчонками шоколадок наелись? Дед, какие шоколадки? Это гущина приготовила. Да, гущина. И очень вкусно. Я лично три тарелки съел. Да ты с этими тарелками уже рехнулся. Она крутит тобой, как хочет. Да ты и рад. Ну ты опять начинаешь. Я сегодня была у Леры. Так ее тетка мне такого наговорила. Она не женщина, а бандит какой-то. Лен, ну прекрати. Ну сколько раз говорить? Я не хочу ничего слышать. Я что, тебе чужой человек, что ли? Ты кого больше слушаешь? Меня или эту Грымзу? Я имею право на счастье и на личную жизнь. Дед, да пойми. Ей нужна твоя жилплощадь. Ну что за чушь? Любовь Кирилловна бескорыстный человек. Чистая душа. Да я помочь хочу тебе. Я же люблю тебя. Ты уже взрослая. Что за сцена ревности? Не ожидала я тебя. Не ожидала. Субтитры сделал DimaTorzok Дед, дед, ну давай поговорим, а? Ты опять? Ну что я могу поделать, если ты меня не слушаешь? Ну что я тебе, маленький мальчик, что ли? Сам без тебя не разберусь? В том-то и дело, что ты взрослый человек. У тебя есть недвижимость и квартира в Москве. Ну и какое отношение к этому имеет квартира? Для тебя, может, никакое. Для нее только в путь. Не, ну если ты мне не веришь, можешь сам убедиться. Вот скажи, например, что твоя квартира на самом деле не твоя. И то, что ты оформил дарственную на меня, и она по документам принадлежит мне. Это еще зачем? Ну ты скажи все. Ты от этого же ничего не теряешь. Посмотришь на ее реакцию. И смыли все в унитаз. Унитаз? Блин, откуда вообще в Китаре наркотики? Не знаю я. Сейчас придут ребята, может быть, подробнее расскажут. Вот. Кстати, может быть, кто-нибудь из них? Здрасте. Здрасте. Ну вот мы пришли. А у вас тут военный совет? Ага. В филях. Так, ребят, давайте подробнее. Что за наркотики, откуда они взялись в гитаре? На бис. Взяли мы эту гитару. Смотрим, не играет она. Я на самом деле думал, контакт какой-то отошел. Взял гитару, открыл, крышку, а там... Да, там пакеты с чем-то белым внутри. И вы их в унитаз? Угу. Ну да. Да, осталось найти того, кто их таким образом чудесным туда засунул. Короче, понятно только одно. Кто-то хочет тебя поставить. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. Дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы не бедом, а куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не отъел, но я хочу быть с тобой. И ты позже не отъел, но все равно будешь мой. Но я не знаю, сколько буду в пути. Я обещаю, обещаю найти. Я обещаю, обещаю найти. Я найду тебя. А я всю ночь не спала. Все думала. Ты знаешь, Наташка, я подумала. Папе все равно нечего отдавать. Так что придется нам самим кумекать, как отсюда выкарабкиваться. Может быть, даже придется с ними поговорить. И, может быть, даже что-то им предложить. Здрасте, деда. Вот ваш завтрак, чтобы не загнулись. Я могу продать квартиру, чтобы вернуть деньги. Или квартиру в Германии. Не, не пойдет. Знаю я эту кухню. Нотариусы, опекунские советы, тягомотины. А мы что потом, все время скрывайся? Не пойдет. Больше нам нечего вам предложить. А ничего предлагать и не надо. Вы успокойтесь, отдохните, расслабьтесь. А вот ваш папашка, вот он пусть подсуетится. Ленка, ну как? Фигня полная. Почему? Ты запись делай показывала? Да если было бы, что. Как так? Я же сама слышала на тебя. Вчера тут Люба так орала. Ну, орала. А пользы от этого никакой. Она сразу вычислила мой диктофон и заставила выключить. Да ты что? Вот блин, а я думала, что все на мази. Я же все это время с Наденькой общалась. Кстати, что она от тебя хотела? Ну и лучше не спрашивай. Знаете, мы тут подумали, что может быть это Ева. У нас же у вас были какие-то конфликты. Точно. Она ведь все время мне гайки крутила. А теперь, когда узнала, что я нашла работу за бугром, решила окончательно кислород перекрыть. Даже если так, то в милицию идти все равно нельзя. Конечно нельзя. Суна с ментовку и Наташке с Ольгой хана. Слушайте, ну может вряд ли у них на всех глаз хватит, а? В каком смысле? Ну, может они не будут за всеми следить? Да вон, давайте мы с Женькой сходим в милицию. Да вон, к Леркеному отцу. Точно. Я буду пока оттянуть время с похитителями, чтобы дать им время на поиски. Не, ну а все-таки, что Надька тебе молола? Она, наверное, специально тебя вызвала, чтобы меня с этой Грымзой на ледине оставить. Ну, ясен пень. Понимаешь, вчера Стас в кафе сидел? Ну, да, но я вообще особо не приглядывалась к нему. А что? В общем, они с Наденькой говорили. И знаешь, что он ей рассказал? Ну? Что, оказывается, все это время им нравилось Лебедева. А я это была так, для развлечения. Да ладно. Слушай, ну, может, она опять врет? Врет. Ты вспомни, когда Лебедева в класс пришла, как он на нее пялился. Помню. Ты его еще в бок пихала. А теперь видишь, как все обставил? Что, типа, это он обиделся, а я во всем виновата, что мы с ним расстались. Вот козел, а. Ну, ничего. Я ему сегодня устрою. Мало не покажется. Здорово, Стасян. Потерял что? Да, потерял. Ну, давай помогу искать. Что потерял? Девушку. Сейчас, сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Так, так, так. А какого она роста была? Больше сантиметра или меньше? Больше. Угу. Гуцул, я серьезно. Все-нибудь всю ночь не спал, все думал. Ой. Только не говоришь ты про Леру? Ну, надо, наверное, подойти поговорить. Ну, помириться может. Да пойми, меня ничего, кроме нее, не интересует. И ты думаешь, ее это остановит, да? То есть, как только все она это услышит, сразу забудет про Англию. Лебедева тебя простит. Не знаю, но попробовать стоит. Ну, ну. Только я вот что тебе скажу, старичок. Ранетки эти наглую, двинутые. И я бы тебе не советовал этого делать. Только настроение испортишь. Да оно у меня и так. Уже некуда. Доброе утро, Людмила Федоровна. Это кому как. А я надеялась, вы придете в прекрасном настроении. С чего вы это? Или вы думаете, что общение с Шинским должны сделать из меня безумную 16-летнюю школьницу? Ну, хотя бы 25-летнюю. Вот, полюбуйтесь. Это его рук дело. Какой изысканный знак внимания. Духи. Ну, что же вы так расстраиваетесь, Людмила Федоровна? А чему я должна радоваться? Он ему все равно уедет. А я потом буду им пользоваться и каждый раз расстраиваться. Нет, я их просто вообще открывать не буду. Агнат с Юрьевной. Отвати ее. Вам подарю. Нет. Нет, нет, я не могу принять. Это же ваш подарок. Всем привет. Здравствуйте, Виктория Дмитриевна. Что это у вас сегодня какое-то радостное настроение? А меня сын вчера поздравил с днем рождения. А у вас был день рождения. Ну, что же вы, голубушка, молчали с прошедшим вас? Спасибо. Я не думала, что это такое уж важное событие. Даже сын меня три года не поздравлял, а тут цветы подарил. А я знала, что у вас праздник. Ну, я заучу, я должна все знать. И мы даже приготовили вам подарок. Вот, примите от всего нашего коллектива. Спасибо большое. Это так неожиданно. Ну, вы вчера промолчали. Я подумала, может, вы не хотите афишировать. Или еще там чего. Да нет, спасибо. Мне очень приятно. Поздравляем. Спасибо. Андрей Васильевич, ну, что вы скажете? А что тут говорить? Сначала думать надо. Это никому не вредно. Даже вам. Почему сразу ко мне не пришли? Да просто Наташа думала, что отец ее замешан в этом. И что вы арестуете его? Ну, и дура. В смысле, ход ее мыслей, конечно, понятен. Но если бы она ко мне пришла, как к отцу своей подруги, а не как к полковнику милиции, мы бы с этим разобрались бы без всякой нервотрепки. Вообще, мне бы с ним самим поговорить. Вы знаете, он думает, что за ним следят. Это возможно. А что еще он думает? Ну, что у него есть враг, который... То есть, которая могла бы его так подставить. Уже лучше. И кто же этот доброжелатель? Певица. Ее зовут Ева. Уже кое-что. Ева. Надо бы ее проверить. Андрей Васильевич, она сейчас на гастролях в Америке. Ничего. Директора ее тряхнем. Подружек, любовников. Главное начать. Как говоришь, Ева ее зовут? Да. 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 Чего улыбишься? Рад, что все так удачно сложилось? Как сложилось-то? Ты о чем? Стас, не строй из себя, идиоты. Можно подумать, что ты не понимаешь, о чем я. Не понимаю. Зачем крутил со мной? Мог бы сразу мне сказать, что тебе всегда нравилась Лебедева. Я даже не рыпалась бы в твою сторону. Так дело в Лебедевой. Ну, вообще-то она мне никогда не нравилась. Я с ней только, чтобы тебя позлить. Вообще, я хотел помириться. Помириться? Стас, ты что издеваешься? Издеваешься, тварь в уличном. Подонок. Значит, помириться хотел? А со мной так для скоки? Поматросить и бросить? Ну ты, козел! Ты что, помирился? Да, зря тебя не послушал. Ладно, пойдемте, проветриться надо. Аня! Привет. Здрасте, Виктория Дмитриевна. Анечка, мне вчера Степа подарил цветы. Признавайся, это ты ему насоветовала? Да нет, что вы. Вы же просили ему не говорить о вас. Вот я и не говорила. Ну, у вас день рождения был, может быть, он к празднику. Это хорошо, что ты ему ничего не говорила. А то я вчера так расчесывалась, чуть даже не расплакалась. Боялась, что зря. Получается, что не зря. Получается, что он сам вспомнил, да? Видите, Виктория Дмитриевна, он у вас не такой плохой, как вы о нем думаете? Конечно, не плохой. Он же мой сын. Как я могу думать, что он плохой? Просто, просто мне с ним трудно. Но все равно спасибо, Аня. Да мне-то за что? Ну, за то, что ты благотворно на него влияешь. И не отпирайся. Благодаря тебе Степан становится все лучше и лучше. Спасибо. Я вот тут подумал, мы же с Евой нормально поговорили, без всякой вражды. Может, это не она подстроила, а? Ну, а кто тогда? Какие-нибудь вообще левые типы, которым нужно было передать наркотики. Насколько я понимаю, сейчас неважно, причастны Евы или нет. Главное, это спасти жену и дочь. Это точно. А номер не определяется. Наверное, эти подонки. Да, алло. Да, это я. Да, один. Да. Я знаю, где это находится. Про милицию я помню, иначе бы давно уже туда сходил. Козлы. Встречаемся в ресторане. Мы пойдем с тобой. Нет, они сказали, чтобы я никого не приводил. Никого или милицию? Милицию. Вот именно. А мы не милиция, мы обыкновенные посетители. Сядем в сторонки и будем контролировать. Точно. Привет. Привет. Слушай, я хотел тебе сказать спасибо. Ну что ж тебя останавливает? Да ничего. Спасибо. Нет, за что? За что спасибо? Ну как за что? За то, что ты подкинула мне такую классную идею с цветами. А, вот оно что. Ну и расскажи, как все прошло. Ну, я подарил ей цветы, она взяла их и расплакала. А сегодня с утра не то, что голос не повысила, даже завтрак накормила. Ну вот видишь, как все хорошо. Ты почаще так делай, может вы вообще помиритесь. Слушай, Ань, а давай вместе сидеть. Я не против. Тем более у нас сейчас с Женькой отношения натянутые. А вот и отлично. Что, Бел, теперь с вами будешь сидеть? Что? Ты же, Семенов, в отличники метишь. Вот тебе будет полезно сидеть с Алёхиной. А что, нормально. Эй, Алёхина, ты теперь со мной будешь сидеть. Товарищ полковник, задержанный Соловьёв по вашему приказанию доставлен. Заводи. Есть. Свободен. Есть. Николай Владимирович. Может быть, вы мне объясните, по какому поводу меня арестовали? Да вы не кипятитесь раньше времени. Присаживайтесь. Вас не арестовали, а доставили для разбирательства. С вами что, грубо обращались? Да нет. Ну вот. У меня к вам пара вопросов. А эти свои вопросы вы по телефону не могли задать? Вопросы, связанные с похищением людей, любезный Николай Владимирович, по телефону не задают. А-а-а. Так вы об этом. Да никто его не похищал. Он с ней сам добровольно уехал. Стоп. Кто уехал? Когда? И какое это отношение имеет к Бобу Кантору? Кантор? Самое непосредственное. Он вмешивался в их отношения между Евой и Матвеем. И? И поэтому она перекрыла ему все гастроли по России. Угу. Понятно. А когда его пригласили в Германию, она решила сорвать ему концерты и там. А вот это я не знаю. Как там развивались их события, и я не в курсе. Понятно. И про наркотики вы тоже, конечно, ничего не знаете. Ну ничего от вас не скроешь. Ну было дело. А у нас же история. Я знаю, но истории сегодня не будет. Тихо! У вас свободный урок. Сидите и занимайтесь чем хотите, только так, чтобы вас в коридоре не было слышно. А что бы нам просто не уйти? Потому что Николай Павлович не знает, что Игоря Ильича нет в школе. Я вас очень прошу его не выдавать. Ладно? Я на вас надеюсь? Слушай, я тогда под это дело сгоняю к папе на работу. А как же? Да я тихо, незаметно. Никто не увидит. Ну давай. Ну может быть один раз, может быть два раза она травку курила. Да и давно это было. А я ведь вас не про травку спрашиваю. А это меня не касается. Это ее личное дело. Как это личное? Вы же ее директор. Ну что с того? Я должен бегать и доставать ей дозу? Может быть сама она где-то и доставала. Это мне неизвестно. Так уж и неизвестно. Да говорю вам неизвестно. Что-то я себе слабо представляю известную певицу, которая ездит по злачным местам в поисках дозы. Может вы все-таки что-то скрываете? Да ничего я не скрываю. Ну да отстаньте от меня. Отпустите. У меня столько дел, полно. Николай Владимирович, я вам советую успокоиться и еще повспоминать. Может у нее друзья какие-нибудь были по этому делу. Забирай. Гражданин, пойдемте. Это противозаконно. Это самоуправство. Какое самоуправство? По закону мы имеем право задержать кого угодно на пять часов без предъявления обвинения. Так сказать, для выяснения личности. А там как пойдет, можем и обвинение. Какое обвинение? Да вы с ума сошли! Я буду жаловаться! Это ваше право. Но я вам советую успокоиться. Силы вам еще понадобятся, Николай Владимирович. Уводи. Ну что, принес? Нет, не принес. Как это? А что тогда пришел? Мы думали, ты хочешь семью свою выручить. А оказывается, нет. Я пришел все объяснить. Объяснить? Он пришел нам все объяснить. Ну давай, объясни. Наркотиков у меня нет. Понятно. Объяснил. Товара нет, значит, деньги есть. Ты же ее толкнул. Чего не толкал? Денег тоже нет. Дети нашли наркотики в гитаре. Выбросили их в унитаз. Чтоб меня на таможен не загребли. Слушай, ты что несешь? Зачем детям гитару разберут? Так случилось. Такое так просто не случается. Хреновую ты отмазку придумал. Ты что, не понимаешь масштабы всей катастрофы? Тебе что, еще разок объяснить? Все я понимаю. Я ничего поделать не могу. Короче, если хочешь своих увидеть, вернешь товар. Ясно? Ты чего? Я их знаю. Кстати, они меня тоже знают. Пойдемте. Пап, ты представляешь, что наша родственница сегодня учудила? А нам... Слушай, Лера, мне сейчас не до Любы. Тут у Наташи проблемы посерьезнее наших. Какой Наташа? У нашей? У нашей. А какой фига ты ее проблемы решаешь? Она на репетицию к твоей свадьбе не пришла? Не пришла. Женя тоже не пришла. Сидят, небось, себе вдвоем музыку к своему фильму пишут. Никакую музыку Наташа не пишет. И Женя тоже. Откуда ты знаешь? У них что, что-то случилось? Ну, с Женей, слава богу, ничего. А вот Наташу... Наташу похитили. Как похитили? Вот так. Похитили и... В общем, я пока больше ничего сказать не могу. Вера, ты тоже языком-то не особо. Скажите мне только одно. Ева к этому причастна? Угу. Конечно, причастна. И Адам к этому причастен. Они как яблоко съели, так и понесутся. Очень остроумные. Это что, вопросы идиотские задаете? Мне нужно дня два, чтобы найти деньги. Я тут уже другое разговариваю. Только с недвижимостью вариант сразу отпадает. Дегомотин много. Все эти нотариусы, маклеры. А нам нужны живые деньги. И срочно. Я понял. Все соберу. Придется друзей занимать. Слушай, ты нам нажалось, не дави. А то у нас и нет. Значит так, мы завтра тебе еще разок позвоним, узнаем, как проходит сбор день. А то ты еще что-нибудь учинишь. Ну что, они еще там? Там, а вы почему не зашли? Там и зашли, и сразу вышли. Я их узнал. Кого? Этих двоих? Да. Ну, сейчас нужно узнать одну очень важную вещь. Какую? Сейчас. Потом подробности. Пойдем. Не-не-не, я пошел, чтобы здесь с вами вместе не светиться. Встречаемся на квартире. Все. Хорошо. Сегодня будет репетиция? Ну, я готова. Только Наташки нет опять. Она музыку к фильму доделает, да? Женька, ты чего молчишь? Не могу вам сказать, где она. Ясно. Вчера вдвоем Лерка продинамили, сегодня тебя одну совесть заела, да? Вы же обещали. Женька, ты чего плачешь? Ну, не хотите играть у Лерки в на отца? Не будем. Зачем им мозг пудрить всем? Девчонки, не нажажайте на Женьку. Она здесь ни при чем. Наташку похитили. Как? Я просто не знаю, можно ли вам говорить или нет. Да, давненько я так вкусно не ел. Считай, прошлого вашего вида-то. Я очень рада. На здоровье. Я с детства люблю всех кормить. А сами-то, чего не присядете? А мне много есть нельзя. Я фигуру берегу, а то мужчины любить не будут. Ну, это есть только дурак какой-нибудь. А что вы ищете-то? А где ваша крышка от сковородки? Там, в ящике под плитой. А, вот когда мы будем жить вместе, я на кухне все сделаю по-своему. Ведь кухня это большой механизм. Все должно быть под рукой и в то же время ничего не должно мешать. А, кстати, у вас в квартире большая кухня? Да. Кухня-то большая, но эта квартира-то вроде уже и не моя. Ну, в смысле, вы пока там не живете, да? Нет. В смысле, что я ее год назад завещал внучке. Я же уже не молодой, мало ли что. И так, что теперь я в ней только формально прописан. Но я думаю, что это не помешает нам быть вместе, правда? Конечно, не помешает. Хотя это очень недальновидный поступок с вашей стороны. До старости вам еще очень-очень далеко. А внучка, сами знаете, сегодня она деда любит, а завтра вышвырнет вместе с пожитками. Ну, нет, Люба, это исключено. Не исключено, сама знаю. Вот тогда-то я видела ее последний раз. Типун тебе на язык! Какой последний раз, Жень? Ну, в смысле? Да понятно, в каком смысле, девчонки. Давайте без нервов. Папа уже нашел какой-то след. Давайте будем надеяться на лучшее. Да. Будем держать за Наташку кулачки. Да только никому ни слова. Да, об этом знаем только мы, рассказываем Степнов и Леркин папу. Не подавайте виду, а то вдруг что... Жень, ты опять? Ну, ладно. Все будет хорошо. Да. Ну, что за типы ты обещал рассказать? Короче, некоторое время назад у них был тотализатор. Они занимались подпольными боями без правил. Я думаю, в том месте, где был клуб, они как раз и держат Наташу и Олю, но там сейчас аптека. Перепродали помещение. Так, ну а что за люди? На что они способны? Ну, врать не стану. Подонки конченые. Ну, а вам они что сказали? Что? Деньги давай. И два дня у меня есть. Полин, ну хватит друг на друга дуться, а? С чего это вдруг? Я была не права. И вообще, было бы из-за чего ссориться. Ну, видимо, было из-за чего. Стас оказался таким козлом. Он, представляешь, у меня на глазах перед своей Лерочкой извинялся. Вот это да. Я поняла, что из всего настоящего в этом мире только женская дружба. Согласна. А знаешь что? Давай, знаю, к примирению нашей дружбы, сходим сегодня в кафе. Игорь приглашает. Ой, я не хочу. Почему? С ним, наверное, Стас увяжется. Ну, скорее всего, да. И тебе не советую. И вообще, что мы за ними бегаем, как собачонки? Пускай они за нами побегают. Ага, точно нет, подруга. Девчонки, что делать, а? Жень, не нагнетай ситуацию, а? Без тебя хреново, еще ты тут со своими причитаниями. Жень, правда, возьми себя в руки. Еще раз и в глаз. Несмотря на то, что ты моя подруга. Ну, извините, не могу я по-другому. У меня психика легко возбудима. Я всегда так. Знаешь, для таких случаев бейсбольные биты придумали. У кого психика легко возбудима, знаешь, как успокаивает. Хорошо, больше не буду. Посмотрим, насколько тебя хватит. Да что вы к ней цепляетесь? Каждый переживает, как умеет. Правильно. Понимаешь, если бы мы еще хоть что-то делали? Понимаете, а мы сидим сложа руки. Девчонки, смотри, что я нашла. Вот, экстрасенс. Снятие порчи с глаза. Так, 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 это ерунда. А, вот, поиск людей по фотографии. Мань, ты что, дура, что ли? Это шарлатаны какие-нибудь. Ну, а у тебя есть другие предложения? Представляешь, каково сейчас там Наташке? Это же лучше, чем сидеть сложа руки. Я согласна. Да, по-моему, это не такая уж и плохая идея. Ну, ходят же люди к этим гадалкам. Не знаю, как-то все это шизой попахивает. Я всегда была уверена, что на такие объявления только идиоты отзываются. Но другого выхода все равно нет. Понимаете, в нашей ситуации все средства хороши. Значит так, две тысячи я смогу поднять? Если повезет, чуть больше. Две, значит, это уже пять? Ты кого-то ждешь? Здравствуйте. А мы пиццу не заказывали. Ты кто? Тебе чего здесь надо? Да я Алексей из милиции. От полковника Момикова. Игорь, отпусти его. Ты чего, не узнал его, что ли? Это же Лев. Нет, прошу прощения. Полковник Новиков просил вам информацию передать. Где она, под пиццей, что ли? Да нет, на словах. Он сказал, чтобы вы не дергались, чтобы все это Ева устроила. У него все на мази, а вы не предпринимайте никаких самостоятельных шагов. На тебе вот лучше. Пиццу поешьте. Ну что, идем? Я считаю, что надо идти. Ну, пошли. Трое против одного? Ладно. Я в качестве здравого смысла пойду. Чтобы вас на поворотах не занесло. Ну что, тогда давайте считать деньги. У кого сколько есть? А сколько стоит? А тут не написано. Я думаю, лучше знать, какой суммой мы обладаем. Ой, ну у меня совсем мало. Девчонки, за такие деньги колдуны не работают. Это я вам говорю. С этими жалкими грошами нам к ней ссуваться вообще не стоит. Девчонки, неправда. Есть у нас деньги. Нам с Наташей за музыку к фильму дали аванс. Причем очень важный фильм. Ой, ну аванс-то жалко. Ты наверняка хотела на что-то особое потратить. Лерка, это и есть тот самый особый случай. Ну что, пойдемте? Да. Вот видишь, что происходит, когда умные советы не слушаешь? Ты не только себе все испортил, но и мне подгадил. Я-то тут при чем? Ну как при чем? У меня-то с Полинкой все нормально было. Я ее даже сегодня приглашал, а видишь, нету. Видимо, она с Олей за компанию бойкот объявила. Да, наверное, из-за меня. Так что ты в следующий раз думай, что делать. Ну не гноби меня, не так стрёмно. Слушай, посмотри за баром, я на секунду отойду. Ну и где твоя лохудра? А что тебе опять надо? Ну а ты сам подумай. Посмотри, у тебя никого нет. Откуда ты знаешь? Говоришь слишком громко. Ты нас мудря не крути. У меня тоже никого. Так почему бы двум молодым, симпатичным, свободным людям не быть ближе? Дай-ка подумать, как бы так выразиться, ты не моим стайл. Да, странно. Мы же с Лерой сестры. Мне кажется, мы все-таки похожи. Тебе кажется. Понимаешь, как бы тебя не обелить. Простовато ты. Мне нравятся девушки вот, ну как кукол Барби. Видела таких кукол у тебя в деревне? Вот такие мне нравятся. А она даже говорить не может. И мы за ней очень волнуемся. Вы правильно, девочки, сделали, что ко мне пришли. Давайте ее фотографию, найду я вам, вашу подругу. Сейчас. Нет, миленькая, ну ты что? Это не подходит. Это же электроника. Это фото мертвое. От него никакой энергии не идет. Надо, чтобы на бумаге было. Но у нас нет с собой. Мы не знали. Ну что ж. В следующий раз принесете. Подождите, но мы не можем ждать до следующего раза. Нам очень срочно нужно. Понимаете, пока мы здесь сидим, ее может уже... Жень, ты обещала, что будешь держать себя в руках. Молчу. Ладно, давайте быстро соображать. Можно попросить фотографию ее папы. Точно, давай сходим. Ничего, если мы сбегаем. Вы не торопитесь? Тороплюсь, но не настолько, чтобы вам не помочь. Вы же хотите найти подругу? Очень хотим. Мы быстро. Мы вас тут подождем. Если мы, конечно, не помешаем. Хорошо. Товарищ полковник, разрешите? Слушаю. Соловьев к вам просится. А, давай. Слушаюсь. Ну что? Память освежилась? Да. Я вспомнила конкурс. О, господи. Это вы? Конечно. Я подумала и решила, что главным конкурсом на свадьбе будет украдить невесту. Не надо. Не надо никого красть. Это нехорошо, когда людей крадут. Ну, это же не вза правду. Лучше, извините. Но у меня сейчас очень большие проблемы. Мне совсем не до свадьбы. Разрешите? Я все поняла. Разрешите мне тоже идти. Когда все разрешится, я вам позвоню. Еще раз извините. Я все поняла. Служба есть служба. Отходите. Ну что? Память освежилась? Я вспомнил кое-что. У меня в ежедневнике есть телефон человека, которому она звонила. По какому делу? По тому самому. Ну, вот видите, как полезно бывает подумать некоторое время. Да. А Ева у меня этого парня увела. И вообще она мерзкая чутка. Нельзя так плохо про людей говорить. И думать нельзя. Дурные мысли к тебе же и вернутся. Ну, что же мне ей спасибо сказать? Ну, может и сказать. А время все по своим местам расставит. Может, ты и поймешь, что не так уж нужен был тебе этот парень, как сейчас тебе это кажется. А вот и нужен. Ну, ладно, не переживай так. Зато я вам одну хорошую вещь могу сказать. Вашу группу ждет большое будущее. Станете звездами. Да ладно. Мы обычные школьницы, которые случайно начали играть. А разве не так все великие музыканты начинали? Дело ведь не в консерваторском образовании, хотя и оно не помеха. А в призвании. Вот ты на какие жертвы готова пойти ради репетиции? Не знаю, да на любые. Ну, вот видишь. У тебя призвание. Так что, будем известными-преизвестными? Да. Правда, одна из вас группу покинет. Точно. Лерка же уезжает. Вот-вот. И каюк, ронеткам и нашей звездной жизни. Нет. Ваша группа не рассыпется. Будете играть. А как? Без барабанщица? Девочки, я вам и так уже много сказала. Остальное должны понять сами на своем опыте. Я в это не верю. А зачем тогда ко мне пришли? Верьте мне. Я же экстра-свенц. Здрасте. Здрасте. Ну что, есть какие-нибудь новости? Нет. Хотя отсутствие новостей скорее хорошо, чем плохо. Вы пришли к Наташкиному отцу по делу. Он сейчас занят разговаривать с твоим отцом. Может быть, мы чем-то поможем? Нам нужна Наташкина фотография. Но если вы хотите раскрыть объявление, то это плохая идея. Уж точно. Да нет, не для объявления. Только вы не смейтесь. Мы хотим сходить к экстрасенсу. Ну а что, пусть попробуют. По крайней мере, не навредит. Пойдем за фотографией. Не разувайся. Виктор Михайлович, у вас есть какие-нибудь новости? Или глухо? Да глухо все. Думаете, что это Ева? Не знаю. Видел я этих похитителей. Это те самые, которые тебя тогда на бои сотащили. Помнишь? Да вы что? Вот именно. А действуют они по указке чьей-нибудь? Или самостоятельно? Этого я пока не знаю. Блин, они же настоящие отморозки. Ничего. Вот в прошлый раз их уделали, и в этот раз мы их вообще порвем. Правильно? Не вопрос. Вот фотографии Наташи с Юрой. Ну что, давайте, девчонки. Удачи. Времени в обрез. До свидания. Удачи. Спасибо. Привет, мам. Поздравь меня. Я сегодня столько чаевых собрала, как никогда. Давай сюда. А то растран жерешь, а нам экономить надо. С чего бы это? Я хочу гардероб обновить. С того, что, кажется, накрывается у меня этот старикашка. Не его эта квартира. Да ты что? Ты же говорила, он перспективный. Да какое? Обе квартиры, оказывается, не его. Сначала надо было выяснить, на кого они записаны. А потом уже кидать предыдущего деда. Мамочка, ты же наступила на те же грабли, что и доченька. Да ты не умничай у меня. Ну-ка давай, что ты тут не развела. Дом моды. Иди ужин готовь. Ну, так бежали. Я думала, что я сейчас сдохну. Я тебе говорила, надо больше спортом занимать. Ну, тебя нафиг со своими нравоучениями. Так, фотография. Вот. Правда, она здесь не одна, другую долго бы искали. Ну, Наташин папа взял первое, что попалось. Она же подойдет? Нет, не совсем. Лучше бы, конечно, другую фотографию. Но уж ладно. Постараюсь работать с тем, что есть. В этой фотографии очень много энергетики. Ну, может потому, что этот мальчик уже умер? Ну, может быть. Ну, а вообще, это ее парень был. Они очень любили друг друга. Ну, это я без тебя чувствую. Вокруг этих двоих очень много всяких разных эмоций понамешано. Ну, вы нам хотя бы что-нибудь скажите. Нам не нужен же точный адрес. А напрасно. Обычно я так и делаю. Реально? Так все, тихо, сороки. Дайте-ка мне сосредоточиться. Я не могу, но могу указать место, где находится одна вещь, которая принадлежит только ей. Правда, она об этом еще и сама не знает. Как только вы эту вещь найдете, Наташа даст о себе знать. А что это за место? Там там много картин, красок, скульптур. Музей, что ли? Нет, это мастерская. Точно, нужно туда идти. Вот, возьмите. Спасибо, но это очень много. А откуда вы знаете? Миленькая, но я же экстрасенс все-таки. Вот это да. Надо больше доверять людям и за языком следить. Я... возьму половину. Я же вам ничего конкретного не сказала. Держи. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. Ну что, девочка-дурочка, действительно, все в унитаз смыло. Врешь. Какой же идиот будет столько денег в унитаз смывать? Короче, если я узнаю... А-ка, побежим! А-а-а! Что, поиграть решил? Да! Не понравились тебе апартаменты наши уютные? Пусти, гад! Пусти! Как я тебе подготовил другие, без стулья! Пошла! ПОТЧАФИЛКА ПОТЧАФИЛКА А ключик так и не перепрятали. Знать бы еще, что искать, было бы гораздо проще. Вы, короче, ищите в всяких дурацких местах, под холстами, в углах. Короче, там, где в голову не пришло искать. Девчонки, я, по-моему, нашла. Покажи. Вскрыть, если меня не станет. Надо вскрыть. Подожди, тут написано, если меня не станет, а Наташка жива. Хотелось бы верить. Мне кажется, что стоит скрыть, а то ее и правда может не стать. Если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет в живых. Я уехала лечиться в надежде, что вылечусь и предложу Наташе руку и сердце. Но поскольку ты понимаешь, этого не произошло. Поэтому передай, пожалуйста, Наташе это кольцо на память обо мне. И скажи, что мое сердце все равно навеки с ней. С уважением, Юра. Мне кажется, что это и есть та вещь, о которой говорила ясновидящая. Что теперь делать? Не знаю. Сказали, что даст себе знать, значит, нужно ждать. Ладно, пойдемте отсюда. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Они, блин, сказали же завтра позвонят. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло, да, собираюсь, собираю я ваши деньги. Алло. Задохли все от радости там. Пап, пап. Наташа. Наташа. Наташа, ты где? Алло, Наташа? Наташа, ты где? Посидишь здесь, пока не поумнеешь. Слушай, а где мой телефон? Может, его там выронил? Может, побежали быстрее? Да ладно, она нема. А СМС набрать? Пальцев нет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Ладно, пошли отсюда. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, этого завода давно уже нет. Убираем. Мы решили, что надпись на трубе – это год постройки завода. Но тут такое дело. Если завод не работает, то в списке его давно уже нет. Заводские территории обычно огромные. А вдруг там находятся два завода рядом? Вот один, к примеру, работает, а второй нет. И они как раз на втором. А из окна запросто можно видеть завод, который работает? А она ничего не могла напутать. Вот в такой ситуации очень легко ошибиться. Она ясно, четко сказала, что в окно видно трубу с надписью «1983 год». Слушайте, а Наташка никому не звонила? Ну как бы она позвонила? Она же не может говорить. И потом, думаю, если бы она могла, она бы давно это сделала. Да я говорила, что это дурацкая идея. Еще этой шарлатанке деньги отдали. А чего мы спорим? Давайте у Наташного папы спросим. Алло, дядя Борь, здравствуйте, это Женя. Мы с девчонками хотели узнать, есть ли какие новости. Что, правда? Значит, экстрасенс не наврала. Что, Наташа объявилась? Слушай, Анька, я не верила, ты молоток. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. С дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу пыли мы не ведом, а куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не ангел, но я хочу быть с тобой. И ты тоже не ангел, но все равно будешь мой. Но я не знаю, сколько буду в пути. Я обещаю, обещаю найти. Я обещаю, обещаю найти. Я найду тебя. Девчонки, Наташа позвонила и описала место, где они с мамой находятся. Ну, какие-то приметы. Ты ничего не путаешь, Наташа ведь не может говорить. Да в том-то и дело, заговорила. Ничего себе, вот это да. Как заговорила? Я не знаю, Наташкин папа не сказал. Слушайте, бедная Натаха, наверное, от шока. Сейчас они по картам ищут их местонахождение и будут спасать. А кто они? Степнов, Рассказов и Наташкин папа. Отлично, будем держать на них кулачки. Ну, это же, значит, гадалка была хорошей идеей. Ну да, Анька, мы на тобой посмеялись. Извини. Да ладно. Ладно, давайте, а то опоздаем на уроки. Лен, ты чего? Знаешь, Лер, я, наверное, не пойду в школу. Я пойду к ним. Зачем? Ну, другу моя помощь понадобится. За Степнову волнуешься. Да. Я тебя понимаю. Ну, ладно, удачи тебе. Спасибо. Спасибо. Так, смотрите. В нашем списке остался вот один вариант. Вот он. Ха, хорошая штука этот ваш, интернет. Тогда, значит, нам надо туда? Что это за завод? Так, сейчас на карте. Он доходит. А, вот он. Вот он. Вот здесь. Ага. А мы кого-нибудь ждем? Это, наверное, Кристина. Сейчас. Всем привет. О, что это у вас? Принесла? Все? Да, у друзей-ка стулья разобрала. О, веревки. Это зачем? Это снаряжение. Кстати, ребята, с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Зачем вам все это? Кремль штурмовать собрались. Кристина, только ты могила. Нам надо идти спасать человека. По нашему мнению, он может находиться на старом заводе. Я подумал, может быть, нам придется на стену лезть. Подожди, вы хорошо все обдумали? Может быть, стоит в милицию обратиться? Милиция в курсе. Мы не можем сидеть и ждать. Вить, а ты часто кошки закидывал? Нет, никогда. Тогда я иду с вами. Нет, Кристина, это очень опасно. Ты сейчас кому это говоришь? Коллеги, нам нужно продумать поздравления. Нам необходимо выступить со словом от всего педагогического состава нашей школы. Знаете, надо придумать что-нибудь романтическое. Агнеса Юрьевна, на свадьбе так хватает романтики. На нас возложена ответственность. На нас возложена серьезная ответственность сделать приятное нашей коллеге в такой ответственный, в такой счастливый для нее день. Вот вы, Агнеса Юрьевна, этим и займетесь. С удовольствием. А вы уже решили, кто в чем пойдет? Я, например, еще наряд не продумала. Мне очень интересно, какое платье оденет Зоя Семеновна. Да-да, и будет ли у нее фарта? По-моему, в нашем возрасте смешно переживать из-за какого-то свадебного платья. Хотя, хороший вкус никто не отменял. Но я думаю, что Зоя Семеновна будет, как всегда, на высоте. Зоя Семеновна, поздравляем! Зоя Семеновна, мы поздравляем вас с наступающим, так сказать, радостным событием. Здравствуйте, девушки. Свадьба уже завтра. У вас все готово? Ну, а вы уже и решили, какой наряд наденете. Нет-нет, не говорите. Пусть это будет сюрприз. Завтра сами все увидят. Да, я слушаю. Вот, как раз сейчас обсуждаем. А как? А что случилось? Но почему? Ладно, что же поделать. Я все поняла. К сожалению, свадьбы не будет. Она откладывается. Ну что, завод мы вычислили? Сообщим милиции. Звоним Леркиному отцу. Нет, слушай, наберись со своего, потому что мы могут прослушивать. Давай. Алло. Андрей Васильевич, это Лагуткин. Ну да, мы нашли их. Они на заводе. Сидите, не дергайтесь. Ничего не предпринимайте. Да мы же знаем, где они. Я уже иду по следу. Не путайтесь под ногами. Послушайте. Все. Говорить не могу. Я в засаде. Отбой. В общем, там у них все движется, но по-моему, положено следу. Думаю, что нужно действовать самим. А есть план? Пойдем и будем искать их. Лева, ты чего? Виктор Михайлович, я помочь хочу. Нет, это опасно. Мы не можем рисковать. Иди-ка лучше домой. Постой. Слушай, сходи в магазин, купи там соды. Пачек пять, а лучше шесть. Вдруг рассыплется. Зачем? Потом объясню. Хорошо, я быстро. Как? Какая жалость. А что случилось? Так, сложились обстоятельства. Я пока ничего не могу сказать подробнее. Не переживайте, Зоя Семеновна. Все образуется. Ну ладно, у меня ведь уроки. Ой, что-то не забыла. Надо же в кафе всех предупредить. А я Светочку попрошу. Это ж надо, какая незадача. Мне кажется, это такая плохая примета, когда свадьба переносится. Не волнуйтесь, коллеги, я составляла гороскоп. Свадьба ни в какой другой день быть не может. Вы хотите сказать, что свадьбы вообще не будет? Наоборот. Обязательно свадьба будет именно завтра. Но ведь у нее возникли какие-то обстоятельства. Совершенно не имеет никакого значения, что вы сказали по телефону. Будьте оптимистны. Тем более, что этот оптимизм подкреплен гороскопом. Или вы не верите в гороскопы? Верим! Так, на чем мы остановились? Так, свадьба, свадьба, это точно. Поздравляем очень срочно, в первый и в последний раз. Субтитры сделал DimaTorzok Мам, че он гудит? Возьми трубку, а? Опять этот старый нищий пень. Какой на этот раз? Какой, какой? Дед Леркиной подруженцы. Достал уже, звонит целый день. Ну и что, ты вообще с ним разговаривать не будешь? А че мне на него время тратить? Ну, не знаю, тебе виднее. Стыд вообще потерял. Если трубку не берут, значит, разговаривать не хотят. А? Москвичи. Никакой культуры. Короче, мы сидим на готове. Как только тебе звонят бандиты, ты едешь, а мы рвем на завод. Я понял. Какие мои действия? Твои действия – тянуть время. Чем больше, тем лучше. Короче, отдаешь им наркотики. Какие наркотики? Да, потом объясню. Главное – это тяни время. Проверять наркотики прямо в ресторане они не будут. Пойдут в укромное место. Это даст нам время, чтобы мы нашли Наталью и Ольгу. Игорь, у меня-то нет никаких наркотиков. Да погоди. Главное – тяни время. И еще. Если они начнут проверять наркоту прямо там, на месте, вали оттуда сразу. Беги, что есть мочи. Черт знает, что они там выкинут. Да я все понял. Я только не понял, что я им должен отдавать. Где эти наркотики? А вот и наркотики. Ой, Зоя Семеновна, здравствуйте. А я думала, что вы сегодня не выйдете. У вас же завтра свадьба. Ах, Светочка, я именно об этом и хотела поговорить. Вы ведь пойдете сегодня в кафе? Да, конечно. Сегодня самый ответственный день. У меня к вам просьба. Передайте, пожалуйста, что свадьба отменяется. Что? Отменяется? Да, мы вынуждены перенести ее на неопределенный срок. А как же так? Ох, Светочка, я сама так расстроена. Какое несчастье. И не говорите, у меня просто опустились руки. Завтра же должен был состояться мой кулинарный дебют. Я учусь вкусно готовить. И на мне основное блюдо. Вернее, было на мне. Так тем более, нужно срочно это все приостановить. Чтобы ваши усилия не прошли даром. Так вы сходите в кафе? Что же делать? Схожу. Готово? А это не совсем правильно. Ребята сказали, что они должны быть не только закрыты, но и запаяны. Понятно. А чем запаивать будем? Нам нужен нож или ножницы. Можно на плите разогреть и все. Хорошо. Так, как эта плита включается? Такое подойдет? Да. Молодец, ты заметила. А то подвели бы наших мужиков. Вы же не знали. А вы с Виктором Михайловичем работаете? Ну да, мы вместе снимаемся в кино. Вы актриса? Нет, я каскадер. Это моя первая большая актерская работа. Вы знаете про что фильм? Да. Виктор Михайлович с моим дедом эту книгу написали. Понятно. Я играю роль Лены. Понятно. Ты знаешь, Витя очень хороший актер. Но если там проблемы, он не умеет целоваться в кадре. Не получается у него. Ему же Оля объясняла. Мысли все репетировали, репетировали. Ничего не получается. А так он очень хороший человек. Мне очень нравится. Кристина, Морозевич звонит. Орет, что мы смену срываем. Простой за мой счет. Что делать? Давай сюда. Алло. Алло, Глеб, привет. Это Кристина. Да. Слушай, тут проблема одна возникла. Форс-мажорное обстоятельство. Ну, подожди. Давай я все объясню. Скажи. Скажи ему, что я завтра постараюсь быть. Сегодня никак. Ну, я все понимаю. Но ты отлично знаешь, что один день ничего не решает. Что? Хорошо, я приеду. Я не могу. Степнов не может. Поэтому будем снимать сцену, где только я. Алло. Орет и слышать ничего не хочет. Знаешь, я поеду, тебя прикрою. Хорошо? Спасибо, Лена. Ой, Кристина. Так не учишь. Светлана. Да, Мирослав Николаевич. Вы избегаете меня. Мирослав Николаевич, почему вы так говорите? Ну, может быть, потому что вы совсем не обращаете на меня внимания? Да нет, вам это так показалось. Правда? А тогда, может быть, пойдем сходим куда-нибудь сегодня вечером? К сожалению, сегодня вечером я не могу. Хорошо. Давайте тогда пообедаем. Ну, сейчас как раз мне нужно срочно бежать. Куда? По одному важному делу. Я знал. Я чувствовал. Я предполагал. Мирослав Николаевич, ну что вы так? Вы избегаете меня. Наверняка на это есть причина. Скажите, в чем я виноват? Мирослав Николаевич, не нужно волноваться. Вы здесь абсолютно ни при чем. Кто при чем? Кто? Мирослав Николаевич, я не могу вам всего сказать. По-моему, вам уже пора идти. Сейчас урок начнется. Вот звонок вот-вот будет. А мне нужно еще формуляры сверять. Формуляры. Боря, ты все запомнил? Так, отдаю сумку, тяну время, да? Да. Главное, запомни. Если начнут пробовать, беги. Мало ли что они там выкинут. Слушай, давай я тебе прием покажу. Да некогда. Это они. Алло, да. Слушаю. Да, это я. У меня все с собой. Да. А где встречаемся? Понял. Ну, мужики. Я пошел. Будь осторожен. Да ладно. И помню, нам нужно время. Если что, смывайся. Ладно, нам тоже пора. Поехали. Поехали. А ты куда? Так, Лен, спасибо за помощь. Иди домой. Я с вами. Нет. Почему? Это опасно. Ну, я смогу за себя постоять и вам помочь. Лена, ты же знаешь, какие они отморозки? Знаю. Я хочу пойти. Так, ну, что за капризы? Там настоящие бандиты. Да никакие это не капризы. Виктор Михайлович, вы знаете, я умею драться. Лена, я знаю, но это не тот случай. Я не могу тобой рисковать. Если с тобой что-нибудь случится, я тебе этого никогда не прощу. Так, ладно, хватит. Лена, иди домой. Ведь поехали. Что Мирослав Николаевич не весил, что кудрявый чум повесил. Скажите, Петр Степанович, а не заходил ли кто-нибудь Светлане Михайловне в последние дни? Заходил. Кто? Курьер. Два раза заходил. Ах, нет, я не о том. Понимаете, дело в том, что она меня избегает, а говорит, что дело не во мне. Конечно, не в тебе. А в чем? В другом хахали. Хахали? А вы что, его знаете? Мне его знать не надо. Я такие вещи на раз просекаю. Я же этот, Пинкертон, Агат Пуаро. Иркюль. Это не важно. Короче, я этих баб знаю от и до. Понял? Я вам не верю. Я сам должен все выяснить. Я за ней прослежу. Наивная ты душа. Ну что ж, проследить это лучший способ убедиться. Только вот что, тебе нужно изменить внешность. Так, чтобы она тебя не узнала. Во. Как? Поговори с профессионалом. А где мне его найти? Сюда, слушай. У нас в школе есть драмкружок. В драмкружке стоит сундук. В сундуке есть что? Утка. Какая утка? Нет там никакой утки. Там костюмы. Ну, просек? А, нет. Короче, вот тебе ключ. Идешь туда и выбираешь там себе усы, бороду, парик. Ну, всякое такое, понял? И темные очки не забудь. Спасибо, Петр Степанович. Эх, наивная душа. Вот. Возвращай, что взял. Сознаюсь. Ну, я соврал. Ну, не смог устоять. Думал, продам. Сам наварюсь. Здесь все? Абсолютно. А я сразу понял, что ты нас развонишь. Залохов нас держал, да? Еще не таких раскалывал. Байку-то как бы придумал. Дети товар в унитаз слили. Просто спокойной ночью, малышей какой-то. Ладно, я вот все вернул. Когда я могу увидеть семью? Ух, какой ты быстрый музыкант. Проверить надо. Нет тебе доверия. А где вы собираетесь проверять? Я надеюсь, не здесь? Правильно, надеешься. В машину пошли. Мы за тобой. Быстро! О, смотри. Та самая труба. Ага, в 83-й год, как говорил Наташ. Сейчас главное определить, какие окна. Так откуда видны все цифры? Я их боюсь, Эля. Эти козлы Лагуткина на раз расколят. Нужно было все-таки остаться, кому-то страховать. Кому? Пенки, что ли? Мне кажется, вот это наши окна. Да, похоже, это они. Пойдем? Пойдем. Кажется, где-то здесь. Тут столько этих окон, как нужно определить, не понимаю. Может, крикнем? А бандиты услышат. Да другого выхода нет. И так столько времени потеряли. Оля! Оля, ты здесь? Здесь, здесь. Выбудьте для меня. Сейчас, подожди. Ты цела? Да я цела. Наташа. Где Наташа? Там. Пошли, я покажу. Мужики. Мужики, вы что, среди бела дня? Где же люди кругов? Не рыпайся. Стой спокойно. Давай. Давай. Ну, че? А то жур не поможет. В смысле? Сода это. Слушай, а вдруг нас в менты пасут? Если он взял наркоту, зачем ему в ментуру стучать? Убить бы гада. Да времени нет. Садись в машину. Обожаю распродажи. Так много всего. Слушай, я вот эту кофточку видела вчера в журнале. Главное, за копейки. Привет, девочки. А я вас знаю. Нас многие знают. Наверное, в рекламе нас видела. Нет. Я сестры Леры, она с вами в одной школе учится. Мало на Валерке было, тут еще сестрица объявилась. Да нет, вы не подумайте, мы с ней совершенно разные. Мы даже почти не общаемся. Ну и что тебе от нас, как тебе там надо? Надя, меня Надя зовут. Это не важно. Я совсем недавно приехала в Москву, ничего здесь не знаю. А вы всегда так здорово выглядите. Научите быть такой же. А что это у вас? Это не про твою честь. Это очень дорогие брендовые вещи. Вряд ли официантка в кафе может заработать на них. У меня очень хорошие чивы. Да? Ну, раз так, не стой с толпом и принеси к нам кофейку. Нафига она тебе сдалась. Она же дура деревенская. Чего не понимаешь. Мы сейчас над ней делаем бабла. Понимаешь, продадим ей все. Это по полной цене. А потом на оставшиеся деньги купим еще восемь таких. Давай быстрее отклеивай ценники со скидкой. Начинай я новый день. Ну как? Так, вы кто вообще? Вы как сюда женщины попали, а? Я милославский. Долго. Ой, ты ж... Чуть меня до греха не довел, а? Слушай, отлично загремировался. Даже подозрений никаких не вызываешь. Да, вот она. Спрячься, спрячься, спрячься. Вот ключ теперь. Все, я ушла. До свидания. До свидания. Давай, 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 давай. Ну, дуй за ней. Пожелайте мне удачи. Давай, давай, давай. Доставай его. Будет рыпаться сразу в рыбу. Да. Да, я все понял. Все понял, да. Приплыли. Кто звонил? Шеф. Сказал, что менты в Учу затеяли. Облаву метут всех подчистую. Я что сказал делать? Сказал, чтобы мы наркотики в унитаз смывали. Да не так в унитазе. Сматываться надо. А заложники? Нам за них пожизненное светит. Грохнет. И концы. И этого? И этого тоже. Отдащим туда, к семейке. Там место глухое. Там грохнет всех троих. Кроме них, ни с каких-то не видел. Бери давай. Играет музыка. спасибо а это хорошо что ты стремишься быть привлекательной нам это нравится и ты в принципе тоже очень нравишься мы на этот раз что-то много вещей набрали знаешь как магазин придешь глаза распекаются так что вполне можем тебе что-нибудь поступить как дорого а ты как хотела это бренд а не какой-нибудь там рынок конечно конечно берешь да да сейчас я принесу деньги пусть она видит меня гламурный красивый а кто этот он то никто неважно я милю наташа наташенька доченька наташенька ну ты как хорошо ты-то как да я нормально господи не могу поверить я нормально нормально наташа наташка ты что говоришь наташа да представляешь а ну скажи еще что-нибудь кушать хочу она кушать хочет она кушать хочет игорь есть минутка чего тебе у нас завтра свадьба будет в кафе а жених мой дядя понимаешь меня пригласили а я работаю могут попросить стаса чтобы он за меня поработал чего сама проси мне он откажет а вы с ним друзья ну поработаете вместе ему еще за это день заплатит плохо что ладно может поговорим спасибо игорев а а и 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 Кто это там? А, старая знакомая Слушай, а что она здесь делает? А мы сейчас выездим Оп И чего мы тут делаем? Гуляю Гуляешь Кто с тобой? Я одна Пошла, не ври, одна Слушай Кричит кто-то Кроме нас никого нет Может тебя почудилось? Я точно слышу Наташа, ну скажи Да Я проверю Помогите, спасите Стоп, в чем дело? Владимир Петрович, помогите со мной, маньяк гонится Маньяк, и где он? Вот Ага Так, стоп, вы чего-то хотели? Теперь я все понял Так, спокойно, спокойно, спокойно Стоим, стоим 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 Стойте 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 Не шуменится Я его знаю Вот этого маньяка? Это я Мирослав Николаевич Кушать будете? Давай Куда вы нас ведете? Мы Мы вас убивать ведем И начнем, детка, с тебя Ты нам еще за прошлый раз должна Вас ищут, найдут и посадят Заткнись Что с дверью? Пусть откроют А ну-ка, открой А ну, выходите все И без глупостей А где остальные? Только не говорите, что вы там одни А! Свет Ну, а что-нибудь оставалось думать Я так переживал Меня посещали самые ужасные высли Я училась Готовить Я, между прочим Затеяла это все ради тебя И ради тебя старалась Светочка Я так тронут Так польщен На свадьбе Будет мой кулинарный дебют Ты какое блюдо любишь? Я Люблю пельмени Будут тебе пельмени Светочка, ты что? Это же такая кропотливая работа Можно оставить свой выбор на более простой пище Ты сомневаешься во мне? Нет Я сказала пельмени, значит будут пельмени И ты оценишь Мои усилия по достоинству? Я Хорошо Хорошо, я оценю Вроде все С пеленали, голубчиков Вам удобно, ребята? И сжога не мучает, а? Заткнись Ты еще не знаешь, с кем связался Игорь, ну ты как? Скорую может Стоять! Спокойно, ребята Этих двоих увезли О, Стас, слушай Ты что завтра делаешь? Завтра? Ну, с утра я планирую защитить докторскую диссертацию Потом у меня спасение редких животных на Северном полюсе А на ужин я приглашен к королеве Отлично У меня есть идея получше Не хочешь повеселиться? А как? Ну, поработать официантом Укаться на свадьбе Вместо на текке Что за бред? Ну что, повеселимся Прикинь, кто-нибудь из преподов выпьет Начнет чудить Что-нибудь отмочит Под столом уснет Или на столе станцует Жесть А что, нормальная тема? Я согласен Отлично Я же просил Без самодеятельности Тебя же могли пристрелить Андрей Васильевич Ну, не могли же мы ждать Что за детский сад? Вы что, все не испортили? Ну, не испортили же Да? А это как называется? Если пуля прошла выше Все Что смешно-то, я не понимаю Ну, ладно Все, хватит Мы же не маленькие Вот сейчас Задержу на 15 суток Как не маленьких Будешь знать Ну Как ты, герой? Пап Спасибо, что спас нас Только испугалась Страшно было Ну Зато, если бы это не произошло Ты бы не заговорила Надо девчонкам позвонить Пускай тоже порадуется Лен А можно я? Так разговаривать хочется Алло Ань Нет, это Наташа Да Что? У нас все очень хорошо Да Ну а это что такое? Вот теперь у меня нормальный столичный прикид На чаевые купила Ну не могу же я на свадьбу пойти Как поберушку Московские мальчики Любят гламурных Какие мальчики? Нам деньги нужны Нам еще этим родственничкам Подарок покупать Слушай, ну купи ерунду какую-нибудь дешевую И потом Ну у тебя же есть деньги От продажи квартиры Ты обалдела совсем? Вот на эти даже рот не разевай Мы нашу долю еще продадим Несколько раз Глядишь На какое-нибудь жилье Насобираем Фетя двушка Очень кстати Алло Да Да, я не брала трубку Были причины Нет, в гости не приду Ну встретиться Разве только на нейтральной территории Угу Засимана, добрый вечер Здравствуйте Я пришла вам сказать, что свадьба завтра состоится Ну конечно, вы в курсе Вот подготовка идет полным ходом А что, какие проблемы? А разве Светочка вам не сказала? Я просила ее сообщить, что свадьбы не будет У Андрея были проблемы на работе Ну хотя Теперь все понятно Почему она вам ничего не сказала? Ой, я аж совсем забыла Свадьбы не будет Да нет, теперь уже опять все переиграли Правда? Как хорошо А то мне совсем из головы вылетело Похоже, что в вашем кафе не только мы свадьбу отыграем Да Что это у вас? Сода? Все засыпано Для чего это? Ну это мы тут наркотики изготавливали Чего? Расслабься, Оль Это отдельная история Все хорошо Ну ты уж не пугай меня так Прости, больше никогда Так кушать хочется Не то слово По-моему, пока вас не было, я к еде-то не прикасался Сейчас я что-нибудь сварган Не-не-не, теперь все время будем вместе Никогда вас не брошу Ну а как же твоя группа в Германии? А вот вы для меня важнее, да А работу можно и другую найти, да? Вон Наташка научит меня музыку к фильмам писать Я вас так люблю Знаете, Петр Неконорыч Мне кажется, вы ко мне не очень серьезно относитесь Почему? Чем я вас обидел? Ну не знаю Никаких знаков внимания от вас Подарков, например, не дарите Ах, я старый дурак Действительно, это же просто даже неприлично А я все-таки женщина, или вы так не считаете? Простите, простите меня Я просто от любви совершенно потерял разум И как же я не подумал об этом? Старый осел Я тоже в недоумении Такой известный человек Непременно, обязательно, конечно Дима, возьми трубку Где же он? Ира Принимайте вашего жениха Что с тобой? А что с ним? Вам жених и расскажет Это у вас только все закончилось А у нас все начинается К тому же У полковника Новикова завтра свадьба Какая свадьба? Зоя Семеновна все отменила Не знаю, что там отменила Зоя Семеновна У нас таких сведений нет А явку должны обеспечить Так как пригласили всем отделом Вы, кстати, прививку от столбника давно делали? А, да, на корабле постоянно На каком корабле? Вы же сказали, что вы учитель А, ну да Ну, в смысле, в школе Да, совсем развезло Парни Ну, я пойду Сами разберетесь Правильно желаю Спасибо Спасибо вам Спасибо Дим Ну, теперь рассказывай, что случилось Лен Лен, смотри на меня Никогда больше так не делали У меня чуть сердце не остановилось Я так испугался, как Никогда в жизни ничего не боялся Я как только крик услышал Почему-то сразу решил, что это именно ты Что это твой голос Я вот здесь как Как оборвалась, что ли Ты чего? Прости Это просто запоздалая реакция Так бывает Все уже, посадки Плачь Не бойся Я с тобой Я с тобой Я с тобой Я с тобой Доброе утро Завтрак готов Слава Богу Ты боишься, что все снится Знаешь, как Открою глаза Перед глазами бетонные стенки Что ты, моя хорошая Тут кошмар больше Никогда не повторится Все уже позади Да Наташка спит Доброе утро Натушка-болтушка вернулась Да тебе Опять будешь на своего папку ворчать Ворчи, ворчи Наташ, как спалось? Все в порядке? Ничего не болит? Смотри, опять замолчала Покушать-то дайте Ну что мы на ребенку наезжаем? Ешь маленькое, кушай Ведь мы не ангелы Живем мы на земле Дождем растаяли Как слезы на стекле Наши крылья растворились Улетят на небеса И, наверное, забыли Что не верим в чудеса По небу плыли мы Не ведомо куда И растворились мы Наверно в облаках Ночью крылья Мы словно птицы Улетят на небеса Нам, наверное, что-то снится Хоть я не ангел Но я хочу быть с тобой И ты тоже не ангел Но все равно будешь мой Но я не знаю, сколько буду в пути Я обещаю, обещаю найти Я обещаю, обещаю найти Я найду тебя Чего вещи собираешь? Я просто решила вместо сумки С чемоданом ходить Так удобней Лера, а ты все свои вещи заберешь? Нет, конечно, зачем мне это барахло? Возьму только самое нужное А можно? Слушай, я тогда твои вещи себе оставлю Ну, то, что останется Слушай, Надь, бери все, что хочешь Только не путайся под ногами У меня башка кругом идет У папы сегодня свадьба Я ничего не успеваю Ну, ладно Я потом зайду Если у вас с мамашей Это самое потом вообще будет Чего? Ничего, я в кафе опаздываю Лена, как ты считаешь К фиолетовой рубашке Можно синий галстук одеть? Надевай А не слишком мрачно, а? Не слишком А можешь достать ту рубашку светлую В полосочку? Одевай, что хочешь А что ты так со мной Сквозь зубы-то разговариваешь? Да потому что это просто ужасно Ты уже час собираешься Из-за этой кикиморы Что ты так смотришь? Ты не гущиной собрался, да? Это что же Любовь Кирилловна, по-твоему, кикимора? Дед, сколько раз говорите Это не я так считаю Она такая и есть Жадная, тупая и мерзкая Ты уже час крутишься здесь А одет, как павлин Ну, во-первых Я собрался не на тусовку А по делу Я еду на съемочную площадку К Степнову Во-вторых Прошу впредь При мне Любовь Кирилловну Не оскорблять Ну и в-третьих Мою личную жизнь Прошу не вмешиваться Понятно? Ну вот, доча Хватит тебе по углам мыкаться Лерка в Англию отчалит У ней в комнате приберемся Пыль еще выпьем Будешь там жить Ой, мам Мне кажется Погонят нас отсюда Ты что, раскаркался? Кто погонит? Не знаю Только у них план какой-то Лерка на меня С утра так зыркала Мол, хочешь сказать Не жильцы вы тут? Ой, чувствую, мам Выгонят нас Как же Выгонялка у них еще не выросла Меня жилплофиди усилять Они что думают? Мои деньги в зубы и на вокзал? А вот фигу Твоя мама им еще покажет А у тебя что, план какой-то? Пока нет Ну так просто мы отсюда не съедем Ладно, доча Ешь пирожки А мама пока в парикмахерскую сходит Надо же пересвадивай Кудельков накрутить Потому что красота Это страшная сила Еще посмотрим Кто кого выселит Так, поднимай Правее Нет, левее Все, все Слезай, я сама повешу Так, освобождаем пространство Расставляйте столы И про вас не забудьте Цветов будет много Игорюк Ты у нас ответственная за обслуживание? Про бар не забывай И самое главное Чтобы бокалы для шампанского Хрустели Понял? Есть, Елизавета Петровна Вольно, молодец Здрасте, Елизавета Петровна О, помоги мне Спасибо Здравствуй Весело тут у вас сегодня Весело Сам черт ногу сломит А ну давайте я вам помогу Побуду официантом Наденька-то все равно сегодня На свадьбе приглашена А я могу иду разносить Можно? Можно Не можно, нужно Спасибо тебе, мой родной Иди к Владимиру Петровичу Он тебе все покажет В подсобку Вот туда Надеюсь, ты в единственный выходной На работу на свою не поедешь? Нет Но она бы мне очень даже пригодилась Слушай, а хочешь я тебе помогу С твоими расчетами? Нет Ты и так за меня уже целый месяц Вкалывала Теперь у тебя заслуженный Отпуск По уходу за мужем И ребенком А хочешь я съезжу в офис И привезу тебе твою флешку Быстренько Туда-обратно Нет Приготовь лучше обед Угу Киндер Кюхен Кирхи Ну? Что? Я спрашиваю Ты на обед борщ хочешь? Ну, конечно, борщ Ну, хорошо Борщ так борщ Кстати, можно гренки сделать Угу Угу Алло Привет Да нет, у меня все хорошо Нет, вряд ли Ну, как-нибудь Когда-нибудь Хорошо Ну, давай, пока Пока, Генка Миш Чаю хочешь? М? Нет, я сам залил Ну, хорошо Тогда пей А я быстренько В магазин сбегаю, ладно? Зачем? Как зачем? Ну, за сметаной Ты же сам борща хотела А у нас сметаны нет Ну, я быстро М? Так, Светочка Вы определились С главным праздничным блюдом? Определилась Это будут пельмени Пельмени? А почему пельмени? Потому что это любимое блюдо Мирных российских граждан Да Но с ними столько мороки И возни не успеем Успеем, успеем Всю ночь тренировалась Да Ну и потом это какое-то скучное Будничное блюдо, да? Позвольте поспорить Я очень пельмени люблю Помню Зимой в детстве Сядем всей семьей Налипим целую гуру И за окошко на мороз Точно! Пельмени, это же блюдо семейное Для свадьбы Самое подходящее Ладно, ладно, ладно Убедили Тогда придется помогать вам Ну, не сбрасывайте И невесту со счетов У меня черный пояс По липке пельмени Втроем мы быстро С ними справимся Здравствуйте Разрешите? Проходите Вы, видимо, Надежда Дочь Любови Кирилловны Да А вы к кому? К маме, что ли? Да, я хотел бы повидать Любу А мам, нет Она, это, ну По делам своим ушла Ага Будьте добры Тогда передайте ей цветы И вот это Подарок? Да вы, наверное, напутали У мамы день рождения Не скоро Нет, нет Я не ошибся Это просто небольшой Скромный символический подарок На добрую память Как говорится Ну, да, конечно Передам Большое вам спасибо Очень приятно было познакомиться Всего вам доброго Вот так вот и у нас в семье было Один тесто раскатывает Другой фарш накладывает Болтаем, смеемся Песни поем Здорово А еще у нас забава была Среди пельменей Счастливый приятный Это как? Я знаю, знаю Мы тоже так делали Пельмени с счастливой начинкой Кто с селедкой слепит Кто с хлебом Смешно Фу, это же гадость какая-то Вот не скажет, Сеточка Такой пельмень вытащить К счастью Можно желание загадывать Да Ну если что, внесем Коррективу Прошу Интересно А почему только один счастливый пельмень должен быть? Гостей-то Вон сколько Слушайте Я совсем забыла А что с кольцом будем делать? С каким кольцом? Привет Привет Ну с Юркиным Которого в мастерской нашли Вот я его с собой взяла Ее нужно же отдать Наташке Девчонки, вы чего? Хотите, чтобы она опять на полгода онемела? Правда, она только в себя пришла А мы бац и подарок с того света Фу, ну да ну тебе Ну что в этом плохого? Наоборот, это очень светлый подарок Как там было в записке? Если мне не станет Передайте это кольцо Наташи Я всегда буду с ней Как-то так Тогда да Надо отдать Как закончится свадебная канитель Обязательно ей отдадим Смотри, какой она красивая Ей обязательно понравится Ой, мам, красотища какая Еще бы не красотища Лаку для волос одного На сто рублей напрыскали Ой А это что за вень такой? Пока тебя не было, дед приходил Какой еще дед? Твой дед Пришел такой чистенький В пиджачке Весь из себя культурный Будьте добры Премного благодарен Только мам такой древний Песок сыпется А мы люди не гордые Нам и такое сгодится Приволокущие чего? А кроме цветов Где-то-то? А ты откуда знаешь? Ой, Надюха Мужики, они Народ предсказуемый Ну показывай Чего старикан припер Да вот? Да вот Ништяне Интересно Раскошелился Сердечко на цепочке Ни камешка, ни гравировочки Дешевка Ну, оно золотое? Ну, золотое А толку-то чего? Золото дутое? Цена ему грош? Тоже мне, писатель-фантаст Ни ума, ни фантазии Женщине подарок придумать не может Елена Петровна Я вас обыскался Как, вы Купили подарок От коллектива? Купила еще какой? Двуспальный Подождите Какой двуспальный? Мы же решили Подарить от коллектива Альбом Альбом для фотографий Вы что, купили двуспальный альбом? Да нет Там нормальных альбомов не было Я выбрала им мешок Какой мешок? Николай Павлович Как вы сегодня несообразительны Я же говорю Двуспальный Двуспальный мешок Который люди спят Подождите Вы что, предлагаете этим Милым, я не побоюсь сказать Молодоженам Спать в мешке? Ну да С ним можно в парке устроиться На вокзале Мало ли, как жизнь может повернуться Я все понял, Елена Петровна Мы подарим Молодоженам От нашего коллектива Конверт В котором будет некая приятная Сумма С этим мешком Вы сами как-нибудь уж выкручиваетесь А что выкручиваться? Подари и все дела Любопытно, что вы при этом скажете А у меня на любой случай слова найдутся Да Перерывчик бы устроить На хоть на 5 Радуюсь, если вообще присесть удастся Здесь сегодня такой дурдом намечается Ого Ты посмотри, какой надюха апгрейд устроила, а? Ну как и те, Стасик Ничего так Клевый прикид Спасибо, я старалась Фирменное шматье Одобряю И твое одобрение по боку Я не для тебя одевалась А ты знаешь, что девушка должна хорошо не только одеваться, но и раздеваться Гуцел, не хами Надя, не слушай его Спасибо Ну ладно, я пойду присяду А ты, Стасик, принеси мне, пожалуйста, коктейльчик Стасик, ты принеси мне, пожалуйста, коктейльчик Слушай, Стаси, а может, ты зря морду воротишь? Смотри, какая девочка дрессированная Ради тебя оделась Знаешь, вообще, какая она? Слушай, не надо мне вот это вот только Я точно знаю, что ты понаденький большой специалист Дорогая, я принес тебе цветов. Сегодня утром набрал специально для тебя. Посмотри, какие они красивые. Это не цветы, а жители этой планеты. Кстати, они очень недовольны, что ты испортил им выходные. Стоп, снято! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Клевина, привет. Рад тебя слышать. Да, мы уже отснялись, так что скоро буду. Ну, ждите. Глеб, у нас на сегодня все. А то я тороплюсь, мне надо к друзьям на свадьбу не бежать. Ты что, издеваешься, что ли? Вчера тебя целый день не было. Сегодня ты опять свалить хочешь. Так свадьба же. Меня пригласили. А тебя в кино пригласили и цени вот это. У нас последние съемочные дни. Дорога каждая секунда, каждая минута. Ну, Глеб, тут... Да и слышать ничего не желаю. У меня сроки сметы. Я не имею права затягивать съемочный процесс ни на минуту. Поэтому быстро переодеваться и обратно на площадку. Работать. Работать. Дорогие гости, внимание, открываем наше свадебное торжество. Молодоженов поздравляем. Любви и счастья им желаем. Глянем хором, глянем дружно. Молодых поздравить нужно. Три-четыре. Поздравляем, поздравляем, поздравляем. Глаза влюбленных сияют ярко. Пришла пора вручить подарки. Ну-ка, гости, не скупитесь. Своей щедростью делитесь. Покажите нам сейчас, чем порадуете нас. Дорогие наши, Андрей Васильевич и Зоя Семеновна, позвольте преподнести вам этот скромный, но ценный подарок. Слушай, а что у нее там за символические подарки? Не знаю. Какой же это символический? Побрякушка какая-то сердечка на спочке. Вот дура, а при чем здесь украшение? Кто такие вещи на свадьбу дарит? Ну, знаешь, как говорится, тетку из деревни возможно вывезти, а вот деревню из тетки ничем не выведешь. Это точно. Всего вам самого хорошего. Поздравляем, поздравляем. А как где она? А где она? Она вчера же здесь была, а? Упал, а? Ира? Привет. Мишка. Напугал как до смерти. Нельзя же так? Ну уж извини. Ну, где Гена? Или во сколько у вас тут назначено? Ни во сколько. Он вообще не должен был приходить. Сегодня выходной. Ира, не надо врать. Я слышал, как вы договаривались о встрече. Не было такого. Ира, было. Вы разговаривали об этом по телефону. А что, разговаривать по телефону у нас теперь преступление, да? Он мне просто позвонил и спросил, как мои дела. А дружески, по-приятельски, понимаешь? Мне Гена не чужой человек. Он мой друг и однофурсник. И вообще, ты что, забыл, как он нам помогал, да? То есть, он не чужой. А я чужой. И мне можно просто наврать, что ушла за хлебом. Ну, знаешь ли. Да я за флешкой вернулась. Чтобы ты мог дома закончить работу. Ну, раз ты сам сюда приперся, не дождался. Вот сам ее и ищи. Минуточку. Внимание. Есть такая примета. Если жених и невеста садятся на шубу, вывернутую мехом наружу, то жизнь их будет богатая и счастливая. А нам жарко не будет? Вам рядом быть в жару и стужу, за честь семьи стоять стеной, чтоб был жених хорошим мужем, невеста славной женой. Спасибо. Дорогие мои, хорошие, вы на нашей свадьбе не просто гости. Вы наши самые близкие друзья. Спасибо вам за этот праздник. И пусть мы пока официально не расписаны, но я считаю, что женить бы это дело личное. Дело личное, приличное, просто отличное. Аплодисменты. Знаете, как я теперь буду отвечать на вопросы анкеты о семейном положении? Мое семейное положение счастлив. Желаю жить вам в добром мире. Желательно в своей квартире. Аплодисменты. Спасибо. Это она и на нас помогает. Судя молча, разберемся. Поздравляем молодых! Поздравляем за шумным свадебным столом, Как светоч дружбы, доброты, Зажгли сегодня вы вдвоем Свечу надежды и любви. Так пусть же этой дружбы свет Вам светит ярко, без конца, Чтоб бесконечно много лет Сплетались два кольца. Наполняем вокалы! Дорогие Зая Семеновы, Андрей Васильевич, Позвольте мне от нашего коллектива Вручить вам небольшой конверт На расходы семейные, Теперь же общие. Хозяйство ведает жена, Про деньги знает все она. А еще мы дарим вам мешок, Не простой, а полный счастья. Понимаете? Пока не очень. Ну как же, мешок не просто спальный, Он двухспальный, А значит, счастья там в два раза больше. Ура! Передайте, пожалуйста. А вы все время орали, Зачем вам палатка? Да, теперь с фаспальником Комплект получается. Давай, вручай. Андрей Васильевич, Разрешите приступить к вручению подарка? Приступайте. Как говорят, С пивом рай и в шалаше. А мы постарались Этот шалаш вам благоустроить. Вот вам от нашего подразделения Палатка, Ну и, конечно, Конвертик нам нужный. Спасибо. Ура! Пусть в новой семье Станет доброй традицией Дружить с нашей доблестной, Славной милицией. Ура! 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 Дружба! Дружба! Я сказала, да! Друзья, а сейчас главное блюдо сегодняшнего вечера Шеф-повар, наша Светочка Шеф-повар, наша Светочка Пельмешки хороши, сразу видно от души Мировые пельмешки Ой, молодец, молодец, сваренок Всего-то неделя училась, а готовишь Ну, пальчики обрежу А вы не могли бы это еще раз повторить, когда Славик вернется? С удовольствием А ты-ка пельмень даем? Где ее носит? Чтобы праздник был веселым, скажет ТОС, директор школы Дорогие друзья, очень рад выбить замуж одну из наших лучших учительниц Пусть крепнет союз милиции и учителей Я считаю эти профессии одни из самых нужных, одни из самых важных Так есть еще в вашей школе невесты? О, еще какие! Женихи-то не подкачали Нет, серьезно Просто в нашей милиции страшный дефицит женским полом Ну, если серьезно Заходите в гости А? Устроим смотрины Как говорится, у нас товар, у вас купец А? Вот это дело Будем дружить с коллективами Ну, а потом будем дружить с семьями Горько! 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 Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Шесть! Семь! АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас Вас поздравят Детки-ранетки! АПЛОДИСМЕНТЫ Девчонки, давайте Наташка скажем Правда, Наташка, скажи ты Все в обморок попадают от удивления Давай! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, зачем же они так? Это жесток Вот дуехи Что они придумали? Дорогие Андрея Васильевич и Зуи Семеновна Мы, Ранетки, и вся наша школа очень за вас рада Будьте счастливы! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ой, Наташа заговорила Радость какая Любимая папочка, я тоже тебя поздравляю И очень горжусь тобой И вас поздравляю, Зоя Семеновна А сейчас мы сыграем специально для молодоженов Ну что, поехали? Если ночью бродишь по крышам Пароль Любовь Если звезды станут чуть ближе Ответ Любовь До потери боли и до сути Ты чья, ты чей? Слав, я тебя носит Да, отлично все Просто в город запишила И поэтому Ну что, Светочки, мне пельмени-то тебе понравились? Отличные пельмени Даже несколько необыкновенные Ой, ну так ешь давай, налегай Не стесняйся А может я пока салатиком закушу? Подожди, салатик-то он подождет А у пельмени надо есть, пока они горячие Если надо Ярослав Николаевич, вам что, пельмени не понравились? Что вы, Светочка, пельмени просто великолепные Правда Ешь давай, что ты ломаешься, как пряня Слава какой-то похожий Опять счастливый пельмень попался Сожгучим перцем Что значит опять? Он что, был не один? Это все о ней Это все о нем Все случилось так Ты здесь не причем Разгучат слова Смотрят новостей Это все о нем Это все о нем Лер, а ты что такая кислая? За предков радоваться надо Я радуюсь А чего тогда? Да Стас бесит меня Развел тут шуру-муру у всех на глазах с Наденькой Носит ей коктейли, она ему глазки строит Видеть их не могу Да плюнь ты Нашла из-за чего расстраиваться Мировая тусовка Вон смотри, все наши собрались Да, только Степнова что-то не видно Точно, Лена А он вообще знает о свадьбе? Знает Я ему звонила Его не отпустили Не переживай Может придет еще? Да не придет Съемки у него Сказал, что не сможет вырваться Привет всем передала Расстроилась, да? Ладно, девчонки Не будем ерундой маяться Давайте лучше петь Ну что, тогда медляк? Девочки, солнышки У меня сейчас по плану Белый танец, можем? Хорошо Внимание Объявляется Белый танец Дамы Приглашают Кавалеров Один воздух разбавляет Дым сигарет И мир наполнен светом Одно небо засмеялось И громче всех запела Белый танец Ну что, Зоя По-моему, свадьба удалась Он как молодежь веселится Стаса, я правда тебе так больше нравлюсь? Правда? А Гусулу ты не слушай Он дурак Ну да я знаю А ты хорошо танцуешь? Да нет Мне просто с партнершей повезло Ничего, что я тебя танцевать вытащила Как твоя нога Это не ерунда А потанцевать я люблю Я однажды на спор Четыре часа протанцевал Пока не свалился Светочка! А почему ты со Славиком не танцуешь? Ему опять счастливый пельмень попался Уже третий Да сколько же их было-то? Да лучше не спрашивайте меня Эти дурацкие пельмени Ну-ка прекрати истерику Пельмени прекрасные Вот посмотри Посмотри Как все их уплетают за обе щеки Ну хочешь, я у людей спрошу? О, товарищ милиционер Вам пельмени понравились? Супер Правда не все Почему-то тогда без перс попадаются Стас, хорошие руки переходишь Опытные Что, решил за Наденькой приударить? Ну и правильно Она у нас кадр проверен И можешь у Гуцула с Платоновым спросить Ну и почему тут Платонов? Ну как же У нее на него были большие планы Но ничего не вышло Поэтому она за тебя взялась И правильно Ты у нас парень безотказный Ну ты ведь ничего не знаешь Что же, я не вижу Какими глазами она на тебя смотрит Так тебе и надо Больше чем Наденька Ты недостоин Лер, перестань Тебе не идет, когда ты так бесишься А я не бешусь Я счастлива Я просто рада Что я наконец-то свалю И твою гнусную рожу Больше никогда не увижу Ого Солидную нам премию за свадьбу отвалили Да, такие денежища я и в руках никогда не держала Слушай, Зоя А может махнем на Мальдивы, а? А может выкупим квартирку у твоих родственничков, а? Думаешь, этих денег хватит? Хотя, должно хватить Ну тогда, может прямо сейчас пойдешь Гущина и поговоришь обо всем Вот все Стану я праздник себе портить Потом как-нибудь Завтра Нет, сейчас Знаю я эту пройдуху Придумай ты опять что-нибудь Ну вообще, ты права Слушай Какая ты у меня умница Ну, мы же теперь одна семья И я думаю о Лере Квартира ее И надо, чтобы все было оформлено по-человечески А на Мальдивы я тебя все равно Ну свадьбу Ты мне веришь в жена? Конечно, муж Свадьба удалась Сомнений нет Время невесте бросать букет Незамужние дамы, протяните руки Это развлечение не от скуки Правду нам скажет ворожба Кого в невесты пророчит судьба Ну что, готовы? Ну и Семеновна Готовы? Ну Не промахнись Два Три Три Мне? Я этого быть не может Это судьба Быть в свадьбе А жених-то есть? Ты не верил, Федя Ну почему не может быть? Почему не может быть-то, а? Что вы намекаете? Это же Господь с вами Я ни на что не намекаю Просто я хотел сказать Что вот такой красивый Умный, элегантный женщина Ну просто Не может не быть поклонником Поздравляю вас Люба Давай выйдем на минутку Нам надо поговорить Андрюш, может потом? Нет Именно сейчас Послушай, Люба Я хочу поговорить Насчет квартиры Вот немец тебе, Андрюшенька Всему свое время Отгуляем И будем думать Как теперь быть Нет, я хочу все выяснить Прямо сейчас А чего тут выяснять? Все и так ясно Как белый день Приятель твой сказал уже Пойди Про подарок к свадебке Про какой еще подарок? Ты про эту, что ли? Да нет Это так Мелочи Мы Зое в основном просили Дарить деньгами Нехорошо, Андрей Мало тебе, что ты нас Наденькое на улицу Выгоняешь среди зимы Как псов шаудивых Так еще и хвастаться вздумал Как вы теперь заживете Без нас С деньгами Люба О чем ты говоришь? О том Я и без тебя знаю Что теперь не могу иметь претензий На твою квартиру И нечего мне этим Лишний раз тыкать Так почему не можешь? Почему не имеешь права? Мы одна семья Я прекрасно помню Что ты имеешь право На одну девятую часть Жилплощади Не перебивай Люба Нам на свадьбу Подарили деньги И здесь как раз Та сумма Которую мы были должны Я их тебе отдаю А вы съезжаете От Леры Согласна? Согласна Ой А я завтра же тебе Андрюша Бумагу у нотариуса Справлю Не беспокойся Ни о чем Да ладно Старший товарищ А как мужчин Мужчин Хочу сказать Что ты тянешь с Ириной А? В смысле? Пока вы этот Цветочно-конфетный период Проходите Другие вот уже Пожениться успели Не по одному разу Ну я Ну что ты мямлишь Что ты мямлишь А? Вот ты так Видишь какие мужики Причь из милиции Уведут Уведут Дел Когда у вас Смотят А? Ну я не могу так Сам решить Мне нужно с Ириной Говорить Поговорить Пока вы говорите Советуйтесь Советуйтесь Результаты в ноль Все Завтра Ты мне скажешь Когда Назначается День свадьбы Понял? Слушаюсь Так классно было Танцы Подарки Ну я тоже так хочу Наташка У нас для тебя подарок есть Да? От кого? От Юры Ты когда пропала Мы пошли К экстрасенсу И она сказала Где искать записку И кольцо Юра для тебя Это оставил Наташ Спасибо Что нибудь Спасибо девчонки Но я лучше Останусь пока Одна То есть С Юрой А мы как-то Какой свадьбы Узнаю Узнаю как и что Хорошо? Ну пока Что ты на меня смотришь? Я просто гуляла по улице Без гены Если тебя все еще Это интересует Мам Пап Привет 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 Как свадьба прошла? Весело Весело Жаль не смог пойти Последние съемочные дни Понимаешь? Ничего Я все объяснила Да кстати Я хотел Завтра дедушку На съемочную площадку Пригласить Он дома? Да вы что? Он сейчас дома не сидит Нашел все кроли И гуляет с ними Целыми днями Ну Чего ты на него гонишь? Ему хорошо и ладно И Не называй ее Кроли Да она на 20 лет Ему моложе Я считаю Что разница в возрасте Любви не помех Ну Вообще Я тоже так считаю Просто стерва она Вот и все Знаешь Наверное Дедушке виднее Ну так что Передашь ему Мое приглашение Кстати Пусть Приезжает вместе Со своей Дамой сердца Передам Мам Ты чего? Давай доча Дуй в нашу комнату Собираем анатки В Сызрань поедем Зачем? Твое дело Отсидеться надо Пару дней Мам Я никуда не поеду У меня здесь друзья И работа Да никуда твоя работа Не денется Ты понимаешь Позвонишь из Сызрани Скажешь что заболела Мам Мы же не навсегда туда уезжаем Да не боись доча Вернемся Да Москва город хлебный Нам тут еще есть чем заняться Дон Жан вернулся в родные пенаты А что грустный такой? Да бродил целый день по городу Думал может позвонить Люба А она так и не позвонила Так она на свадьбе была У Леркиного отца Я ее там видела Действительно Как же я забыл то Ну и как она? Распрекрасно Распрекрасно Что с ней станется? Она нашей кассе Какой-то кулон дурацкий подарила Кулон или медальон В форме сердца А откуда ты знаешь? Помнишь как ты меня назвала недавно? Старым дураком Это точно Я старый дурак И этот медальон И подарил Дед, а может... Дед, а может... Не может Ты права была Не любит она меня Не я ей нужен А квартира московская Дедуль Да наплюй ты на нее Я же говорила Она стерва Андрюша Да чего чудесный вечер получился Это точно Спасибо Варваре Никитичне Вот что значит Хорошая организация Смотри-ка Кто-то нам домовенка подарил Совсем как живой А мы его у порога поставим Пусть злых духов отгоняет О Фляжка походная Пригодится Буду на рыбалку брать А вот тот самый золотой кулончик Ну-ка Настоящий Да Слушай Смотри-ка открывается Фотография какого-то деда Может это Символический дед Да И что же это значит Ну Например Что мы с тобой будем жить долго Счастливо И до глубокой старости До потери боли До сути Ты чья Ты чей Он наверное был самым лучшим Пока Был с ней Это все о ней Это все о ней С кругом пробки Папа успокойся Довольно ты еще целых пять часов Ну до аэропорта тоже знаешь Путь не близкий Папа хоть меня торопить Вот если я что-нибудь забуду Так Это взяла Куртку Куртку взяла Лер Оформить отказ Оформить отказ От имущественных прав Нету не может быть Чтобы они просто так взяли И исчезли Ну в таких случаях Как минимум записку оставляют Ладно Пойду на кухню посмотрю Лерочка тебе помочь? Да Девчонки Вы только посмотрите Когда только успела А что это? Отказ от наследства Ну круто Больше родственнички Не будут претендовать На нашу жилплощадь Да Зря мы одна Ко них так плохо думали Люба в итоге Оказалась Порядочным человеком Ну знаешь Андрюш В таких делах Лучше ошибиться в человеке А потом понять Что он на самом деле Порядочный Чем наоборот Ведь мы не ангелы Живем мы на земле С дождем растаяли Как слезы на стекле Наши крылья растворились Улетят на небеса И наверное забыли Что не верим в чудеса По небу Клыли мы Не ведом А куда И растворились Мы Наверно В облаках Ночью крылья Словно птицы Улетят на небеса Нам Наверно Что-то снится Хоть я Я не ангел Но я хочу быть с тобой И ты тоже не ангел Но все равно будешь мой Но я не знаю Сколько буду в пути Я обещаю Обещаю найти Я обещаю Обещаю Найти Я найду тебя Аня Я сегодня буду поздно Работы много А время поджимает Угу Проект надо сдавать Придется поднапрячься А что ты передо мной Это отчитываешься Ты маме скажи Ну ладно Не теряй меня Если что Звони Ну вот и чего ты молчала А что я должна была сказать Ну зачем тогда ты его вышла провожать Я надеялась Что он передо мной извинится А папа наверное надеялся наоборот Интересно За что я должна была перед ним извиняться За то что на работу съездила Хотела привезти его флешку С расчетами документации Ну ты же прекрасно знаешь Чего он хочет Ну просто не общайся с Геной Вот и все Да? А с кем мне еще не нужно общаться? Да он меня своей ревностью С ума свел Он тебя просто любит Когда любит Байкотов не устраивает И вообще Вот не хочет со мной разговаривать И не нужно Я с ним тоже не буду разговаривать Вы же взрослые люди А ведете себя как Смотреть на вас противно Все пока Спасибо за радостное утро В теплом семейном кругу Джек А Режиссер объявился Да, алло Да, слушаю Ну конечно помню Да практически все уже готово Осталось только аранжировать Думаю успеем Наташ Режиссер срочно требует музыку к фильму Да? Да Говорит, что Сегодня последний день съемок И завтра уже отдают в монтаж Ну Лерку отправим сейчас И приду наделаем Здрасте А уроки? Мам Ну Один день пропущен Че ты? Во А ты мне записку напишешь Ну что я заболела там Прогульщица Боря Это не педагогично Отрывать ребенка от школы Не бухти мать Мы не ради баловства Правда? Дело серьезное Так давай что у тебя И я подумаю, что и как Вот тут вот основная тема А дальше идут Ну тоже там Всякие набросочки Справишься? Попробую Кто бы мог подумать, что у Милославского такая мама веселая А что тут удивительного? Ну не знаю, сам он такой скромный Да, зато мама у него настоящий профи Надо будет ее пригласить, когда у нас кто-нибудь банкет закажет Точно, Вов И еще надо попросить ее, чтобы она порекомендовала наше кафе кому-нибудь из своих клиентов Можно будет ей процент назначить Точно Ой, если бы у нас каждый день было столько посетителей Мы бы через месяц второе кафе купили Да, дочь? Лиз, ну тебя Свадьбы-то не каждый день бывают А я верю, что после вчерашнего вечера к нам народ потянется Потянется? Вот только есть одна проблема небольшая Какая? Музыки-то у нас теперь нет Лерка же уезжает А-а-а Ну подожди, можно же ей замену найти? Наверное, можно, но мы с девчонками еще не думали об этом Ну вот и подумайте Не сидеть же вам без ударника, если она уезжает Сначала ее проводить надо А то как-то некрасиво получится Если она еще будет здесь, а мы будем ей замену искать Ну да Ты чего вздыхаешь, болит что? Ай, душа у меня болит Я аж испугалась в сердце опять Эх, Ленка, Ленка Отбегался твой Петр Никонорович Отфантазировался старый фантаст Видимо, жизнь моя заканчивается Ой, да брось ты Жизнь бы твоя кончилась, если бы ты на этой крысе женился бы Лен, если даже человек тебе глубоко не симпатичен Это еще не повод его осуждать А я никого не осуждаю Я просто считаю, что нужно радоваться всему в этой жизни Например, тому, что ты не повелся на ее заманухе Лена Кстати, дед, забыл тебе сказать Сегодня последний день съемок вашего фильма Да что ты говоришь А что так быстро-то? Наверное, не очень старались Ну почему же? Сейчас все быстро снимают Ага, поэтому такая галиматья по телевидению Хорошее кино за месяц не снимешь А ты откуда знаешь, что последний день-то? Степнов заходил И что? Ну ничего, пригласил на фуршет Сходи, дед, не кисни, а А кому я там нужен-то? Как это кому? Ты же автор, ты всем нужен Что ты на себя крест ставишь, дед? А что, можешь действительно сходить Развеяться Вот-вот Алло, Ириш, привет Слушай, не могла бы ты ко мне заскочить? Да, не вопрос А ты почему не в школе? Я тебя здесь жду Да тут, знаешь, такая ситуация По телефону не расскажешь Это видеть надо А что-то случилось? Да ничего страшного Но имею в виду Я Савченко сказал, что заболел Так что не пугайся Хорошо, не буду Тогда я после уроков заскочу Договорились? Жду Девчонки, я хотела вам сказать В общем Это заслуга всей нашей группы Что я в Англию еду Если бы не вы Ладно, Лера Не оправдывайся Нет, правда Я очень вам благодарна Спасибо вам большое Если можете, то простите Что я использую этот шанс одна Да и вот не парюсь Вот именно Так главное учись хорошо Чтобы не вылететь Постараюсь И вы мне пообещайте Что группа не распадется Как же мы без барабанщицы-то? Ну, найдете кого-нибудь Что барабанщицы сложно найти Легко сказать Ну, группа Ронетки Все равно должна существовать И без меня Тише Звонок уже был Что-то, по-моему Сегодня многих нет Ну да Ронетки пошли в аэропорт Леру провожать Она что, сегодня улетает? Ну, раз поехали провожать Наверное, улетает А ты откуда знаешь? Сорока на хвосте принесла Ирина Рилантовна Отпустите меня с урока, пожалуйста Мне очень нужно Ну, хорошо, иди Но только к следующему уроку Напишешь и реферат Вы сегодняшните Хорошо Спасибо Ну что, я ничего не забыла? Эту сумку брать? Брать Только одна не поднимай Она очень тяжелая Ну что, понесли? Ленка Мы теперь, наверное, лет через сто только увидимся И я хотела тебе сказать Мне кажется, что Степнов В общем, зря ты с ним рассталась, Лен Честно, мне кажется, что вы должны быть вместе Думаешь? Ну, конечно, на вас посмотришь Вы прям созданы друг для друга Клево И как ты себе это представляешь, Лер? Я типа к нему подваливаю и говорю Виктор Михайлович, мы созданы друг для друга, да? Ну, не знаю На месте сориентируешься На каком месте? Я на площадку не пойду Домой к нему тоже бред какой-то Кстати, Лен Мы сегодня с папой идем музыку отдавать А там последний съемочный день Я знаю Видишь, как все удачно складывается? Скажи, что это судьба Знаешь, Гена, я вот тут подумал Да Ирине я дал отпуск, а тебе нет Это несправедливо А, ты мне хочешь дать отгул? Нет, я хочу сказать, что ты можешь быть свободен до конца проекта Вы с Ириной очень много поработали Даже сверхурочно И оба заслужили отдых До конца проекта Да-да, я справлюсь сам Вот так, да? Зарплату ты будешь получать полностью В деньгах не потеряешь Все понятно? Я рад, что ты меня правильно понял Наверное, я для тебя слишком сильный и раздражающий фактор Гена, ты для меня не фактор А просто сотрудник Которому следует дать отдохнуть Ну что же Если тебе от этого станет легче Конечно Пожалуйста Пожалуйста Ну что, девчонки, мне пора Ну, не огорчайся ты так Не навсегда же уезжаешь Кто знает А вдруг она там замуж убьет? За какого-нибудь лорда Ну, еще скажите за принца Угольского В жизни всякое бывает О, ну, все Все, иду уже, девчонки Ну ладно, мне пора Ну-ка Счастливо Пока Далеко-далеко Вера уезжает Почему из двух Еще раз спасибо Мы успели проблему решить Я вчера с нашей родственницей рассчитался Как рассчитался? Нам же деньги на свадьбу подарили Ну вот, я за их долю Деньги и отдал И что, она их взяла? Ну, конечно Ты смотри, совсем людей совести нет Ну, я же тебе говорила Нужно было предупредить А, а что такое? Просто я тоже отдал ей деньги Вы? Зачем? Решила с вами неподадок стоять Она даже в документах не показала Натериально заверенная Что отказывается от своих прав на квартиру Так что же, выходит, она со всех Деньги собрала и уехала Ну, хоть что так Ну что, Андрей Зря мы про нее плохо подумали Да, действительно Мы ее еще пожалели Бедная родственница Ничего себе, бедная Оттяпала двойную сумму И свильнула Привет, Аня Привет Ну что, попрощалась с Леркой? Угу Расстроилась? Да я и до этого расстроенная была Кто же тебе так настроение улучшил? Да родители С самого утра грызутся У меня уже зла на них не хватает Степ, ну скажи, когда это кончится? Ну, ты знаешь, это даже прикольно Что ж тут прикольного? Ну как что прикольного? То, что два родителя А так была бы у тебя одна мать На тебя бы все зло срывало А так хоть на отца орет Слушай, Степ, я давно хотела спросить А папа твой где? Да, я понятия не имею И что же, никуда не было интересно, где он? Ну, почему же? Было интересно Только мать мне о нем никогда не рассказывала А когда у нее спрашиваешь Все время разговор на другую тему переводит Странно Да чего уж тут странного-то Наверняка мой папа аж не герой России А то бы она не темнела Ладно, пойдем Скоро звонок Присаживайтесь, ребята, присаживайтесь Присаживайтесь, поживей Ну что, Николай Павлович Как вчера на свадьбе погуляли? Голова не болит? Гуцелов Ты о моей голове не беспокойся С ней все в порядке, она на месте Ты лучше побеспокойся о домашнем задании Которое я сейчас, кстати, буду проверять Да-да Николай Павлович, извините за опоздание Мы Леру Новику в Англию провожали Я знаю, Лена, да-да Проходи, садись Как же вы теперь без барабанщика-то, а? Ну, найдем кого-нибудь Да Скажите, а никто в классе не умеет барабанить? Ну, играть на барабане, а? Я вижу, что никто Раньше все умели играть на барабане, в горне дудеть Жалко, что эти времена прошли Правда, меня жалко Николай Павлович, ну, раз вы умеете и на барабане играть, и на горне дудеть Может, вы Леру замените тогда? Гуцелов, давай я буду на своем месте барабанить А ты вот займи-ка место отвечающего у доски Гуцелов Ну, и долго ты собираешься молчать? Я на регистрацию опоздаю Я просто хотел сказать, что Мне очень жаль, что ты летаешь И что мы так В дурацке поссорились Мне кажется, что ты, наоборот, очень рад Ведь теперь тебе ничто не помешает встречаться с Лебедевой Лер, перестань, тебе все объяснил Я не хочу ничего слышать Мне Надя сказала, что ты уже давно запал на Лебедева Надя? Нашла, кому верить Ну, предположим, что она мне наврала Тогда чего ты к Лебедевой так прилип? Да тебя послеть Ты же в Англию приглашение поняла Мне ничего вообще не сообщила Поставила тупо перед фактом А я смотрю правильно, что я у тебя ничего не спросила Чувствовала, что ты на такое способен Да на какое? Когда люди делают что-то назло Они делают гадость Если ты тогда уже ко мне так относился Тебя и спрашивать ни о чем не надо было В общем, Стас, зря ты приехал Между нами все кончено У меня будет новая жизнь в новой стране Тебя я постараюсь забыть как можно скорее Ты гуляй со своей Лебедевой, сколько влезет А ты не указывай мне, с кем гулять Дура Сам дура И ввали свою Англию, стеричка Удачная карьера Добрый день Здравствуйте, Людмила Федоровна А вы почему здесь? А где же мне быть в учебное время? Я думала, что вы пойдете провожать Октябрину Ну, с ним и вчера попрощались А с Шинским? И с Шинским тоже Но откровенно говоря Я просто не знаю, как с ним себя держать Может быть, вы просто не хотите с ним расставаться? К моему удивлению Я вообще его не поняла К чему были вот эти все знаки внимания Подарки, ухаживания, рестораны Когда он все равно собирался уезжать Может быть, это была вежливость с его стороны? А может, дань прошлому? Может быть Я-то вообразила себе, бог есть что Ну, ладно, уехал, так уехал И надо забыть это все поскорее, как страшный сон Жизнь продолжается Со всеми ее делами, заботами Хорошо, Людмила Федоровна, так держать Вот интересно, что там у нас Сегодня по гороскопу? Вот, вот Приятная неожиданность Это что, они все Двойки, что ли, ни одной не получат? Приятная А где Стас? Ушел Как ушел? Вы что, поссорились? Папа, мы с ним расстались уже давно Ну, он же приехал, тебя провожил Ну, ну что? Значит, ты ему не безразлична? Безразлична Он приехал, чтобы совесть свою успокоить Ну, мне показалось Стойте Папа, ну хватит Ну что, наш лес объявили, пора прощаться Ну, надо начать Будь умницей Верочка, обязательно позвоню? Обязательно позвоню Давайте, давайте Будь умницей Не может быть Может быть Не вместе Может быть Забуду и уйду навсегда А я хотела спросить А как Степка? Не будет больше? Ты знаешь, с днём рождения Как подменил? Ну, хорошо, что всё нормально Он бывает, конечно, иногда резким Но, в принципе, он хороший Ты действительно так думаешь? Конечно Ой, Анюта, я не перестаю благодарить тебя Если бы не ты Ой, да вы что? Моя заслуга минимальная Если бы он не хотел, он бы не изменился Ты знаешь, мы начали с уважением друг к другу относиться Я ж тоже не сахар Характер расчётный А Степка, он в меня Такой же взбалм, что прям моя кофе И всё Надо же Внешне вы совсем разные Да, внешне он больше пошёл в отца Интересно было бы с его папой встретиться И разрешите мне ещё раз поздравить вас с окончанием съёмок Ура! Добрый день О, а вот автор сценария Пётр Николаевич, прошу к столу Предлагаю тост завтра Ура! Ура! Пётр Николаевич А вы чего один? Где ваша подружка? Нет у меня больше подружки Витя Что-то случилось? Да случилась безответная любовь Вот что Пётр Николаевич Может вы слишком драматизируете? К сожалению, нет Просто ведь я, старый дурак, забыл Как за женщинами ухаживать надо Старый Вы ещё у нас хоть куда? Думаешь? Уверен на сто процентов Ну тогда Подскажи-ка мне, Виктор Где у вас тут шампанского добавляем? Легко И предлагаю тост Отец его бывший спортсмен Подающий надежды Ух ты, а в каком виде спорта? Бокс На крутых чемпионатах медали получал А когда настали дикие девяностые Как все спортсмены В ракетиры подался Не сложно докадаться, чем Закончился его бизнес Судом и сроком А Стёпка об этом знает? Нет, я не хочу, чтобы он об этом знал У него и так характер хулиганистый Я боюсь, как бы он под стопом отца не пошёл Ну а сейчас он где? Ну в смысле папа? Да не знаю, может уже выпустили За примерное поведение Может ещё сидит Мне это неинтересно, Аня Я только тебя очень прошу Не говори Стёпе Хорошо, конечно, конечно не скажу Ну что, Виктор Иванович Значит завтра можешь приступить к занятиям Я готов Отлично, отлично Слушай, а как Людмила Фёдоровна, как она отнеслась к тому, что ты будешь работать у нас в школе? Ну, она пока об этом не знает Для неё это будет сюрприз Надеюсь, приятно Я тоже надеюсь, приятно Ну хорошо Значит, по поводу расписания Всяких наших там неписанных правил Ну как бы, так сказать, взаимоотношений Это всё к ней Она тебе на правах зауча Ну как бы объяснить всю нашу специфику Эх, я чувствую, что я Ну, волнуюсь Да брось, Виктор Иванович Это школа Ну просто школа и всё Пойдём, я тебе познакомлю с нашим коллективом Мы Вперёд из песней Пойдём Вперёд, твоя семья Понимаешь, хотел попрощаться по-человечески Припёрся в этот аэропорт, как дурак Да плюнь ты Ну что, кроме неё девок, что ли, больше нет? Главное, всё так у неё просто Давай забудем друг друга У меня начинается новая жизнь Стоял там как оплёванный Брат, ну расслабься уже Лена сейчас летит в самолёте Кушает котлетку с горошком А ты тут стоишь себе голову пеплом посыпаешь Остынь Жизнь прекрасна В каком месте? Ну, не знаю Лебедева, например, никуда улетать не собирается Хочешь сказать, что Лебедева лучше, чем Лерка? Ну, ты знаешь, на безрыбье и таракан мясо Тем более, что Лебедева-то очень даже ничего На самом деле Пора уж завязываться с этой Леркой Зачем я только в аэропорт попёрся? Вот Слышу здравые речи Так ты не безнадёжен, брат Слушай, а Ольга-то правда неплохой вариант? Надо с ней помириться А теперь я предлагаю тост За самых прекрасных дам нашей группы Ура! Кристиночка, а вы почему стоите? Да, мы должны сидеть Это гусары пьют стоя Вы такой галатный кавалер Эх, Кристиночка, знали бы вы меня лет 20 назад Ну, боюсь то, что лет 20 назад я ещё ходила в детский садик А я уже нет Ну что, взбодрились, развеселились? Ну, рядом с такими молодыми и сам становишься молодым Я спокойно ненадолго, мне нужно позвонить Вы нас не бросайте, мы будем без вас скучать Я скоро вернусь Надеюсь Ну вот, а вы говорили, что на вас девушка без вас смотрелось Да Рано я не у нее распустил Надо самому ковать свое счастье Пойду-ка я сегодня к ней К кому? К Кристине? Да нет, к своей возлюбленной Прям сейчас? Конечно, а что тянуть-то? Пойду, предложу ей руку и сердце Может, не надо? Выпили А завтра с утречка С позараночку С чувством, с толком, с расстановочкой Нет, нет, нет У меня сегодня настрой такой прямо геройский Петр Николаевич, давайте завтра Такой праздник Посидим, выпьем Я вас до дома провожу Нет, нет, нет Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня Не медлит, не секунды Вот мой девиз Ну, что, Зоя Семен, проводили? Да, проводила А вы что ж, Людмила Федоровна, не пришли? Ах, ну Знаете Долгие проводы, лишние слезы А потом я этих аэропортов Не люблю, как-то волноваться начинаю А как мой внучек не плакал? Замечательный мальчик Проспал всю регистрацию Да, слава богу Да вы не волнуйтесь, Людмила Федоровна Все будет в порядке Ну, конечно, надеюсь, надеюсь Лера, если что, поможет Октябрине с малышом Да, помощников там хватает И Лера, и Артем, и Шинский Кто, простите? Оля Оля Можно тебя на минуту? Допустим Я бы хотел перед тобой извиниться Ну, в общем, я был неправ Да А как же Новикову? А при чем тут Новикову? Ну, если я не ошибаюсь, ты певил ее провожать? Ну, почему же сразу провожать? Может быть, она мне денег была должна Ну, что, я прощен? Почти Тогда до встречи Ну что, жизнь налаживается? Да Он сам пришел ко мне извиняться Мне даже напрягаться не пришлось Ну, вот отличный пункт примирения вычеркиваем Видишь, как все удачно складывается? Что это со мной, а? Не волнуйтесь, Людмила Федоровна Просто вы немножко потеряли сознание Потеряла? Сознание? Ну, как ее состояние? Вы знаете, пульс в норме Да? Может, все-таки в скорую? Вы знаете, я побегу, у меня урок Если что, сразу вызывайте врачей Сразу Она сегодня очень плохо себя чувствовала Наверное, давление подскочило Переволновалась Дочь в Америку улетела Внука увезла Да, да В нашем возрасте Волноваться вредно Зоя Семеновна Надо открыть окна Здесь очень душно Люся Не, ну как это? Ты же мне ничего не сказал Хотел сделать сюрприз Ага Тебе это удалось Давай, подруги О-о-о-о А мы вас зажгались Все готово? У нас как в аптеке Все в срок и в полном объеме Ну тогда присоединяйтесь к нашему столу Лен, ты куда? А, я думала, дедушка здесь. А он приходил, просто он уже ушел. Ладно, тогда я пойду домой. Вот подожди, он не домой, куда ты собирался? Куда? Сам как-то не разобрал. Он говорил про какую-то свою пассию, про то, что нельзя ждать ни минуты. Похоже, он собрался делать предложение. Так она из города уехала? Да. Он мне об этом ничего не говорил. Наверное, сам не знает. Сейчас начнется горе вселенское. Ладно, пойду его вылавливать. Кристина, такое дело... В общем, я должен, извините меня, я должен товарищам помочь. Прости. Это ж надо так опозориться, а? Упасть в обморок, как кисейной барышни. Не было со мной срода такого. Людмила Федоровна, ну не берите в голову. Это так несущественно. Главное, вы теперь будете вместе. Не торопитесь событий, Агнас Юрьевна. Я еще даже к мысли какой-то привыкнуть не могу. Людмила Федоровна, единственное, что вам сейчас нужно, это привести себя в порядок. Вы же с Шинским будете видеться каждый день. Вот в таком вот, в таком виде вам в школе появляться больше нельзя. Вы что? Агнас Юрьевна, вы что, предлагаете мне зовиться в школу? В боевой раскраске? А как я покажусь перед учениками, они меня привратно поймут. Они подумают, что я решаюсь специально ради мужчины. Людмила Федоровна, неужели вы всерьез полагаете, что ученикам есть до нас дело? Да они заняты своими проблемами. Им не до нас. Вы уверены? Поверьте опытному педагогу. Ну ладно. Было не было. Ян, подожди. Слушай, я тут подумал, где-то в гусарском настроении было, я лучше с тобой пойду. В каком настроении? В гусарском. Шампанское так в голову бьет, только держись. Блин, так он еще и пил. Зашибись. Ты не волнуйся, я ему там особо увлекаться не давал, так что там все в пределах разумного. Виктор Михайлович, что вы меня успокаиваете? Я что, деда своего не знаю, что ли? Ты мне лучше расскажи про даму его сердца. Что там за история с несчастной и безответной любовью? Да аферистка одна в оборот его взяла. Ему голову снесло. Ему без толку что-то объяснить. Да что-то ты объяснишь. Любовь – дело такое. Самому себе вы объясните. Ну ничего себе. Да. Нравится? Не то слово. Ну, я поэтому в школу и не пришел. Не мог же я себе позволить заявиться в школу с такой физиономией. У меня, как говорится, на лбу написано, что две недели провел на соленом ветру. Точно. Ты так сильно обгорел, что ли? Нет, это я обветрился. У меня, кажется, кожа нежная, как у младенца. А там крема, как ты понимаешь, никакого нет. Ну, корабль. А пока догадались, что маслом сливочным можно мазать. Слушай, зови скорее Димку. Я хочу вас сравнить. Вас теперь точно не отличить. А Димка уехал с утра. У них там, знаешь, как строго с опозданием. Да? Угу. Жаль. Мог бы и попрощаться. Нет, ну, тебе привет, конечно, веритал. Слушай, я тебе сейчас такое расскажу. Привет. Привет. Можно пройти? Или в этом доме к гостям не рады? Ты почему пришел? Ты же должен быть на работе. Твой муж дал мне отгул. Он сказал, что мы с тобой очень много работали и будет справедливо, если я отдохну. Вот я и отдыхаю. Интересно. А почему ты решил здесь отдыхать? Я просто зашел тебя проведать. Как однокурсник. Ну, как приятель. А что, нельзя? Не надо было этого делать. Понятно. И что, ты мне даже чаю выпить не пригласишь? Не приглашу. Здравствуй, Аня. Ген, тебе лучше уйти. Люсенька, я провожу тебя. Ты неважно выглядишь. Да нет, нет, у меня все в порядке. Я уже гораздо лучше себя чувствую. Я все равно провожу тебя. Извини, я не спросила. Где ты сейчас живешь? Дом-то уже продан. А, я купил большую квартиру. Ага, неожиданно. А почему ты решил не возвращаться в Америку? А ты не догадываешься? Нет. Кристалл мы, естественно, не нашли. Зато обнаружили массу интересного. Ты представляешь, мы нашли храм, а в нем статуя. Целая статуя. Ты можешь в это поверить? Могу. Ну, особую ценность, конечно же, представлял сам сплав, из которого была сделана эта статуя. Ничто ее не взяло. Ни время, ни вода. Так что можешь меня поздравить. Поздравлю. Да ты же еще не знаешь, с чем. А, ну да. Мы прибавим к нашей цивилизации несколько десятков тысяч лет. Поздравляю. Не пара тысячелетий, а несколько десятков тысяч лет. Ты понимаешь, что это значит? Это значит, что наша цивилизация станет несколько старше. Ну да. Тебе не интересно? Нет, почему интересно? Мне просто показалось, что тебя как-то не особо впечатлило вот наше открытие. Просто я еще не успела осознать всей значимости этого события. Все-таки несколько тысяч лет. Несколько десятков тысяч лет. Да, тем более десятков. Это очень сложно сразу себе представить. Ну да, я согласен. Мы тоже долгое время не могли в это поверить. Ну, а у вас тут, как без меня, все тихо? Ну, как сказать. Ну ладно, рассказывай. Давно меня выберли из школы. Почему вы с папой мне не верите? Меня это очень обижает. Я вам никогда не давала повода. Никогда. Мам, нам очень обидно, что этот ген постоянно к тебе клеится. Даже если это и так. Что в этом криминальном? В конце концов, влюбился в меня человек. Но я-то в него не влюблена. Ну вот так ему и скажи. Уже говорила. Ну, скажи еще раз, чтобы он понял. А если не можешь, то я скажу. Вот только не надо. Не надо в это вмешиваться. Мам, ну а что ты делать будешь, если он от тебя вообще не отстанет? Отстанет. Рано или поздно отстанет. Потому что я ему все время говорю о том, что у нас с ним только рабочие отношения. В крайнем случае, приятельские. Да ему хоть намекай, хоть не намекай. Ему все по барабану. Он ходит и ходит. Ань, ну он очень хороший человек. Да ну? Да. Ты же не знаешь, сколько он для папиного проекта сделал. Мам, ты знаешь, мне кажется, он не для папиного проекта старается, а для того, чтобы к тебе поближе быть. Не такой уж он и хороший, если вы с папой постоянно за него ругаетесь. Так, все, Ань, хватит. Закончим этот разговор. Давай закончим. Ты сама его начала. Потому что я нормальный человек. Ну, есть у меня однокурсник. Это что, преступление? А вы с папой хотите, чтобы я закрыла себя в доме в четырех стенах и ни с кем не общалась? Да что это за домострой, в конце концов? Вот ты представь, выйдешь ты замуж, а твой муж тебе запретит общаться. Вот, например, с этим, твоим, как его, белутой. Вот и что тогда? Ничего. А может, я за белутую замуж уйду? Представляешь, Димка настоящий подвиг совершил. Прямо здесь? Он спас Наташу Липатову и ее маму. Бандиты захватили их в заложники. А он и степнул. Пробрались на заброшенный завод и освободили их. Прямо с супермена. Не говори. Один из бандитов даже ранил Димку в ногу из пистолета. А почему они в милицию не обратились? Ну, папа Леры Новиковый был в курсе. Но они решили действовать самостоятельно. И ты ими восхищаешься? Они могли и сами погибнуть, и Наташу с мамой подставить. Да они герои. А еще Димка выиграл хрустального пеликана на конкурсе. Да ты что? Да. Так что поздравляем. Ты теперь у нас лучший учитель года. Ой, он такой актер оказался. Жюри просто ахнуло. А ученики его слушали с открытыми ртами. Молодец. Из любой ситуации выход моментально находил. Так что в школе никто даже и не заметил, что тебя не было. Да, было забавно. Дед, ну зачем ты так? Ты же знаешь, что тебе нельзя с твоим сердцем. Ну и пусть. Зачем вы меня увели? Я должен был ее дождаться, Любочку. Она бы вернулась, а я как верный рыцарь жду ее под дверью. Да не вернулась бы она. Я вам не верю. Вы меня обманываете. Вы нарочно говорите, что она уехала, чтобы привезти меня домой. Только я все равно вернусь и буду ждать ее. Слышите? Долго придется ждать. Она уже все вещи собрала. Ой, это я. Это я виноват. Она такая благородная. Ей даже моя жилплощадь не нужна. Дед, да послушай. Ты все время говоришь про нее всякие гадости. А она просто разочаровалась во мне и исчезла. И потом, если бы ей была нужна квартира, разве бы она уехала? Петр Николаевич, давайте мы вас лучше спать уложим. Нет, я снова вернусь назад. Отвезите меня. Дед, да это глупо. Ну и пусть глупо. Как верный пес ждет своего хозяина всю жизнь до смерти, так и я буду сидеть под дверью и ждать. И я все равно уйду, вы меня не удержите. Петр Николаевич, да никто вас не держит. Просто от вашего геройского подвига сегодня никакого толку нет. И потом, Петр Николаевич, в таком виде перед любимой женщиной нехорошо. А ведь ты прав, Витенька. Вот, давайте мы у вас спать положим. Вы проспитесь хорошенько, то есть выспитесь. А мы позвоним соседям, и когда она объявится, они нас предупредят. Правда, они позвонят? Ну, конечно. Я договорюсь. Да? Вот хорошо. А сейчас спать. Ну, ладно. Мне, наверное, пора. Как? А ты разве не останешься? Мы ведь так долго не виделись. Игорюш, ты только не обижайся. Я как-то отвыкла от тебя. А, понимаю. Ну, мне просто нужно время, чтобы все вернулось на круги свои. Понимаешь? Как скажешь. Тогда до завтра. А, до завтра. Низа. Вот. Сейчас сюда приляжем, и пару часиков поспим. Да не могу я спать. Вдруг она позвонит. А вот когда она позвонит, тогда мы вас разбудим, и вы поговорите. Хорошо? А сейчас спать. Кажется, заснул. Пойдем на кухню поговорим. Лена, 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 Лена. Что? Люблю я тебя по-прежнему. Вот что. Тогда вы классно шифруетесь. Ну, с этой, на площадке. Реально играете. Кристина. Она славная девушка. Не лежит к сердцу. И честно пытался тебя забыть. Ни черта не выходит. Как-то это неблагородно по отношению к ней. Получается, что вы ее использовали. Я ей все объясню. Не надо. Лучше оставайтесь со своей славной девушкой. Нам все равно с вами ничего не светит. Ну, почему? Мне так кажется. Понятно. Это из-за гуцелуа, да? У вас с ним все серьезно? У нас с ним ничего нет. И это ни на что не влияет. А что влияет? Ваши поцелуи с Кристиной влияют. Только не надо сейчас оправдываться. Я терпеть ненавижу, когда мне врут. Ясно. Заходить так вам можно? Или ты меня после этого разговора на порог не пустишь? Заходите мне, ты что? А деду приятно будет. Ну, спасибо и на этом. Делай за меня все, что хочется. И не думай, что когда-нибудь кончится. Все, что про любовь, это вечная. Неизменно и никем не замечено. Здесь радуга не разгадана. Мы лежит туда, значит, надо нам. А нагляды, что мы еще не знаем. Ведь мы с тобою чемпионы любви. И мы с тобою в этом мире одни. Далеко, далеко от других. А я что-то папу вечером не видела. Он поздно пришел, да? Он вообще не приходил. Как? А где же он? Не знаю. А вы что, не помирились? Нет. Мам, я, конечно, все понимаю, но ты должна сделать первый шаг. А почему это я? Я ни в чем не виновата. А кто виноват? Я, что ли, с Геннадием хожу по ресторанам? Так, Ань, только, пожалуйста, не начинай все сначала, а? Да я ничего не начинаю, но ты должна понимать, что ты дала папе повод и тебе все исправлять. Хорошо, что ты предлагаешь? Ну, как что? Звони папе, узнавай, что с ним, где он. Не буду я ему звонить. Мам, ну вы хотя бы меня пожалеете. Не дай бог разойдете. Все, я пошла. А ты звони папе. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. Дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы, не беда, накуда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не ангел, Но я хочу быть с тобой. И ты тоже не ангел, Но все равно будешь мой. Но я не знаю, сколько буду в пути. Я обещаю, обещаю найти. Я найду тебя. Ну, Морь, ты, конечно, меня вчера порадовал. Чем же это? Ну как? Пришел с банкета, отрезвый, как стекло. Молодец. Я что-то не понимаю. Бухой придешь плохо, трезвый тоже. Как вам угодить? Ну ладно, ладно, не заводись. Я на правду говорю, молодец, всегда бы так. Да ладно, мне чего праздновать. Это вот у Наташки дебют. А она музыку написала. Да ладно, пап. Ну чего, ты написала, а лавры почести мне. Неловко как-то. Там не моя, это заслуга. Твоя? Ведь это ты же мой папа. Ну а чего? Ну а я вся по тебе. И способности к музыке мне тоже от тебя. Ты повезла нам с дочкой. А то. Ладно, пойду собираться. Виктор Михайлович. Ага, я. Как дед? Жив? Спит, не вставал еще. О, передай ему. Что это? Огурцы соленые. На закуску что ли? Да нет, там рассол. Ну я вижу и что? От похмелья помогает. Ну, после вчерашнего деду сто пудов плохо будет. Вот, пускай рассольчику и замахнет. Я-то не знаю, в народе говорят, что помогает. А огурцы можно использовать в рассольник. Ну если только народ говорит, пойду на видное место поставлю. Ты в школу? Да. Ну тогда давай пойдем. Провожу тебя немного. Жень, я вот тебя все спросить хотела. У вас с группой что-нибудь решилось? Ну, Лерка уехала. Как вы теперь без нее? Пока не знаю. Будем новую барабанщицу искать. А я вот тут подумала. Может, вам Надю попробовать? Наденьку? Сестру Леркину? Ну да. Мам, ты что, с ума сошла? Во-первых, не надо со мной так разговаривать. Извини, я просто обалдела. Обалдела. А что такого? Что такого? Может, она тоже на барабанах умеет? Да какая разница, умеет или не умеет? Ты вообще понимаешь, о ком ты говоришь? Я понимаю. Ну и что девочка старается, надо дать ей шанс. Ага, шанс. Горобатова могилу исправит. И вообще, нам так и гадина в коллективе не нужна. Даже если она супер-пупер барабанщик. Ну, зря ты так говоришь. И вообще, что мы о ней говорим? Она же уехала. Ненадолго. Как ненадолго? Я думала, она всегда свалила. Нет, она отпросилась у меня на три дня. Поедут с мамой в Сызрин. А потом вернутся. Как жаль. А я думала, они навсегда свалили. Ну, а теперь можете говорить. Чего говорить? Ну, вы же ко мне не из-за огурцов приходили? Нет, не из-за огурцов. По-моему, мы вчера все уже обсудили. Да я знаю. Я хотел тебя увидеть. Не надо, Виктор Михайлович. Чего не надо? Ничего не надо, это нечестно. Да что нечестно-то? С другой целоваться, а потом ходить на меня смотреть. Не говори так, Лен. Здесь все сложнее. Она на тебя похожа? Зашибись. Но она все равно не ты. Она никогда не заменит мне тебя. Что мне делать? Я не знаю. Что? Не знаю я, не поважайте меня. Николай Павлович! Сколько лет, сколько зим! Здрасте, Игорь Ильич, что с вами? Мы же видели, что на свадьбе, какие лет, какие зимы. На какой свадьбе? Как на какой? Подождите, а что это у вас с лицом? А, с лицом? Я заболел. Болен я. У меня гайморит. Это у вас от гайморита такой цвет лица? Ну, почти. Мне назначили физиотерапию, а сестра включила кварцевую лампу и ушла. Я 20 минут жарился. Что же вы так? А этот гайморит не помешает вам вести занятия? Нет, что вы, я так соскучился по занятиям. Что-то я вас не пойму. Ну ладно, идите, работайте. Спасибо. Какой-то странный гайморит. Доброе утро, милые дамы. Доброе утро. Здравствуйте, Виктор Львович. А не скажете ли вы, милые дамы, за каким столом обычно сидит Людмила Федоровна? Обычно она сидит вот за этим столом. Благодарю вас, милые дамы. Какие красивые розы. Аромат какой. Ой, первый раз опоздала. Доброе утро, Людмила Федоровна. Так, бежала, что прям отдышаться не могу. А у нас для вас сюрприз. Что случилось? Сапсинка уже искал, да? Людмила Федоровна, да еще пять минут до начала. Людмила Федоровна, эти цветы для вас. Мне? От кого? Да перестаньте кокетничать. Мы все видели. Что вы видели? Вашего Шинского видели. И видели, как он принес цветы. И вовсе он не мой. Миша, ты где? Ира, я в офисе. А почему ты домой не приходишь? Потому что я работаю. Я знаю, что ты работаешь. Я просто спрашиваю, почему ты дома не ночевал? Потому что я хочу побыстрее закончить проект. И чтобы эта ситуация наконец закончилась. Ты опять, да, Миша? Что опять? Ну ситуация же понимаешь, что ты имеешь в виду? Да. Это чертов треугольник. Чем быстрее я закончу проект, тем быстрее он развалится. А ты когда домой придешь? Не знаю. Наверное, уже скоро. Уже почти все закончил. Ира, я хочу оградить наше семейное счастье от посягательств посторонних людей. Ира. Да я слушаю тебя, слушаю. Я все для этого сделаю. Если понадобится, я буду работать круглосуточно. Ну пока. Пока. Всем построиться, мяч мне. Так. На следующей неделе все едем в бассейн. О, ну наконец-то. А сауна будет? Тому, кто не пойдет в бассейн, будет очень жаркая сауна, по моей просьбе. В виде кросса на 5 километров. Виктория Дмитриевна, а много плыть надо будет? Норматив 100 метров. Виктория Дмитриевна, я плавать не умею. Хорошо, Анечка, можешь не ходить. А я тоже не умею. Ну да, сразу все не умеют. Пойдешь, как миленький Семенов. А если я утону? А если утонешь, тогда по дну будешь ползком норматив сдавать. Ну конечно. Прокопьеву можно, а мне нет, да? Потому что Прокопьевая, девушка, и ей в армию не идти. А ты, надеюсь, все-таки парень, да, Семенов? И тебе надо становиться защитником Отечества. Ну конечно. Сразу армии стращают. Так. Урок окончен. Все свободны. Проходи, дорогой Василий Данилович. Проходи. Какой я тебе дорогой. Зачем звонил? Поговорить мне с тобой нужно. Поговорить? Да я видеть тебя не желаю. Выслушай меня сначала. Что ты мне можешь еще сказать? Совесть заела? Ой, заела, Данилович. Честно скажу, заела. Поздновато каешься. Казни, виноват, казни, Данилович. Так что мне теперь от твоих извинений? Ну что? Ты меня выслушай сначала, а потом можешь ругаться. У меня там коньячок есть? Коньячок. Да. Ну что ж, ради старой дружбы можно поговорить. Вот и добро. Пойдем. Зоя Семеновна, здрасте. Здравствуй, Аня. Я хотела вас спросить. Слушаю тебя. Мне нужно очень с Лерином папой поговорить. С Андреем? С Андреем Васильевичем? Да, вы не подскажете, где мне его можно найти? У тебя что-то случилось? Да нет, нет, все в порядке. Ну, он сейчас на квартире у Леры. Может, я могу чем-то помочь? Нет, к сожалению, нет. А, вообще-то да, у меня сейчас урок, и вы не могли бы меня отпустить? Это срочно? Очень срочно. И до конца урока подождать нельзя? Нет, нельзя. Ну, если это действительно не терпит отлагательств. Можешь идти. Андрей Васильевич как раз сейчас какие-то вещи собирает. Я думаю, ты его застанешь. Спасибо вам, Зоя Семеновна. И не забудь спросить домашнее задание. Конечно. Что это такое? Стекло какое-то. Ну что, Игорь Ильич, это же пеликан. Какой пеликан? Ваш. Мой. Да тут их штук шесть. Так это осколки. Я вижу, что осколки. Откуда? Вы что, опять головой ударились? Это ваш пеликан, который разбился. Как разбился? Когда? Ну, еще до вручения. А вы потом всем учителям подарили по кусочку, потому что они все вроде достойны, кроме меня. А я даже, ну, кусочек от пеликана не заработала. О, да как же. Лидия Семеновна. Так, я собирался. Вот он он, ваш кусочек. Я просто не успевал все вам подарить. Спасибо. Здрасте, Андрей Васильевич. Привет. А я к вам. Заходи. Как ты узнал, что я здесь? А мне Лидия Семеновна сказала. А, понятно. А я вот вещи собираю. Знаешь, без Лира как-то пусто стало. Скучаете? Ну, конечно. А, так, что у тебя случилось? Да нет, ничего не случилось. Все в порядке. Слава Богу. А то с вами не соскучишься. Ну, так все-таки что у тебя? Понимаете, мне одного человека нужно найти. Найти? Пропал? Похитили? Да нет, не в этом дело. У меня друг есть, мальчик, он без папы вырос. Понятно. Мне нужно найти его папу. Доброе утро, господа. Господа. А вы кто? Ваш новый преподаватель по экономической географии. Будем знакомиться. Куда он взялся-то? Благодарю за теплый прием. Готов ответить на любой ваш вопрос. Ну, расскажите нам о себе. Пожалуйста. Зовут меня Шинский Виктор Львович. Некоторое время я жил в Соединенных Штатах Америки. Теперь вернулись. Чем же вам Америка-то не угодила? По родине скучал. О, заливай. Зря вы эллинизируете, молодой человек. Вы живете в России и вы же понимаете, какое это счастье. Да. А сейчас у нас при кризисе такое счастье. Диссиденты в России еще не перевелись. Я сам когда-то был такой, ну, пожив определенное время на чужбине, я понял, что мне не хватает родины. Это все так говорят. А вы поживите у нас годик. Посмотрим, как запоете. А вы думаете, в Америке райземный? Конечно. Там же Голливуд. Да, типичная ошибка. Думать, что жить в другой стране проще, легче. Ну, и на другом берегу трава зеленее, да? А теперь трава зеленая в России, да? Пока нет. Но нету самое главное. Дома и стены помогают. А когда я жил в Америке, я этого ощущения дома не чувствовал. вот и все. Можно запрос дать в горсправку. Так он же еще в тюрьме сидит, скорее всего. Я поэтому к вам и обратилась. Тут справки не помогут. Да, ты права. Но есть хотя бы какая-нибудь возможность его найти? Есть, есть. Как говоришь вам фамилия? Белута. Так. Белута. Имя? Василий. Василий. Год рождения знаешь? Наверное, 70-й. Ну, приблизительно. Так, значит, вечерком зайдешь ко мне на работу, я наведу справку, найдем мы твоего Белуту. Спасибо вам большое. Слушай, ты мне не поможешь с вещами разобраться, а я тебе потом школу подброшу. Да, вдвоем мы тут быстро управимся. Ну, да. Так. Оль, посмотри, какой мужик, такой холеный, прикинутый. А это наш новый учитель по географии. Из Штатов приехал. Представительный. Вот сразу видно, что из Америки, да? Не то, что наши преподы в каких-то сиротских шмотках ходят, а этот все со вкусом. Просто глаз не отвести. Полегче, подруга. Здравствуй, Таро. Подожди. Офигеть. Это же Борзова. Спасибо за цветы. Понравилось. Я рад. Особенно коллектив был в восторге. Слушай, а я не думала, что она такая красавица. Да я сама в шоке. Ты понимаешь, я ее такой видела только на праздниках и то пару раз. Как твой первый учебный день прошел? Хорошо. Ребята веселые, активные. А, как твои здоровья? Спасибо. Я в полном порядке. Ну, это видно. Ты даже покрашела. Она помолодела лет на 20. Может, у нее день рождения сегодня? Понятия не имею. Да, странно, что она в будний день вот так вот нарядилась. Зоя Семеновна, вот мы с Савченко были на свадьбе. А что, по-моему, все прошло нормально или нет? Вы тоже были? Я? Да, я же замуж выходила. Да вы что, серьезно? Ах, ну да. Я просто подумал, может, я на какой-нибудь другой свадьбе был. Игорь Ильич, вы меня пугаете, хотя, судя по вашему состоянию, может быть, и были. Да, состояние у меня, конечно. Вы бы поосторожнее вот с этим. садитесь. Людмила Федоровна, а у вас сегодня день рождения? Что ты имеешь в виду, Зеленова? Ну, просто вы сегодня такая нарядная, макияж и все такое. Наверное, есть повод. Нет, никакого повода нет. Привыкайте ко мне такой. Я решила сменить имидж. Это в связи с появлением нового учителя географии? Что ты себе позволяешь, Зеленова? Что такого? Я ничего не сказала. Просто вам действительно очень идет. Понятно. Начнем урок. К доске пойдет К доске пойдет Зеленова. Да, 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 Ой, ты прости меня, Данилыч, дурака старого. Вздумал тоже на старости лет в любовь играть. Да, что верно, то верно. То, понимаешь, распустил хвост. Не говори. И тебя обидел, и женщину потерял. Видно, правильно говорят. На чужом горе свое счастье не построишь. Это точно, точно. Так что ты уж меня прости, пожалуйста, грешного. Да, прощаю, конечно. Друг. Друг. По делам, видать, мне дураку старому. Да я что, не понимаю, что ли? А ты мне все-таки друг. Да. Женщины, вот они приходят, уходят. А крепче настоящей мужской дружбы нет ничего. Это точно. Вот за это и выпей. Ну и что, есть какие-нибудь идеи насчет ударника? У меня по нуля. Прикинь, что моя мама отмочила. Она предлагает нам взять в группу Надьку. К нам в группу? Вот я сама в шоке. Она на барабанах то играть умеет? Да какая разница, на чем она играть умеет? Вот я о том же. Эту сволочь ни в коем случае брать нельзя. И вообще, как твоей маме в голову это пришло? Ну, а тебе пришло, что если Лерка умеет играть, значит и сестра ее тоже. Офигеть! Взрослые иногда как загнут, хоть стой, хоть падай. Да и вообще, они же с мамашей уехали. Леря, он всего лишь на три дня. Что? Да, им что-то в Сызрине там надо. А ты в этом уверена? Ну да, она у моей мамы отпрашилась. Вот гадство, блин! А что случилось? Да так, ничего. Никогда не думал, что озвучка такое трудное дело. Да тут просто опыт нужен. Ну ты не переживай, ты молодец, правда. Кристина, у меня к тебе важный разговор. Ну, ну что такое серьезное лицо, а? Ты мне больше нравишься как-то веселый. Ну-ка улыбнись, ну-ка. Ну-ка. Ну ты что-то хотела сказать? Я, я, я хотел спросить, как у тебя получается с первого раза озвучить? Да потому что ты рядом стоишь, ну? Мальчики, у меня гениальная идея. Давайте создадим свою группу. Чего? Ну, школьную группу. Ранетки-то распались, будем петь в стиле, как его там. Аремби. Точно. Оля хорошо поет, а ты неплохо рэп читаешь. Угу. Сама-то что делать будешь? Я еще не решила. У меня столько талантов. Я же пела в этих дурацких ранетках. Полин, напомнись, ты там только рот открывала. Много ты понимаешь, Стас. Я пою в сто раз лучше Лерки. Просто девочки мне завидовали и боялись конкуренции. Ну, раз такая тема пошла, то я, например, могу на скрэч-машине пилить. У меня среди диджеев есть свои ребята, я могу у них взять. Отличная идея, Игорек. Только нам еще нужны клавиши. Да, Оль? С клавишами будет полный комплект. Угу. Ну, я слышал, Лужина играла. Лужина – это отстой. И инструментов в ней нет. У Алёхиной есть клавиши. У Женьки. Да она нас пошлет. Плохо ты разбираешься в людях, Стас. А мне кажется, что Жене будет за счастье с нами играть. Подожди, мы об одной той же Женьке говорим? Конечно. Группа Ранетки-то распалась, а она что, дура отказывалась? Привет. Ира, что ты здесь делаешь? А почему ты так удивляешься? Я принесла тебе поесть. Поесть? Да. Но я же знаю, что ты здесь сидишь, один, работаешь. Один? Откуда ты знаешь? Уже пообщались? Миш, ты сейчас о чем? О чем? О ком? О Геночке. Уже пожаловался? Звонил? Или заходил? Послушай, ты сошел с ума, да? А может быть, он у тебя постоянно ошивается, пока я тут работаю? Я ведь не знаю. Да ты болен. Ты послушай, ты что говоришь? Я просто о тебе забочусь. а ты о Геночке думаешь, по-моему, больше даже, чем я. Значит, все-таки думаешь. Так, все, хватит. Все, мне все это надоело. Эти подозрения, эти постоянные упреки. Да сколько это продолжаться-то будет, а? А, творческие споры. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. 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 Ну что, как продвигаются наши дела? Да, все нормально. Завтра все будет готово. А я пришел тебе поторапливать, Миша. Угу. Если правда, завтра все закончишь, с меня причитается. Ну, я же сказал. Я рад, что у меня работает такая прекрасная команда. Угу. Ну что ж, значит, сроки укладываемся. Даже больничный твой не помешал. Угу. Я очень доволен. Всего доброго, Игорь Ильич. Наташа, ты разговариваешь? Ну да, и еще на том заводе начала разговаривать. Помните? На каком заводе? На том, на котором вы меня спасали. Кстати, а как ваша нога? Болит? А, болит. Не знаешь почему? Знаю, конечно. Вас же стреляли. Стреляли? По-настоящему? И убить могли? Конечно. Спасибо вам, Игорь Ильич. Вы герой. Мы так испугались за вас. Пожалуйста. Обращайтесь, если что. Спасибо. 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 Аня, есть минутка? Есть, конечно, что случилось. Вы сказали, что письмо от Юры вам колдунья сказала, где искать. А, ну да, экстрасенс. А ты не можешь дать ей адрес? Могу, конечно. А зачем? Надо. Сейчас. Где ты здесь была? Вот, держи. Спасибо. Наташа, не мое, конечно, дело, все-таки. Зачем тебе адрес? Я хочу спросить у нее о Юре. Что спросить? Не знаю. Ну, вдруг она что-нибудь знает, какие-нибудь подробности. Наташа, ты пойми, что не стоит прошить прошлое. Ты ведь и так только начала отходить от этого. Я знаю, но если бы не она, я бы не узнала никогда про кольцо. Наташа, я, конечно, понимаю, что это тяжело, но Юрку не вернешь. Понимаю. Но все равно мне очень нужно с ней встретиться. Ладно, дело твое. Ты только, если что, сразу звони, ладно? Ладно. Ирочка, я столько всего интересного сегодня узнал. Оказывается, тут без меня такое происходило. А я хожу, как дурак, ничего не знаю. Я тебе все рассказала. Ну, у тебя была слегка облегченная версия. Да и Димка тоже хорош. А что Димка? Он вообще ни в чем не виноват. Да? Уехал, как партизан. Мог бы и поподробнее рассказать. Его, оказывается, чуть не убили на каком-то заводе. А, ну, во-первых, я тебе говорила, ты мне не поверил. А во-вторых, меня же там не было, поэтому мне нечего добавить. Да, вот такой вот у меня брат. Оставь его только без присмотра. Он обязательно спасет какую-нибудь галактику. Это как минимум. Ну, он ведь не специально. Так получилось. Ир, а пойдем сегодня ко мне. Может, мы что-нибудь упустили? Какие-нибудь пара подвигов или миллион приключений? А, нет, я сегодня не могу. Ты меня бросаешь на произвол судьбы? Я сегодня весь день попадал в дурацкое положение по причине недостаточной информированности. Ты что, хочешь, чтобы завтра это все продолжилось? Ты и так уже все знаешь. А у меня салон сегодня. Ты знаешь, там такой хороший мастер. Я две недели назад записалась. И вот уже как раз опаздываю. Послушай. Опять мы сюда пришли? Мне тоже надоело. Хочу уже в какое-нибудь приличное место. Так, послушайте, я здесь как-никак работаю. Прости, я не это имел в виду. Просто мы все время сюда ходим. Ты же говорил, сегодня у нас стратегический поход. Вот мы дождемся, когда Женька придет, и постараемся наладить с ней контакт. Не согласится она. Стас, я же сказала, с Женей я разберусь. Это еще не все. Если она согласится быть с нами, то мы будем играть. Здесь. Точно, здорово придумала. Поэтому нам бы и к ее маме не помешало подкатить. Верно, она же хозяйка. Только разговаривайте с Женькой нормальным, всякие там подколы. Он обидится, и ее ни кафе мы не увидим. Парма, облепнила. Короче, я пойду переодеваться. Здравствуйте. Здравствуйте. Входи, девушка. Вы Тамара? Я тебя знаю. Ты любишь музыку, и у тебя много друзей. А мой адрес тебе твои подружки дали. Откуда вы знаете? Ну, я же твою фотографию видела, и подружки мне все рассказали. Ну, чего ты хочешь, девушка? В тот раз вы сказали, где найти то, что мне Юра оставил. А Юра, это тот мальчик, который был с тобой на фотографии? Да. Я хочу с ним поговорить. Ну что ж, иди говори. С кем? Господи, гора мой. С Юрой со своим. Вы имеете ввиду с его душой? Я имею ввиду телефон. Какой телефон? Обыкновенный, по которому звонят. Девочка, ты с луны свалилась? Русский язык понимаешь? Ну, Юра умер. Типун тебе на язык. Вечно народ хоронит раньше времени. Ничего не умер. Жив твой ненаглядный. Как жив? А можно я тебя сегодня провожу? Можно. Только не надо афишировать. Встретимся там за воротами. А из-за чего такая конспирация? Я не хочу, чтобы ученики знали о нас. Угу. Значит, встречаться будем тайком на кладбище в полночь. Шекспир отдыхает. Слушай, перестань, я серьезно говорю. Я все-таки зауч. Я не хочу, чтобы шли слухи о нашей с тобой прежней связи, о том, что мы были женаты. Это, это не педагогично. Как скажешь, Люсенька. И не надо меня в школе называть Люсенькой. В моем деле ошибок не бывает. Я вижу, что он болен и сейчас находится очень далеко. Но он жив? Да жив, жив. Я вижу, он следи единомышленников. В смысле? В прямом. Больше ничего сказать не могу. Но врачи официально сказали, что он умер. Миленька моя, я не знаю, чего тебе там врачи говорят. Я не гадаю по справкам и эпикризам. Я говорю то, что вижу. И что вы видите? У него сильная аура. Он нездоров, но он жив. Я вам не верю. Слушай, ты зачем сюда пришла? Нет, чтобы спасибо сказать за добрую весть. Спасибо, конечно, но этого не может быть. Андрей Васильевич, можно? О, помощница, заходи. Ну что, удалось что-нибудь найти вам? Во-первых, спасибо тебе за помощь. Без тебя я бы еще месяц вещи разбирал. Не за что. Ну, а что там? А во-вторых, вот это тебе. Ой, нашли. А как же. На то, моя милиция. Спасибо вам большое. Здорово. Значит так, освободили его досрочно за примерное поведение. Живет этот ваш белут в Твери. Тихо, мирно. А вот это адрес, да? Так точно. Что еще? Работает в автосервисе слесарем. Нареканий, претензий нет. Спасибо вам большое, Андрей Васильевич. Да не за что. Ну, ладно, я побегу тогда. Давай. До свидания. Женя, привет. Привет. У нас для тебя офигенные предложения. У нас. Это у кого? Дело в том, что я, Гуцу, Стас и Оля организуем группу. Ты с Лебедевой организуешь группу? Да, еще Стас и Гуцу. На самом деле, у нас есть все, что надо. Но мы вот при тебя подумали, ты ведь ничего такая, девчонка. Спасибо. Нет, честно тебе говорю, из Ронетки, это самое нормальное. Так вот, раз группа Ронетки развалилась, можешь идти к нам в клавишнике. Ничего у нас не развалилось. Женя, не тупи, Лера уехала, все, группы Ронетки больше нет. Ронетки есть, а у Даруна всего другую найдет. Где вы ее найдете? А что, ты думаешь, кроме Леры никто барабанить не умеет? Слушай, вы скорее состаритесь, чем к вам кто-то придет. Жень, я тебе предлагаю хороший вариант. Ты что, не рада? Зелено, все это вообще решила, что я была с вами в одной группе играть. Дурь какая-то. Да, Лехина, я думала, что ты умнее. Но ничего, я сегодня добрая, поэтому даю тебе два дня на размышления. Алло, Платон, привет, это Аня. Привет, Ань. Слушай, а ты где? Я к Жене иду. Платон, у меня к тебе дело на сто миллионов. Ну, подгребай в кафе, поговорим. Нет, 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 мне нужно с тобой наедине поговорить. Давай около кафе встретимся. Ну, ладно, я тогда тебя на улице подожду. Хорошо, договорились. Алло, это Наташа. А, Наташа, привет. Чего хотела? Слушай, а мы сможем звякнуть твоим родителям? Моим родителям? А зачем? Я хочу спросить о них по поводу Юры. По поводу Юры? А чего такое? Узнать о средних его днях. Последних? Понятно. Там, что делала, с кем разговаривала. Алло, Лен, ты слышишь меня? Алло? Да, да, я слушаю тебя, Наташа. Ну, ты чего такая грустная? Есть хочешь? Нет, спасибо. Ну что, Коль так и не пришел? Нет, не пришел. Ну что, я не позвонил? Ну, это у него какие-то проблемы, иначе бы он позвонил. Ну, ладно, не буду ждать, пойду. Подожди, там твои ребята пришли, может, посидишь с ними? Нет уж, спасибо, не надо мне этих ребят. Раз Коли нет, пойду домой. Я хочу петь на небесах, на небесе средь бы, годы свои, носить бы, судьбу на руках, но знаю я все, я призелась опять, повседневная жизнь, растеряла цвета, ты помоги мне, все, все, Коль, привет. Привет, Аня, сколько тебя можно ждать, а? Ну, прости, пожалуйста, мне очень нужно с тобой поговорить. Давай, говори быстрее. Платон, выручай, мне нужно, чтобы ты со мной в Тверь съездил. Куда? В Тверь? Ну да, мне просто больше не к кому обратиться. Ну, а к родителям не судьба? Ну, ты что, ну, какие родители, ты что, с дубу рухнул? Мне нужно, чтобы со мной парень поехал, а? Из нашей компании остался только ты. А Белута тебе чем не парень? Я из-за Белута именно еду, с ним нельзя. Ну, так что, ты согласен? Ань, что за фигня? Я вообще ничего не понимаю. Коль, ну, пожалуйста, я тебя один раз в жизни попросила, ну, ты мне друг или кто? Так, стоп, надо съездить, съездим, сейчас только Женьке расскажу. Нет, 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 Женьке ничего не говори, ладно? Ну, приехали, это еще почему? Коль, пожалуйста, ну, будь человеком, ну, нельзя, чтобы все знали. Привет. Коля, я тебя жду, уже домой собиралась. Что где стоите, Ань, может, в кафе пойдем? Нет, Жень, извини, пожалуйста, мне очень нужно идти. Пока. Пока. А у вас с ней что, дела какие-то? Да нет, просто она мимо проходила. Почему? Она ушла сразу. Что, прости? Жень, ты домой? Давай я тебя провожу, а? Давай. Пойдем. Леночка пришла и гости с ней. Проходите, пожалуйста. Ой, а я уже к дому пойду. Я пошла туда. Леночка, ты не ругайся, если мы с другом мирились, это святое. Да. Сама понимаешь, Любочка, Любовь Кирилловна уехала, мы пьем, у нас горе. Да. Какое горе? Это счастье, что она свалила, радоваться надо. Вот видишь, радоваться, а она ее не любит. Ну что, пойдем. Э, э, дед, притормози. Я должен проводить друга. Я тебя провожу. Сейчас еще одну купите. Напровожались уже. Все, хватит. Ладно, Петя, пойду я. спасибо за хлеб-соль. До свидания, Лена. До свидания. Вы там осторожнее, Василий Данилович. Угу. А может, она вернется? Не вернется она. А если вернется, я ее убью. Дед, давай ложись спать уже. Я не могу. Я все время о ней думаю. Вот и хватит. Смотри, как подорвали из-за нее здоровье. Дед, давай уже, ложись спать. Мам, ну что, как дела? Все хорошо. Хорошо? Значит, вы с папой помирились? А что? Да нет, не совсем. Ну, а ты ему звонила? Звонила. Ну, а он что? Что? А, мам, кстати, ничего, если завтра сгоняю ее в Тверь, ладно? Куда? В Тверь? Ну да, на денечек. Нет, конечно, ты что, с ума сошла? А что такого-то? А ты сама подумай. Девочка одна в другой город, да через мой труп. Да я же не маленькая, мам. Я сказала нет. И больше мы об этом не говорим. Ну, ладно, ладно, проехали. В тот раз вы сказали, где найти то, что мне Юра оставил. А Юра, это мальчик, который был с тобой на фотографии? Да. Я хочу с ним поговорить. Ну, что ж, ну, где говори? С кем? С Юрой со своей. Юра умер? Ничего не умер, жив твой ненаглядно. Как жив? В моем деле ошибок не бывает. Он болен. И сейчас находится очень далеко. Но он жив? Он жив, жив. Этого не может быть. Наташа, поздно уже. Угу. Хорошо. Угу. А ночь на дворе ложись спать. Мам, мне нужно кое-что еще высечь. И сердце пойдет. Сердце пойдет. Все идет. Все идет. Все идет. Одинокой птицей можно возвратиться. Лучше в клетке, чем в чужих руках. Далеко, далеко долго будет сниться, где мы вместе в облаках. А сердце не спит. Все, кто поет, все, кто тебя ждет, 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 ждет. Все, кто не спит, все, кто поет, все, кто тебя ждет, 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 ждет. Ладно, все, я пошла по калку. О, привет. Привет. А ты откуда? Как откуда? С работы. Устал? Как собака. Бедненький. Ну, хоть не зря? Конечно, не зря. Проект сдан. Документация в порядке. Главное, сроки не сорваны. Здорово. Ну, с мамой рады, правда, мам? Да, я тоже тебя поздравляю. Спасибо. А еще мы очень соскучились. Спасибо. Спасибо. Главное, что мы теперь будем больше времени проводить вместе. Круто. А давайте торт испечем. И устроим кинопросмотр, как раньше, а? Какие же вы у меня хорошие родители. Как же я вас люблю. У нас все будет отлично. Все, я побежала. Мне в школу пора. Пока. Пока. У тебя все в порядке? Угу. Спасибо твоими молитвами. Я тогда на боковую. Две ночи не спала. Аж в глазах рябит. Да-да. Поспи. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. С дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы, не ведомо куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. И, наверное, нам, наверное, что-то снится. И, наверное, обещаю найти, я найду тебя. Здравствуйте, Леонид Петровна. Вы не видели Ирину Ренатовну? От кого, от кого? От вас, Игорь Ильич. Мне странно слышать такие вопросы. Странно это. Почему же? Ну, я думала, вы должны лучше знать о похождениях вашей Ирины Ренатовны. О каких похождениях? Что вы имеете в виду? Да нет, ничего, я просто говорилась... Я имею в виду о перемещениях. Обычно вы в школу вместе приходите, вот я и удивилась. Ну, да, вместе. Но, знаете, в последнее время мы как-то не часто общаемся. Да? А что такое, что случилось? Да нет, ничего особенного. Просто некогда, много работы. То у меня факультатив, то ей нужно тетрадки проверять. Понятно. Значит, все-таки вы ее не простили. И правильно сделали. Я бы тоже не простила. Такое не прощается. Да. Коль, привет. Давно ждешь? Привет, Аня. Нет, минут десять. Прости, пожалуйста, просто папа с работы вернулся. Двое сытков не было. Нужно было хоть в щечку тмокнуть. Понятно. Аня, скажи мне, зачем мы в эту дверь премся? Ты только не обижайся, ладно? По-моему, я нашла отца Белута. Кого? Ну, папу, Степу Белута. И в чем прикол? Ну, как в чем? Он всю жизнь без отца рос. А я его, папа, нашла. А Белута в курсе? Да нет. Это сюрприз будет. Аня, ты понимаешь, куда ты ввязываешься? Тебе-то зачем? А Белуте это надо? Надо, конечно. Это каждому нужно. У каждого должен быть папа. Я тут чуть с ума не сошла, когда мне несколько месяцев папы дома не было. Аня, я Жене ничего не сказал и в школе нас потерять. Ну, Коль, да ладно тебе. Да отмажемся как-нибудь. А Жене хорошо, что не сказал. Она когда узнает, ради чего все это, она поймет и простит. Аня, помнится, Лене мы тоже ничего говорить не хотели. Помнишь, чем закончилось? Ну, я же не заставлю ни с кем целоваться. Кольку, ну пошли, сейчас будем болтать, на автобус опоздаем. Пойдем? Пойдем. Лен, ну что, звездим сегодня твоим родителям? Ну, конечно. К чему такая срочность? Случилось что? Ну, вообще-то да. И что? Я вчера была у экстрасенса. Которая нам про письмо Юры нагадала? Угу. И знаешь, что она сказала? Что Юра жив. Наташа, ты же понимаешь, что этого не может быть? Тебе вообще четко сказали. Я понимаю, Лен, ну, вдруг ошибка? Какая ошибка? Наташа, ты кому больше веришь? Специалистом или этим фиговым экстрасенсом? Убила бы их. Нагадай всякую фигню, потом обламывайся. Лен, ну, спросим. Давай. Не сложно ведь. Не сложно. Наташа, только ты заранее себе не накручивай ничего, чтобы потом хуже не было. Договорились? Угу. Потому что чудес на свете не бывает. Елена Петровна, я вас не понял, что именно я не должен прощать Каримовой? Игорь Ильич, у вас что, девичья память? Неужели все забыли? Что забыл? Ну, мы с вами обсудили, когда вы вернулись из поездки. Что обсудили? Ну, я вам доложила, вернее... Ну, вы поймите меня правильно. Это мой долг, я как коллега коллеги. Что ваша Ирина Ренатовна того. Чего того? На вашего брата вешалась. На брата? Так, ну-ка. А вы откуда про брата знаете? Да мне, они сами. Ирина Ренатовна с Дмитрием все рассказали. Зачем? Ты, Игорь Ильич, это точно вы? Какие-то вопросы странные задаете. И ведете себя подозрительно. Наташка, ты Платонова не видела? Нет, его сегодня не было. Вот очень странно, ни его, ни Ани в школе нет. А я вчера у кафе застукала. Мне кажется, они вдвоем. А они и твой Платонов? Ну, а ты бы что подумала на моем месте. Ну, Жень, теперь мне Ана. Он все равно очень подозрительный. Просто совпадили. Не верю, я совпадили. Теперь мне все понятно. А я все гадала. Откуда у вас эти словечки морские появились? Зато я ничего не понимаю. Да они мне специально сказали, что вы, это вы, а не он. Что? Что вы уже приехали, а вы тогда еще не приехали. Ерунда какая-то. Я не понимаю, зачем Ирине с Димой притворяться, что я уже приехал. Ну, как зачем? Как зачем? Чтобы никто не мешал им шашни крутить. Елена Петровна, я вас попросил. Игорь Ильич, я вас умоляю, давайте не будем скромничать. Выражение подбирать поздно. Давайте признаем, что они зашли уже слишком далеко. Так далеко, что мы с вами даже не представляем. Я считаю, я считаю, это наше личное дело, мое и Ирины. Ваше? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Меня, можно сказать, тоже лишили шанса на счастье. Это уже несущественно. Вы меня извините, но мне нужно побыть одному. До свидания. Идите, идите. Я этого так не оставлю. Эй, подруга, бросай треща и дуй к нам. Подруга, что плохо слышишь? Слушай, отвали, а. Ты кто там вякает? Слушай, хорош болтать. Вы машину докрасили? Лучше руйте, раскурились. Спасибо вам большое. Да не за что, ребят. А вы в этом автосервисе работаете? Ну, предположим. А может, вы знаете Василия Александровича Белуту? Белуту? А зачем он нужен? Ну, нам с ним поговорить надо. Ну, предположим, я, Василий Александрович Белута, а вы кто такие? Ну, то, что у вас проблем с автомобилем нет, я понимаю, потому что вы еще маловато для автомобиля. Ну, в этом вы правы, автомобиля у нас еще пока нет. Мы одноклассники вашего сына. Николай Иванович, можно? Ну, проходите, Игорь Иванович. А что это все? Лица на вас не упрекло. Разрешите мне уйти. А что случилось? Да, плохо себя чувствую. Да, действительно, выглядело не важно. Что, гайморит опять беспокоит? Что-то вроде того. Странно. Мне казалось, что вам вчера так нос прогрели, что вы теперь про простуду до конца своих дней не вспомните. Ну, хорошо. А сколько у вас уроков? Один. В седьмом В. Угу. Ну, что ж, идите. Я попрошу Людмилу Федорович, чтобы она чем-нибудь заменила ваш урок. Идите. Алло, Вить. Да, привет. Это, да, Игорь. Слушай, мне нужно срочно с тобой увидеться. Прямо сейчас. Приходи ко мне, я жду тебя. Да, хорошо, жду. О, а ты куда это? А, да, ключи. Все, отработал? Да, заболел я. Пойду лечиться. Простудился? Ой, слушай, первое дело, значит, водка с перцем. Рюмочку махнул и в кроватку. А сопли, э, насморк есть? Нос с солью промой. Это первое дело. Все как рукой снимет. Да, знаю. А, чесноку, чесноку побольше ешь непрестанно. Если, конечно, целоваться не собираешься. Да какие тут поцелуи. Вы лучше скажите, как душевные раны лечить. О, Эдмаран, холодной водой обтирайся. Либо душ контрастный. Ребят, конечно, я думаю о своем сыне Степке. Ну и что же, вам никогда не хотелось его увидеть? Конечно, хочется. Но только я не знаю, как он к этому отнесется. Да Степка, Степку будет очень рад. Да сомневаюсь я. Да и мать его говорит, чтоб ноги моей у них в доме не было. А вдруг она уже об этом жалеет? Жалеет. Да я ее тоже понимаю. Всю жизнь ему изломал, да и себе тоже. Всю жизнь сломал. Никогда же не поздно все исправить. А Степка будет счастлив, когда вас увидит. Да не будет он счастлив. Да я и сам не хочу, чтобы на своего отца стыдился. Почему же вы взрослые постоянно все за нас решаете? А вы сына своего спросили. Ребят, ну вы же ничего не знаете. Вы знаете, что я недавно из тюрьмы вышел? Да, знаем. И что с того? Да хорош приказываться. Но кому нужен отец уголовник? Колька, да? Алехина, а что это ты одна сидишь без своего верного рыцаря? Не ваше дело. Как не наше? Мы за своими парнями следим. Целенова, ты насчет группы серьезно? Или просто так языком молола? Я, Алехина, ничего, просто так не говорю. И, кстати, мое предложение еще в силе. Тогда я с вами. Считайте клавиши у вас уже есть. Ну, вот и умница. Ничего общаться с неудачниками. Нужно примыкать к успешным людям. Ладно, до встречи. И почему она согласилась? Это еще так быстро. А что тут удивительного? Все хотят с нами играть, потому что мы крутые. Вот если бы она отказалась, я бы удивилась. Ирина Ренатвиновна, можно вас на минуточку? Да, пожалуйста. У вас третий урок свободен сегодня? Пожалуйста, проведите химию вместо истории. Помогите, рассказываю. Вы все-таки с ним друзья. Помочь? А что с ним? Как? Вы разве не знаете, что он заболел? Как же так? Я полагала, что ваши отношения подразумевают определенную степень осведомленности. А, просто мы как-то с ним в последнее время не очень ладим. А помните, вы нам гороскоп составляли? Да-да, припоминаю, на совместимость. Похоже, вы были абсолютно бравы. Мы друг к другу не подходим. Ну, вы знаете, я тогда составляла общую картину, исходя исключительно из знака зодиака. Знаете, я могу попробовать более подробно составить. Только для этого мне нужно не только дату рождения, а, если возможно, более точно время рождения. Игорь родился 20 февраля в 23.55. Ого, какая осведомленность. Просто мы как-то об этом говорили. Ну, и что теперь, Аня? Ну, как что? Домой поедем. А я не про это. Нашла ты отца Белута. Встретилась с ним, поговорила. И что дальше? Я еще не решила. Ой, Анька, не нравится мне все это? Я думаю, что я плавлю. Коля, вообще, спасибо тебе большое за компанию. Без тебя бы, я бы, наверное, не решилась. Ладно, не за что, мне не трудно. Но только Женька. Ой, хорошо, что ты напомнил. И запомни, никому ни слова. А с Женькой все обойдется. Женя. Алло. Алло, Платонов, ты где? А, Жень, привет. А я, а я дома, я заболел, вот лечусь, сижу. Слушай, что ты врешь, я знаю, что у тебя дома нет. Жень, я... дай мне Аню, а может она что-то поинтереснее скажет. Сейчас. Жень, я тебе сейчас все объясню. Какая у меня офигенная подруга. Женька, ты все неправильно поняла. Ты сегодня дома будешь? Я к тебе зайду, ладно? Жень, ну послушай, Жень! Блин, что делать-то? Ты дурак, а я даже не подумал, как я буду ей все это объяснять. Не переживай, я все это заварила, мне ее расхлебывать. Я с ней поговорю. Пойдем. У меня сейчас тут рассказов был. Говорит, у него душевная рана. Господи, удивили. Я без вас знаю. Я, можно сказать, принимала непосредственное участие. Что вы говорите? А что-то я вижу, вы как-то радуетесь. Человек с уроков ушел. Весь не в себе, а вы радуетесь. Я же вижу. Ничего я не радуюсь. Просто справедливость восторжествовала. Я открыла ему глаза. На что? Сидите тут на вахте, ничего не знаете. А я все знаю. Каримова изменяет. Рассказываю. Да что вы говорите? Так она нехороший человек. С кем? Ну так, с одним морячком залетным. Но сказать не могу, это тайно. Но вы его знаете и видели. Ну где я его мог видеть? Где? В школе и видели. Ладно, хватит. Некогда мне с вами разговаривать. У меня дела. Да. Где его? Морячок залетный. Сейчас чайку попьем, бутербродики вот сообразим. Понимаешь, дело в том, что последние две недели я был не совсем я, то есть был совсем другой человек. Если бы я знал. Чего знал? Тут столько всего произошло. Я вчера вышел на работу. Оказывается, я тут столько всего наворотил. Тихо, тихо, Тигарюш, ты ножички положи, положи. Молодец. и вещички пока собери, а я позвоню куда надо. В больничку поедем. Да я не сумасшедший, Вить. Я несчастный. Несчастный? Не страшно. Там несчастных лечат. Все хорошо. Да нет, ты просто не понимаешь. Ко мне брат приехал. Близнец. Серьезно. он эти две недели вместо меня в школе преподавал. Врешь. Я тебе клянусь, Ирина может подтвердить. Да ладно. А ты где был? А я на море вместо него. Идиот. Ладно, я спокоен. Сейчас тебе все расскажу. Я теперь и теряюсь в догадках. Я тоже сообразить не могу. Ну, кто бы это мог быть? Савченко, ты башкуйцовой подумай. Ну, какой из него морячок? Хорошо. Тогда Шинский вполне себе морячок. Так он без году недели в школе. Ну, Елена Петровна задала задачку. В жизни я этого не забуду. Больше всего на морячка Степнов похож. Так его сто лет в школе не было. Знаю. Точно тебе говорю. Только он может быть Милославский. Этот Тихоня. А ты забыл, как он с Еленой Петровной обошелся? Поматросил и бросил. Моряк и есть. А, ну, теперь понятно. Ну, а я-то чем могу помочь? Понимаешь, в чем дело? Я хотел у тебя спросить. Ирина с моим братом, как они общались? Ну, как? Нормально. Слушай, мы даже тут репетицию вашей помолвки успели провести. Так это он с Ириной целовался? Они целовались? Ну, да. мы горько им кричали. А он с Каримовой целовался. Целовались. Вот. Да не парься ты! Он там, ты здесь. Вы же одинаковые. Какая ей разница? Ты понимаешь, что ты несешь? Ну, ты же сам сказал, что они должны были изображать ваши отношения. Вот они старались, изображали. Очень, кстати, натурально получилось. Браво! Оскар в студию. Слушай, Игорь, раз у нас такой разговор пошел на личную тему, я у тебя хотел совета спросить. у тебя что-то произошло? Ну, я тут с одной девушкой вроде как замутил. Поздравляю. Ни с чем. Я с ней расстаться хочу. Мирослав Николаевич, можно вас? Знаете, давно хотел вас спросить, как вы относитесь к морю? К морю? Да, к морю. Прекрасно. Я море люблю. Это же мечта всей моей жизни. Волны, чайки. Когда на красивой яхте с красивой девушкой несешься по волнам. Понятно. Девушка одна? Одна. А почему вы спрашиваете? Да так у меня вопрос возник. Кто написал картину Айвазовского «Девятый вал»? Айвазовский. Точно. А я спасибо. Пожалуйста. Все понятно. Ирина Винатвовна, ну вот как обещала, составила я вам гороскоп. Ну и что изменилось? Ну, к сожалению, ничего нового. Полная несовместимость. Вот если бы он был рыбы. При чем тут рыбы? Ну как с рыбами? Просто полная идиллия. Ну рассказыв же вдали. Правильно. Игорь Ильич родился 20 февраля. То есть как раз на границе знаков. Вот если бы он родился 21-го, то есть немножечко позже, он уже был рыбы. Как интересно. Знаете, как бывает, вот рождаются близнецы разных знаков. Ой, Людмила Федоровна, можно мне вашу книжечку с короскопами взять и на досуге полистать? Прошу вас. Я тогда пойду к себе. У меня там еще контрольные работы нужно проверять. Я так и не понял, почему. Ну, я же задумал это, чтобы Лену забыть. Да видать, не судьба. Вот. А теперь получается, что я Кристину обманываю. Как ей объяснить? Ну, а как далеко у вас эти отношения зашли? Ну, даже целовались на площадке два раза. Может, даже больше. Нет, ну, на площадке это же несерьезно считается. Это мы с тобой понимаем, что несерьезно, а она-то не понимает. Как ей объяснить, что я другую-то люблю? Ну, другую-ж ты любить не перестанешь. Тогда лучше сразу расставить все точки над И. Так честнее. Да, ты прав, надо с ней поговорить. Мне тоже нужно поговорить с Ириной. Вить, всегда говори только правду. Правда сделает тебя свободным. Я тут слышал, вы шептали все. Это учитель по химии. А что-то ей такого сказала, что она вышла в таком подавленном состоянии. У нее проблемы, с женихом переживает. А кто ее жених? Игорь Ильич? А, историк. Совершенно верно. Да, замечательная пара. Видно, что их чувства не подельные. Да, вот по гороскопу полная несовместимость. Люсь, причем тут гороскоп? Главное, что люди любят друг друга. Это самое главное. Надо его догнать, образумен. Зачем? Ну, как зачем? Чтобы она не делала наши ошибки. И эти гороскопы. Столько лет мы прожили порозу. Могли бы быть счастливы. Гороскоп. Ну, если ты так считаешь, иди поговори. Может быть, ты окажешься прав? Пусто как-то стало без Герки. Да, я тоже по ней скучаю. Зато ей сейчас наверняка весело. Да. Ну, не переживай. Давай позвоним ей сегодня? Давай. Зато как здесь стало хорошо без вашей гущной даже дышится по-другому. Ты чувствуешь? Это точно. Ну, ладно. Так что мне надо делать? Ну, пройдись, посмотри, может, еще что-то надо забрать. А я пока наведу здесь порядок. Прямо сейчас? Ну, да, я же дала объявление в газету. Вот увидишь, скоро начнутся звонки. Квартира нынче на расхват. Надо успеть навести здесь порядок. Хорошо. Но если будут звонить, говоришь, что квартиру можем показывать только вечером, после работы. Ну, конечно. Ты знаешь, я думаю, что деньги за квартиру мы должны Лере отсылать. Согласен. Или откроем на ее имя банковский счет. Ты спроси у нее, как ей удобнее. Хорошо. Какая-то у меня все-таки умница. Можно? Ирина Ренатовна? Да, конечно. Я сегодня стал случайным свидетелем вашего разговора с Люсей. С какой Люсей? Соррой. с Людмилой Федоровной. А, И что? Я пришел сказать, что не надо слепо доверять гороскопам. Мы люди. Нам надо прислушиваться нашим чувствам. Вы даже не представляете, насколько Людмила Федоровна оказалась права. Нет, нет, я понимаю, Люся, Людмила Федоровна, конечно, большой знаток астрологии, но тем не менее, ну... Она догадалась о близнецах. Подожди, о каких близнецах? Вы говорили о рыбах, о водолеях, ведь так? У Рассказова есть брат-близнец. Здрасте. Здрасте, дядь, дядь, Так что, к свадьбе готовитесь? Да, готовлюсь. Как раз наряд выбираю. Вы хоть представляете, за кого вы замуж собрались? А это что еще значит? Ну так, ничего. Душа у вашего жениха широкая, морская. Да, мы как раз собирались в круиз. А вы это имеете в виду? Да? Это? Я бы на вашем месте не торопился. Знаете так, поматросит, да бросит. Да это что еще значит? С чего вы это взяли? Не успел он на вас жениться, а уже изменяет вам. Что? С кем? С Каримовой. Я потом возьму. Так вот. Хорошо. Так, а теперь подумайте и скажите мне, чем его брат Дмитрий, правильно? отличается от самого Рассказова? Ну, внешне они абсолютно одинаковы. Логично. Но только Дмитрий, он яркий. Ну, как бы сказать, у него такой авантюрный склад характера. Он веселый, любит приключения, понимаете? Понимаю. Я всегда считала, что Игорь идеальный мужчина. Ну, пока не встретила Дмитрия. А вам не кажется, что у Игоря Ильича кроме недостатков есть еще чего-то? Да что вы! У него вообще нет недостатков. У него сплошные достоинства. Но только он другой. А Дмитрий мне по духу ближе. Я бы вам советовал рассудить так. Рыба, конечно, знак яркий, но чаще это очарование уходит. Вы же сами говорили, что не следует слепо доверять астрологии. Так, хорошо. Как я понимаю, с Игорем у вас отношения постоянные. стабильные, серьезные. А с Дмитрием ну, как бы, точнее сказать, курортный роман. Да у нас и роман-то небо. О, как меня с Америкой. Издали все кажется красивым, праздничным, а на близком расстоянии краски меркнет. Все это так сложно. Я совсем запуталась. можно я процитирую Людмилу Федоровну. На вас нашло затмение. Да не ломайте себе жизнь. Поговоритесь с рассказом. Ну, что ты хочешь мне сказать? Женька, ты что, нас в чем-то подозреваешь, что ли? Ну, ты с ума сошла? Аня, что мне еще думать, по-твоему? Ладно, придется рассказать. только это не моя тайна. А чья? Одного человека. В общем, мы ездили в Тверь. В Тверь? Да, в Тверь. И мне нужна была помощь Платонова. Ну, как мужчины. Женька, ну, мне нужно было, чтобы со мной парень поехал. Ну, другой город и все дела. И к тому же, кого мне еще можно было попросить? Я откуда знаю? Да кого угодно. Что ты, кроме Платонова, парней не знаешь больше? И вообще, зачем вы в Тверь поехали? нам нужно было найти одного человека. Ай, что ты вообще завралась? Какого человека? Отца Белуты. Я громкую связь включу, чтобы тебе слышно было. Алло, мам, привет. Алло, Лена, доченька, что случилось? Ты почему звонишь? Да не, мама, у меня все окей. Тут Наташка, она поможет. Я попросила позвонить. По громкой связи разговариваю. А, здравствуй, Наташа. Здравствуйте. Мам, тут такое дело. Вы правда нам сказали по поводу Юры? Его действительно больше нет? Лена, что за дурацкие идеи? Зачем вы выращите прошлое? От этого никому лучше не станет. Знаете, мне просто экстрасенс сказала, что Юра жив. Что? У экстрасенса? Какая ерунда? Наташа, зачем? Зачем ты себя понапрасну тревожишь? Мам, ну, эта тетка реально шарит. Она нам рассказала про письмо, которое Юра оставлял Наташке. Про него никто не мог знать. Какой-то бред. Зря вы это затеяли. Лена, от тебя я вообще не узнаю, с каких пор ты веришь в экстрасенсов? Да я и не верила. Но она реально в точку попала. Может быть, и здесь. Прекрати нести чушь. Все, я не могу больше говорить, у меня пациент. Наташа, до свидания. Лена, целую тебя. Иду, внимайтесь, ради Бога. Пока. Что ты теперь будешь делать? Не знаю. Папа Белут боится, что сын с ним вообще не захочет общаться. Из-за тюрьмы? Мой отец тоже сидел. Это еще ничего не значит. Я же вижу, как Степка переживает из-за того, что ты без папы рос. Анька, что же вы мне сразу не сказали, а? Я бы и вас не выдала, и не злилась бы так сильно. Ты сильно обижалась, да? Дура, вообще. Даже согласилась пойти в группу Зеленовой. В какую группу? Да фигу знаю. Собирает какую-то группу. Я даже представить боюсь. Да уж, группа имени Зеленовой, вот это жесть. Женя! Ой, Анечка. И ты здесь. Здравствуйте, Елизавета. Здравствуй, моя дорогая. Я только что с твоей мамой по телефону говорила. Она сказала, что хочет отметить какой-то праздник в нашем кафе. А, я знаю, какой. Они только что закончили очень важный проект. Давай споем для них. И как мы споем? У нас же Леры нету. Ладно. Слушай, зато у меня идея есть. Я, кажется, знаю, кто нам может помочь. Здравствуйте, а я... Аня. Аня еще не приходила. А ты ее что, сегодня не видел? А, точно. Они же с девочками в кафе пошли. А я совсем забыл. А почему ты с апельсинами? А это я и проспорил. Килограмм апельсинов вот принес. Можно я ее подожду? Ну, подожди. Ну, так, может, посидишь еще? Чего подорвалась так быстро? Да нет, я пойду. А хочешь, я тебя провожу? А хочешь, оставайся вообще, чаю попьем, у меня торт есть. Не умею, я не хочу кушать. Расстроилась, да? Ненавижу эти экстрасенсов. Хуже нет, чем так обнадежить человека. Я и не надеялась. Ладно, пойду. Давай. Позвони, как дойдешь до дома, ладно? Лен, Наташа еще у тебя? Мам, только что ушла. Ну, тогда слушай, Юра действительно жив. Чего? Лен, ты только пойми меня правильно, это было его решение, это он просил сказать Наташу, что он умер. Ты серьезно? Вы что там, с ума все посходили, что ли? Лена, выслушай меня. Да это же жестоко, она чуть на всю жизнь в немоне осталась. Я сама вся извелась, но я не могу влиять на его решение. Да как вы могли? Это идиотизм какой-то. А знаешь, я думаю, это благородно. Он пожертвовал собой ради счастья любимой. Мам, что за бред? Ты не понимаешь, вакцины нет, так что шансы у него практически нулевые, и он решил дать Наташе свободу. Да он Наташку спросил, нужна ей такая свобода. И что тогда? Она стала бы его ждать, зациклилась бы на нем, и погубила бы свою жизнь. Вы должны об этом сказать. Нет, это не тебе решать, и ты не имеешь права ей говорить, ты сломаешь ей жизнь. А Юра вообще знает, что с Наташкой было, а? Лен, я еще раз повторяю, это не наше дело. Юра поступил так, как считал нужным, и сделал это из любви к Наташе. Лена, алло, ты слышишь меня? Ты ешь еще, не стесняйся. Спасибо. Я-то я к вам удачно зашел. Какой-то потише говорят, он аж папа спит. Он проект закончил, два дня дома не был. Мне Аня говорила, она так рада вообще. Да. Ну, еще ешь, не хочешь? Да нет, я просто подумал. Ну? Аня вас так любит. Конечно, мы ее тоже очень любим. И пироги у вас очень вкусные. Спасибо. А мама твоя обычно с чем готовит? Да она не печет. Времени нет. Все время работает. Отца-то у нас нет. Скучаешь по отцу, да? Да, даже не знаю. Я ведь совсем ничего не помню. Понятно. Но, когда вижу, как Аня, ну, как она с своими папе говорит, наверное, мне у нее не хватает. Я тебя понимаю. Я в последнее время даже начал представлять, какие бы у меня были бы с ним отношения. Наверное, такие же, как у Ани. Кажется, это, это глупо. Да почему? Ну, потому что ранетки и дядя Петя в одной группе. Ань, зато он барабанить умеет. Он профессионал. Ну да, играет он неплохо. Неплохо? Да он играет круче всех. Мега ударник. Ну, это я согласна. Ну, все равно. Мы идем, да перестань. Он как раз нас выручит и все будет хорошо. Вот, главное, чтобы он согласился. Привет, братишка. О, салют. Ну, как зам, обошлось? Да, боюсь, не совсем. А что такое? Савченко все узнал? Да нет, я все узнал. На этот раз, мне кажется, тебя слегка занесло. Ты о чем? Ты целовался с Ириной. Да, пришлось. Пришлось? Ты что, выкрутиться не мог? Я тебя не узнаю. Выкрутишься тут, когда тебе горько кричат. Честное слово, я даже растерялся. Вот и пришлось. Для убедительности. Поздравляю. Ее ты убедил. Ты хоть догадываешься, что она влюбилась в тебя? Догадываюсь. Ты пойми, я потому так быстро и свинтил. Что так? Ну, это неправильно. Я тебя прошу, попытайся ей объяснить. Я тоже к ней хорошо отношусь, но ты мой брат. Я никогда тебя не подведу. Объясни ей, ладно? Алло. Да, Леночка, привет. Нет, Наташа еще не пришла. Встретиться? Зачем? Это важно? Да, тетя Оля. Это касается Наташи. А что случилось? Да нет, ничего не случилось. Просто мне нужно с вами поговорить. Понимаете, я не могу решить один очень важный вопрос. Ну, хорошо, я сейчас буду. Ты дома? Жди меня. Сейчас я приду. Борь, Наташка придет, скажи, что я в магазине. Я быстро. Что случилось? Ну, я пока не знаю, потом вернусь, тебе все расскажу. Тьфу, ты меня напугал. А я думал, ты заболела. Приходил тебя проведать. Станешь ты с вами больной. Подожди, ты прямо ко мне домой заходил? Ну, да. И ты что, сказал, что меня в школе не было? Да нет, почему же? Я выкрутился, все нормально. Давай, колись, где на самом деле была? Да, мне нужно было помочь одному очень хорошему человеку. Да? Ну, и кому же? Ты все равно его не знаешь. Ну, может, я помогу, если человек на самом деле хороший. Не переживай, без тебя все равно не обойдется. Всему свое время. Нет, что-то мне совсем ничего не хочется. Вот разве что, какой-нибудь салатик фруктовый. Не, я пивштекс обязательно съем. Урока вроде мало было, а еще не такой, как будто я вагон разгружал. Ну, а ты что думал? Работа с детьми требует полной отдачи. Да, иной раз взрослых лучше, чем дети. Кстати, хотел у тебя спросить, как вы поговорили с Ириной Ренатиной? Ну, просто очень любопытно. Нормально, душевно поговорили. Я всегда удивлялась, как ты легко можешь расположить к себе женщин. Загадка природы. Выяснилась одна интересная деталь. Оказывается, рассказываю Игорь Ильич, правильно, да? Есть брат, близнец. Вот оно что. Я этого не знала. Хотя планеты указывают на что-то подобное. Похоже, твое хобби превращается в профессиональное увлечение. Да нет, ну что ты. Не, не, правда, действительно, ты тонкий психолог, чуткий человек, для него сидишь за картами и гороскопами. Поэтому у тебя всегда все хорошо получается. Ну, вообще-то да, я редко ошибаюсь. Ну, я надеюсь, что у Игоря с Ириной все навалится. Я рада. А у нас? А что у нас? У нас. Здравствуйте. Вместе с этим ветром, что разрушит ее угорода. Тетя Оля, я случайно узнала одну вещь. И меня просили никому об этом не говорить. Но это очень серьезно, и я сама не могу решить, что мне делать. Ленка, с тобой все в порядке? Мне очень тяжело. Понимаете, я чувствую, что недостаточно взрослая, чтобы принимать такие решения. И мне нужен ваш совет. Говори. Ну, Лен, я уже испугалась. В чем дело? Понимаете, я только сейчас узнала. Юра жив. Проснулся? Да. Слушай, Мишка, я тут подумала, а может, отпразднуем окончание нашего проекта? Отпразднуем? Ну, если ты не против, конечно, я все организую. Организуюсь? Да, я уже Алёхиным позвонила, мы можем устроить маленький праздник прямо у них в кафе. Ну, я даже не знаю. А мне кажется, хорошая идея. У них там так уютно. Ну, если ты, конечно, не против. Да нет, я не возражаю. Тогда, начальство и коллег пригласим. Мы почему можем и коллег? Вечеринку обсуждаете? А у нас для вас сюрприз есть. Так. Какой? Ранетки для вас споют. А как вы без Леры играть будете? А вот так вот. У нас есть потрясающая идея. Вы очень удивитесь. Нашли барабанщики, да? Ну, да, нашли. На один концерт уж точно. А вы помирились? Ну, вроде как. А то мне показалось, что... Это тебе показалось. У нас все очень хорошо. Правда, Миша? Ну, ладно. Тогда пойдемте чай пить? Давайте, подтягивайтесь. Да, это, конечно, очень благородно предоставить Наташе полную свободу. Я взрослый человек, я честно тебе скажу, я не знаю, что делать. Я боюсь, если я ей об этом скажу, она опять перестанет говорить. Лен, а вот представь себя на ее месте. Что вы имеете в виду? Ну, предположим, не дай бог, конечно, что беда случилась с человеком, которого ты любишь. Что бы ты предпочла? Хотела бы знать, что он жив. Наверное. Опять появится Надежда, Наташка начнет верить и ждать, когда Юра окончательно выздоровеет. Так ведь можно долго прождать. Моя мама тоже так говорит. Я понимаю, почему. Надежда могут не оправдаться. Наташка себя всю жизнь поломает. Именно поэтому я к вам обратилась. Я не знаю, что делать. Простите, что перекладываю на вас ответственность. Нет, все правильно. ты действительно очень молоденькая, чтобы решать такие вопросы. Спасибо. Лен, дай мне время. Я что-нибудь придумаю. Я решу, что нам делать. Хорошо. Спасибо, тетя Ванна. Да не за что, Лен. Наташа моя дочь. Я даже не знаю, должны вы ей об этом сказать. Не должны. Но может рано а пока Спасибо тебе. Доброе утро, Петр Степанович. Как вы взгромоздились, не упадёте? Не упаду. У меня с аппаратом всё в порядке. С каким таким аппаратом? Вестибулярным. А вы про какой подумали? Елена Петровна, а вы хоть знаете, зачем природа дала человеку вестибулярный аппарат? Ну и зачем? Чтобы лампочки в вестибюлях вкручивать. А что это у вас настроение такое весёлое, хорошее? А что грустить? Я, можно сказать, обществу пользу приношу. И от этого мне приятно. А думаешь, польза лампочку вкрутить каждый дурак может? Да при чём здесь лампочка? Я, можно сказать, женщину спас. Какую женщину? От чего? Светочку нашу от рокового шага. А куда она шагать-то собиралась? Замуж за Милославского. Так я ей на него, на этого Мирослава Филипповича... Николаевича. Это не важно. Глаза открыл. Так, мол, так, говорю, и прямо бегите от этого ловеласа куда подальше. Это Милославский-то. Ловелас. Я про него кое-что знаю. Угу, да я про вас, мужиков, кое-что знаю. Ой. Да, вам только юбку покажи, и сразу слюни потекли. Неправда. Есть и серьёзные мужчины. Я вас умоляю, я вас умоляю. Все мужики бабники и ловеласы. Я не такой. Такой-такой. Сейчас этот мамзель, какой он на улице, посимпатичнее увидите, и сразу в омброк упадёте. Не упаду. У меня с аппаратом, с вестибулярным, всё в порядке. Ты посмотри. О, бесстыжие какая. Ой, полуголая, прям по улице идёт средь белодня. Где это? Да вон. А юбка по самой не хочу. Ведь мы не ангелы, живём мы на земле. Дождём растаяли, как слёзы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы, не ведомо куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не ангел, но я хочу быть с тобой. И ты тоже не ангел, но всё равно будешь мой. Но я не знаю, сквозь забуду в пути. Я обещаю, обещаю найти. Я обещаю, обещаю найти. Я найду тебя. О, ё-моё, аж в глазах потемнело. Так им и надо. Видишь, как сиганули. Лишь бы юбку допопал видеть. Да не сиганул я. Просто равновесие потерял. Совесть вы потеряли, разум. А ещё других ловеласами обзываете. Бессердечная вы женщина. Злодейка, вот что я вам скажу. А сейчас договоритесь. Опять в глазах потемнеет. Ну ладно, всё, вставайте, хватит валяться-то. Не могу. Ой. Чего? Ну что, вам руку подать? Ой-ой-ой, и так не могу. Не-не-не. Слушайте, у меня как будто рука немела. Я же в воздухе вывернулся, как кот, чтобы на лапу встать. А тут что-то в позвоночнике хрустнуло и в руку отдало. Отнесите меня в медпункт. Пожалуйста. Пётр Степанович, вы это... А ноги-то, ноги чувствуете? Идти-то сможете, а? Да вроде да. Ну тогда пойдёмте, а, в медпункт. Я видела, медсестра уже пришла. Ага. Вы только... Пётр Степанович, вы только не переживайте. Вы будете как новенький. Знаете, у меня был случай в детстве. У меня с табуретки упало. Ага. Колодец. Да? Ага. И что дальше было? Так, завтрак готов? И тебе доброе утро, Буренька. Готов. Вот я бутерброды сделала. Вот видишь, мать, не зря мы нашу дачу растерей. Как начнём сейчас пить чай, есть бутерброды? Да и серьёзно разговаривать. О чём это? Забыла. Сама предупредила, чтобы я готовился к серьёзному разговору. Вот я готов. О чём это вы будете разговаривать? Да ну, Заяц, ерунда всякая. Чё ты оттемнишь, мам? Рассказывай. Да ну, правда, скучные серьёзные разговоры про коммунальные платежи, про щёчек для воды. Естественно, скучно. Ну ладно, тогда я в школу. Пока. Секретничайте на здоровье. Люсенька, я всё время думал об этих ребятах и... А, ты про Карим Илус рассказывал? Ага. Ну, это полное несоответствие. Видишь ли, переход Плутона в знак Козерога при оппозиции Урана и Сатурна... Подожди, ты человечным языком можешь мне это объяснить? Я в этом вопросе как-то не каплинганин. Хорошо. Короче, они не подходят друг к другу. Всё. Ну, а ты не можешь Ирине сказать, что... Ну, ты ошиблась в своих расчётах. Что, собрать ей? Да, набрать. Почему бы нет? Ну, один раз. Ну, сделай. Нет, ну, я не знаю, ну, почему. Это противоречит моим принципам. Вот почему красивая, нежная, любимая, любящая женщина начинает говорить как артработник, а? Я, ну, это не я, я, понимаешь? Ну, существуют правила, и я не могу их нарушать. Да есть нечто, что не входит в эти правила. Это, это чувство. Это чувство, чувство Ирины и Игоря. Ну, скажи, Каримовы, что они идеально подходят друг к другу. Что ты ошиблась, гороскопы ошиблись. В конце концов, в жизни самое главное, это любовь. Ну, хорошо. Я сделаю это. Ради тебя. Ну, я знал, что ты меня послушаешься. Ну, что случилось-то? Что за тайна мадридского двора? Никаких тайн. Я просто при Наташке не хотела говорить. А Юра-то не умер. Как не умер? Юра жив, а где он? Все там же. А зачем Наташку-то обманули? Девчонка почернела от горя. Говорить перестала, а они наврали. Ну, не дергайся ты. Это Юра так придумал. Понимаешь, вакцина не подействовала, и он решил не мучить Наташку напрасными надеждами. Я тогда вообще не понимаю, чего здесь больше, благородства или молодости дурной? Я сама не понимаю. Я не знаю, что делать. Вот я тебе рассказала, мне уже легче. Может, мы вместе что-нибудь придумаем? Говорить, Наташка, не говорить. Да, видимо, нам с тобой здесь придется очень крепко подумать. Альбиночка, вот он клиент, то есть пациент. Петр Степанович, что с вами? Я умираю. Что? А сейчас разберемся. Разбирайте скорее. Если что, я труп свой завещаю школьник. Пусть зоологию по мне изучают. Анатомия. И к тому же это лишнее, у нас в школе трупы не вскрывают. Ну, Альбиночка, ну сделайте что-нибудь. Ну, может быть, градусник поставить. Альбиночка, последнее желание. Хорошо. Я пост оставил. Там никого нет. Пойдите туда. И... И сторожите. Чтобы ни один ребенок не пострадал. Если борьбутся злоумышленники. Я всю ночь думала, думала. Может, скажем Наташке правду? Да? И будет наша дочь всю жизнь мучиться, с безнадежно больным горем икать? Любовь не бывает обузой. Ты же сама говоришь, что он безнадежен. А она что, должна его второй раз похоронить? Да? Потом опять плакать, горевать? Она и так еле выкарабкалась. Но ведь справилась же. Я на нее другими глазами смотреть стала. Ты что, не понимаешь, что она уже не наша деточка? Это маленькая женщина. Любящая, сильная. Она что, настолько сильная, чтобы мертвого воскресить? Потом года два с ним пожить и опять похоронить? Но он обречен на смерть. Да мы все обречены. Кто-то раньше, кто-то позже. Они любят друг друга. Так, я считаю, что Наташке говорить ничего нельзя. Но это должно быть наше общее решение. Потому что я не могу носить эту ношу в себе один. Я тоже не могу. Я не понимаю, что делать. Я не знаю, я запуталась. Ладно. Распутаем. Прорвемся. Но Наташке ничего не скажем. Согласна? Здравствуйте, Елена Петровна. А что это вы здесь делаете? Вот. Охраняй, веренный мне пост. А Петр Степанович где? Признал негодным к строевой службе. Получил производственную травму, то есть ранение. В данный момент находится в медпункте, чтобы поскорее вернуться в ряды сотрудников школы. Как вас разобрало. Вольно, Елена Петровна, вольно. Есть вольно. Ну вот, теперь спокойно объясните, что случилось. Понимаете, Петр Степанович со стремянки брякнулся. То есть свалился, упал. Теперь отлеживается. Я за него злоумышленников не пускаю. Так это он вас сюда попросил прийти? Да. Очень переживает за оставленный пост. Ну понятно. Ну дела. Анька, ну что, решено? Берем дядю Петину ударные? Не, ну с одной стороны идея, конечно, бредовая. А с другой стороны, по-моему, даже прикольно. Ну, будет своя фишка. Ага. Главное не улечься. А да подставим на клавиш какую-нибудь буфетчицу. Не, я свое место никому не отдам. По какому поводу веселье, девчонки? У нас есть тематическая вечеринка. У Аниного папа окончание проекта. И он хочет забамбахать огромную тусу по этому поводу. Мы будем музыкальным сопровождением. А как? Ведь у нас барабанщицы нет. Будет. Вы нашли новую ударницу? Кто она? Она дядя Петя. Кто? Ну как кто? Дядя Петя на вахте работает, охранник наш. А че, клево. Вот и я говорю. Вспомните, как он нам репетируясь помогал. Как на Новый год барабанил. Теперь самое главное, чтобы он согласился. Конечно, согласится. Он мужик что надо. Значит, дядя Петя наша новая рометка. Скорее арбуз. Чистый ритм у него есть? Посмотрим, как начнет чувство локтя. Главное, чтобы он согласился. Ну кто откажется от шанса быть знаменитым? Пойдем. Простите, я не помешаю? Нет, нет, заходите, Николай Павлович. Вот, видите, что у нас. Я давление померила, температура и пульс в норме. Ну это замечательно. Перцепач. Как же вы только? Виноват. Потерял близленность. Но пост в надежных руках-то... Я знаю, 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 знаю. Про пост я знаю. Ван, это что, вам плохо? Да нет, что вы. Мне не плохо. Так это хорошо. Мне конец. Как конец? Подождите. Да, блин, нормально. Может, скорую вызвать, а? Дядя Петя! Медведь! Простите, Петр Степанович, что с вами? Вы тоже проститься пришли? Да. Ну, то есть нет. Это просто Елена Петровна сказала, что вы со стремянки пали смертью храбрых. Смертью храбрых? Недолго мне осталось. Прекратите эти разговоры! Не шутки! Так, Елена Петровна, я сейчас пойду ей скажу, чтобы она парику по школе не сеяла. Да, она там готовит речь для педсовета о безвременной ка... Ну и спрашивала, где можно некролог опубликовать. Подешевле. Ну, я ей сейчас пойду врежу. Извините. Елена Петровна, а где дядя Петя? Нету больше нашего дяди Петя. Как нету? Совсем? На вахте говорю нет. Медпункте он. Геройский упал со стремянки, выполняя боевое задание. Как? Со стремянки упал? Ушибся? Не то слово, девочки. Покалечился. Не знаю, выживет ли. Елена Петровна, здравствуйте, девочки. Вы знаете, что делали с паникером во время войны? Их расстреливали. На что это вы намекаете? Я не намекаю. Я вам прямо говорю, будете нести всякую чушь, все эти тут волнения, парику. Я вас всю школу на уши поставили. Ученики должны знать своих героев. Ничего с вашим героем не случилось. Температура нормальная. Румянец во всю щеку. Ну, защемил он там себе нерв какой-то. Какой-то нерв защемил. Николай Павлович, а можно мы, дядя Петя, проведаем? Да, конечно, идите в медпункт, проведайте. Дурость, это не инфекционное заболевание. Идите. А вам не так, скажу, Елена Петровна. Если вы еще... Но то, что пост не оставили, это хорошо. Хвалю. Служу родной школе. Ну, ну, служите. Спасибо. Спасибо. Можно? Ты ничем не занята. Нет, конечно, нет. Я сама к тебе захотела зайти и поговорить. Игорь, понимаешь? Понимаю. И как раз сам хотел поговорить. Я вот о чем подумал. Давай не будем задавать друг другу лишних вопросов. Ты все знаешь? Про Диму? Знаю. Про то, как нам горько кричали, а мы... А я хотела, чтобы... Знаю. Знаю. Только ты не подумай, у нас ничего не было. И об этом я тоже знаю. Послушай, давай не будем торопиться с выводами. Нам сейчас главное не наговорить лишнего. Подождем немного. Игорь, я тебя об этом же хотела попросить. Прекрасно. Видишь, как хорошо мы друг друга понимаем. Только что же нам теперь делать? Ничего. Просто жить. А там видно будет. Спасибо тебе, рассказ. Извините, а можно? О, девчонки, заходите, заходите. Как вы себя чувствуете? Вам больно? Да нет, нормально, абсолютно не больно. Ну, а может быть, вы сможете с нами выступать? Подобирать нам на ударных? Я с вами? На барабанах? Ну, конечно. Конечно, смогу. Ну, вы девочке даете. Вы бы ему еще в баскетбол вон предложили поиграть. Вы что, не видите, он рукой еле шевелит? Да подождите вы, вы что? Я должен девчонок выручить. Это же моя мечта. Понимаете, я... Я рожден для сцены. Ну, то есть для вахта я тоже рожден, но для сцены больше. Это исключено. Вам лечиться нужно. Физиотерапия, массаж. У меня, кстати, мама была раньше отличной массажисткой. Вот. Слушайте, ну что вы стоите-то? Звоните своей маме. Пусть мне массажируют, чтобы я вечером был на ногах. Хорошо, договорились. Я ей сейчас позвоню. Я думаю, она обязательно поможет. А если даже не поможет, я все равно буду играть. Одной рукой буду барабанить. Как этот. Погони ней. Дядь Петь, ну может не надо, а... Ну, в следующий раз сыграем. Девчонки. Другого раза с моей болезнью может и не быть. А! Шучу, шучу. Буду играть. Я сказал. Я была уверена, что ты меня поймешь. Я даже ни на секунду не сомневалась. Ну, а как же иначе? Боюсь с тобой. Банда. Ой, не помешаю? Здрасьте, Игорь Ильич. Вы не извините, мне к Ирине Ренатовне один нерабочий вопрос. Ну так вот, чисто по-женски. Ирина Ренатовна, помните, тогда я вам гороскоп составляла? Вот тогда я поторопилась и очень напутала много. А сейчас, когда мне более точные данные дали, я все пересчитала. И знаете что, оказывается, вы с Игорем Ильичем идеальная пара. Да что вы говорите? Совершенно точно. У вас невероятная гармония и полная совместимость. Спасибо вам, Людмила Федоровна. Этот гороскоп мне гораздо больше нравится. Да, действительно, огромное спасибо. Ну вы не беспокойтесь за нас. Мы с Ириной обо всем поговорили и что-то, кажется, решили. У нас ведь полная совместимость. Вот, хорошо, замечательно, ребята, молодцы. Пожалуйста, я пойду. Звонок скоро, урок будет. Хорошо. А она милая, да? И врать совсем не умеет. Да, это правда. Ну, раз Борзова занялась ложью его спасения, наверное, это чего-то да стоит. Конечно стоит. Вот и отлично. Ладно, я пойду. Увидимся. Никогда не думал, что у меня такой противный голос. Первый раз услышал, думаю, кто это такой писклявый? Да нормальный у тебя голос. Это просто с непривычки. Подожди, ты, наверное, первый раз на звучке, верно? Первый. Слава богу, что это все закончилось. А пойдем с тобой в кафе, а? Заодно и отметим. Слушай, Кристина, я давно хотел тебе сказать, нам надо серьезно поговорить. Вот, отлично, пойдем с тобой в кафе, заодно серьезно поговорим. Кстати, я очень хочу есть. Ты хочешь кушать? Хочу. Ну вот, пойдем с тобой в кафе. Кстати, я там видел очень неплохой кафешку. Пойдем. Пойдем. Идея вечной женственности в творчестве Александра Блока воплотилась в образе прекрасной дамы, на рыцарское служение которой подвигнут поэт. Культ этого образа проходит через все творчество поэта, обретая все новые и новые воплощения. Все-таки договаривались, репетируем. Полина, извини, но я не буду с вами играть. Как это? Ты же вчера согласилась. Ну, а сегодня передумала. И вообще у нас с Саранеткой на концерт. А ударные или вы сами себе ножкой будете пристукивать? Ну, твое дело, сами разберемся. Интересно посмотреть, как. Зеленова, что вы знаете о стихотворении Блока «Девочка пела в церковном хоре»? А, ну... Ну, наверное, она там пела. А если вы ничего не знаете из Зеленова, то хотя бы слушайте меня внимательно. Спасибо. Ой, Свет, я так рада тебя видеть. Я пришла сказать вам, Ирина Ринатовна, что вы поступаете нехорошо. Что нехорошо? Что я рада тебя видеть? Вот только не нужно строить из себя святую невинность. Будучи помолвленной крутить роман с другим, по-моему, это просто гадко, гадко. А по-моему, Светлана Михайловна, это вообще не ваше дело. Мои отношения с кем бы то ни было вас не касаются. Не касаются? Меня они, между прочим, очень даже касаются. Да вы... Так как вам не стыдно? Вы представляете, что эта ботанша учудила? Кто, Алёхина, что ли? Ну, а кто ещё? Я, говорит, передумала играть с нами в группу. Олень, да брось. Ну, что истерить? Передумала, найдём другую. Я этого так не оставлю. Понимаешь, мы, можно сказать, ей шанс дали петь с нами в школьной группе. Да подожди, у нас нет ещё никакой группы. Значит, будет. У них, между прочим, её уже тоже нет. И вообще, почему инструменты до сих пор хранятся в этой забегаловке? Надо сейчас пойти к Шреку, и пусть возвращает гитары, и что там ещё. Точно, пойдём к директору. Пошли. Елена Петровна. Пётр Степанович. Голубчик, зачем вы встали? Вам же покой нужен. Я пришёл просить вас о помощи. О помощи? О какой, говорите? Ну, вы раз уже сегодня меня спасли, так спасайте второй раз. Вас что, вторая рука отнялась? Вы снова умираете? Нет, 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 нет. К жизни меня вернули. Елена Петровна, дело в том, что ранетки попросили меня сегодня с ними сыграть. На концерте! Я прошу вас, подежурьте, пожалуйста, сегодня за меня. А, на концерте? Ну да. А я думала, вам плохо стало. Нет, мне будет плохо, если я туда не пойду. Я, может, такого шанса всю жизнь ждал. Понимаете? Я же не охранник. Вы кто? Артист. В душе. А, артист. Умоляю вас, Елена Петровна. Ну, не знаю, не знаю. Разве что за небольшое вознаграждение. Просите всё, что хотите. Для вас, всё для вас сделаю. Хорошо. Я подумаю. Хожу сюда только из одного. Здесь шикарнейше делать солянку. Ты чего не ешь? Степнов, чего ты такой квёлый, а? Кристин. Я вот что хотел тебе сказать. Когда мы с тобой встретились... Тогда ты перепутал меня с какой-то своей знакомой. Да. Я как раз об этом. Вот когда мы с тобой встретились, у меня в голове такой кавардак был. То есть, а сейчас кавардак. Да, но тогда ещё хуже было. Вот. Я любил одну девушку. Потом подумал, что разлюбил. Потом встретил тебя и подумал, что всё в прошлом. А потом понял, что мои чувства к ней не угасли. Степнов, ну что ты за мыльную проразвел, а? Ешь, а то суп остынет. Ты что, не понимаешь? Я вроде как при тобой виноват. Ты передо мной в чём? Получается, что я тебя обманываю. У нас вроде как роман, отношения. А я люблю другую. Ты любишь другую. Да, 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 да. Николай Павлович, здрасте. Здрасте. Сказали, вы нас вызывали? Да, девчонки, приходите. Тут вот какой разговор. Я сейчас говорил с Полиной и с Олей. Они тоже хотят создать музыкальную группу. На здоровье. От нас что требуется? Чтобы мы рассказали, как ноты называются? Нет, музыке никого не надо учить. Вот инструменты нужны. Наши инструменты? Нет, но они школьные. Это, можно сказать, школьный инвентарь. А инвентарь где должен храниться? Правильно, в школе. Но мы же репетируем, выступаем. Это замечательно. Это замечательно. Я это приветствую и одобряю. Так, как одобряю создание новой группы. Так что инструменты должны быть в школе. Так что нам каждый раз на концерт их с собой таскать? Ну, а что делать? Теперь у нас две группы. Так что будете таскать по очереди. Степнов, ты сейчас понимаешь, что что-то несешь, а? Ты явно переработал. В смысле? Нет, у нас с тобой никакого романа. У наших героев есть, а у нас с тобой нет. И чувств у меня к тебе тоже никаких нет. Кто? О! Черт, пробки. Пора секретарь, я опоздал. Ну ничего, ты как раз пришел вовремя. Это Валера, это Степнов Виктор. Я тебе очень много о нем рассказывала. Витя. Это мой жених. Жених? Да, самый настоящий жених. Кстати, тоже каскадер. Поэтому ты разберись со своим тараканом в голове, хорошо? Тараканом в голове? Вы что, разве жаски снимали? Веселые вы, ребята. Артисты, одно слово. Света! Светочка, вы здесь? Я вам не Светочка, а Светлана Михайловна. Светлана Михайловна, откройте дверь. Я соскучился. Не открою. Вы самый настоящий мерзавец. Я вас видеть не хочу. Обманщик. Светочка, это какое-то недоразумение. Я вас не обманывал. Недоразумение? Это вы. Даже притворяться не умеете. Слушать противно. Уходите. Светочка, молю вас, скажите, что произошло? Сказала же, не хочу вас видеть. Уходите. Никуда я не уйду, пока вы мне все не объясните. Ах, так? Хорошо. Объясняю. Волгон и славтолюбец. Я вам доверилась. Открылась. Пельмени ради вас училась слепить, а вы меня обманули. Да это просто водовик какой-то. Полный бред. Светочка, не меня не откройте. Я хочу вас видеть. А я вас видеть не хочу. Вы перестаньте ломиться в дверь. А то еще сломаете. Да что там дверь? Вы мне жизнь сломаете. Пойдите прочь. Волгон. Какие дела? Придется теперь инструменты с этими жабами делить. Ну или доказать, что мы настоящая группа, а у них так. Покажу. Да. Девчонки, дядя Петя наш последний шанс. Если хорошо отыграем, то кукиш и мы не гитары. О, Ранетка, ну что, не передумали? Берете меня в свою команду? Ну да, естественно. А вот только как вы за больной рукой будете? В музыке главное души стремление, чтобы вызвать у публики восхищение. А то, что у музыканта рука повисла. Так это никто не заметит, если в песне много смысла. Да? Да, да. Ох, дядя Петя, что бы мы с вас делали? Ну, Елена Петровна, я пошел? Все в этой школе немного таланты. Вахтеры, завхозы, в душе музыканты. На чем ставишь-то? Идите, артисты. Ну, как там наши молодые? А, Ирина и Игорь? Ага. Да разве их поймешь? Я им говорю, вы идеальная пара. Они так смотрят друг на друга, взгляд такой нет. Нет, я ничего не понимаю. Молодые, глупенькие. Да жениться им нужно. А нам? Что а нам? Люка, Люся, а что бы ты сказала, если я тебе предложил пожениться? Это что, ты мне вот здесь прямо сейчас предложение, что ли, делаешь? Получается, что так. Виктор, мне в наши годы свадьбу играть. У меня к тебе встречное предложение. Собирай-ка, друг ты, свои пожитки и переезжай ко мне. Люся. Вот блин, а этот где? Я за него. А в каком таком смысле? В административном. Петр Степанович изволили сегодня выступать на концерте. Просили заменить. Вот я и дежурю. Ой, девка, веревки он из тебя бьет. Так я ж не за даром. А за что? Ой, сказала, просить чего хочешь. Я еще не придумала. То ли билет в театр, то ли абонемент на трамвай годовой. А что думать-то, дурья божка? Замуж просись. Будь тебе и театр, и трамвай. И зоопарк. Замуж? А что торопиться-то? Приглашу-ка я его на романтическое свидание. Здравствуйте. Ой, здравствуйте, Лиз. Какая вы сегодня красивая. Спасибо. А мама уже пришла? Она в подсобке по телефону разговаривает. Здравствуйте, Петр Степанович. Здравствуйте, здравствуйте. Мам, дядя Петя наш новый ударник. Ну вы не удивляйтесь так. Дядя Петя не просто охранник, он у нас и рэп читает, и чувство ритма у него просто обалденное. А что у вас с рукой? Да, ерунда. Я сегодня со стремянки упал. Рука не двигается. Какой ужас. Как же вы играть будете? Да ничего, справимся. Ко мне в школу должна была знакомая массажистка прийти, я ее просто не дождался. На репетицию пошел. Дядя Петя у нас просто геройский человек. Ничего, справимся. Ой, господи. Что тут у вас происходит? Где больной? Дядя Петя? Он на концерте. А где Светочка? Мне нужно срочно с ней поговорить. Так все домашние. Вот дело. То есть звонят, панику наводят, а потом по домам расходятся. А что за панику-то? Да я сама не поняла. А можно водички? Звонил Мироша. То есть в полном расходаше. Вопил в истерике. Дядя Петя упал, Светочка его разлюбила. Ну, я не знаю. Я не знаю, чем помочь, право не знаю. Скажите хотя бы, а где упавший дядя Петя-то? Я же говорю, он в кафе. Там, где у Зои Семеновна была свадьба. О, как. Ага. Шустрые нынче парализованные пошли, а? Счастливо оставаться. Да, конечно. Ну, вот. Смотрите, кухня большая, светлая. А санузел? Санузел раздельный. Ремонт недавно сделали. Окна во двор выходят. Здесь тихо. Летом можно с открытыми окнами спать. Ну, это хорошо. Свежий воздух я люблю. Ну, так что, въезжайте. А документы на квартиру в порядке? Кто собственник? А то, знаете, сейчас такие времена. Вот, селишься, а тебя сразу и турнут. И залог не вернут. Да никто вас не турнет. Квартира в нашей собственности. О, доча, смотри. А у нас гости. Здрасте. Так, это еще что такое? А это кто? Это ваши квартиросъемщики? Чего там? Живем мы тут? Неправда. Они здесь не живут. Да? Интересно. А что мы тут делаем? Наденька, разбирай чемоданы. Люба, не испытывай мое терпение. Иду-ка, башь отсюда. И еще чего. Что ж, дорогие мои, признаться, я и не чаял собраться в семенном месте за праздничным столом. Очень уж непростое выдалось для всех нас время. Будет собрались. Вот за это спасибо каждому. Отдельное персональное спасибо. Вам, Михаил. И вам, Ирина. Без вас мы бы не справились. Ну, мы же не одни были. Вот в этом наша сила. Мы команда, где каждый вложился в общее дело. Всем привет. Простите, я опоздал. О, какие люди. Садись, Геннадий. Мы даже еще первый тост не приняли. Ну, за проект. Нет, девчонки. Ничего у меня не получается. Кажется, все это дохлый номер. Да уж. С такой рукой Петр Степанович вряд ли сможет сыграть. Ну что, где наш травмированный? Тута. А, на что жалуетесь? На жизнь. Хотел бы девчонкам помочь. Ничего не получается. Значит так, девочки. Мне нужен вот этот стул. Стакан горячего чая. Ну и оставьте нас вдвоем на пять минут. Стакан чего? Чая. А. Как думаешь, получится? Ну, есть. Четко нам. Ну, куда? Глядишь, вылечит. Ладно, пойдем. Знаешь, Люба, я, конечно, на службе всякого навидался, но такое хамство даже меня ставит в тупик. Как я тебе не угодила, Андрюшенька? Значит, прикарманила наши денежки и слиняла. Не думала, что я с Артемом Витальевичем в аэропорту пересекусь, да? Ой, с этим олигархом, да? Он мне сказал, что ты за эту квартиру взяла с него деньги. Честно скажу, погорячилась. И у него взяла, и у тебя. Не понимаю, что на меня нашло. Но твои деньги я привезла обратно в целости и сохранности. Ну, не могу же я родственников обманывать. Вот. Вот. Держи. Зачем ты их вообще брала? Ну, говорю же, затмение. Ты посчитай, посчитай, там все верно. У нас же все по-человечески. Я вам денежки сохранила, а вы нам с Наденькой уголок выделите. Какой еще уголок? Ну, не идти же нам на улицу, Андрюшенька. Можно мы у вас в квартире поживем по-родственному, по-хорошему? Вы же все равно у Зоеньки обосновались. Вы что, опять собираетесь здесь жить? Ненадолго мы к вам. Всего с полгодика поживем. Заодно и за квартиркой приглядим. А? Чего вам ее сдавать-то? Деньги у вас теперь есть. А то попадутся какие-нибудь проходимцы. Да не дай бог вам квартиру сожгут. Или зальют. Ну, сейчас мы вам живо все на место-то вправим. Может, не надо? Надо, Петр Степанович, надо. Рассказывайте, как травму-то получили? Как ушибся? Ага. Ну, стоял на стремянке, лампочку вкручивал. Ну и звезданулся. А вот когда падали-то? Когда падали? Чем ушиблись-то? Да как чем? Всем ушибся. Ага. Я же это самое, вывернулся в воздухе, как кот. Но аппарат этот, вестибулярный, меня подвел. Ой-ой. Вот здесь что-то хрустнуло, а туда отдает. Так, вот здесь, да? Ага. Понятно. Ну, а случайно не слышали? Ой. Как там у Мироши, что там со Светланой за трагедия такая? Ну, как ты слышал-то? История деликатная. Ну-ну, я ж мать. Ну что, ваш Мирослав этот, Николаевич-то, оказался, как это помягче выразиться-то, главным лавеласом школы. Да что вы. Если не всего района. Я думала, что я знаю своего ребенка, да? Да ни одной юбки не пропускает. Все женщины в страхе от него. Ой-ой-ой. Вот ведь правду говорят, а? Что мать-то узнает все последней. А вы сами-то баловали им в детстве поди, а с ним надо было пожестче. Пожестче. Пожестче, говорите. Да вы, давай. Сука. Ты что, совсем, что ли? Не болит? Не болит. Ну, вот. И не болит. Головом у тебя там. И не болит. Мишка, ты чего? Чего? Что случилось? Чему радоваться-то? Тому, чему все радуются. Проект закончили. Здорово. А я не могу радоваться. Пока. Тут торчит этот. Крокодил. Гена, что ли? Мишка, тебе не стыдно? Ты что, с ума сошел? Ну, что ты как маленький? Мне не стыдно. А вот чего он сюда приперся? Потому что, между прочим, это его праздник тоже. Я не могу его видеть. Ну, что, потерпишь. Я специально его позвала. Потому что без него я точно зашилась. Подожди, это ты его еще и позвала? Ну, прекрасно. Между прочим, этот, как ты называешь его, крокодил, по ночам работал и нас с тобой прикрывал. А мы в это время по больницам мотались. Друзья мои, вы чего коллектива откалываетесь? Нехорошо. Пойдемте, вас все ждут. Через минуту подойдем. Нет, сейчас, сейчас. Я должен вам сообщить кое-что важное. Руку сильно не перетруждать. Ага. Ну, а я дальше побежала. Надо с Мирошей поговорить. Опа, Опа, Америка, Европа. Побежали. Пошли, пошли, побежали. Так. Барбар, не пищу, но ваш чай. К сожалению, не могу. Надо бежать. Срочная работа. Свадьба срывается. Работа есть работа. Удачного вам заказа. А это не по работе. Свадьба сына, родного отменяется. А сейчас мы исполним песню специально для архитектурного бюро. Мамочка, папочка, я поздравляю вас с завершением вашего проекта. Вы самые лучшие, я вас очень люблю. Спасибо, Анечка. О, это ваша дочь. Прекрасная девочка. Спасибо. Нет мира без тебя, нет жизни без тебя, нет солнца без тебя, и небо без тебя. Если б не было тебя, погасли все на свете звезды. Если б не было тебя, то целый день дожди из... Друзья, у меня для вас есть очень приятная новость. У нас появился новый заказ. И непростой, творческий проект дизайнерского отеля в Черногории. Работа сложная, нетиповая, поэтому я объявил тендер, разместил в интернете условия проведения конкурса по проекту. А как же мы? Неужели сами не справитесь? Действительно. Захотелось вас подстегнуть, видители. К тому же новые люди, новые идеи. Впрочем, я уверен, что в конкурсе победит кто-нибудь из нашей компании. Ведь таких профессионалов больше нигде нет. Так что идите на наш сайт, знакомьтесь с условиями конкурса и дерзайте. Заработаю в Слезневном море. Ура! Ура! Не понимаю, как я на это согласился? Да, Андрюша, ну и родственники у тебя. Она тебя уболтала, как самая настоящая цыганка. Голову заморочила. Деньги от Суханова она получила? Получила. Документы об отказе на квартиру подписала? Подписала. Значит, и делать ей больше в этой квартире нечего. Ну не пойдешь же ты ее теперь на улицу выгонять. Это точно не пойду. Да, здорово она нас с тобой нагрела. Так хотел квартиру сдать и Лерке деньги откладывать. Ну, теперь только через полгода сдадим. Если она за эти полгода со света не сживет. Не сживет, мы живучие. Правда, коммерсанты из нас плохие получились. Это точно. И мы с тобой в этом мире одни. Далеко, далеко от других, чтоб никто не смог узнать. И мы с тобой в этом мире одни. Ведь мы с тобой чемпионы любви. И никогда, никогда, никогда никому нас не догнать. А что это у нас новая Ранетка без юбки, а? Непорядок. Зато побрилась. Уже хорошо. Слышь, Зеленова, выступать хочешь, иди на сцену. Нет, спасибо, у вас там и так тесно. Музыканты, вахтеры. Слушайте, вам еще уборщицы не хватает. Ага, тетя Лид на подпевке. Не переживайте, дядь Петь, они вам просто завидуют. Вы отлично играете. Да ладно, ладно, они правы. Куда я со своим рылом в воронеточный ряд? Что, девчонки, подвел я вас? Насмех поднял. Ерунда, дядь Петь, вы молодцом были, спасибо вам. Ладно, давайте хоть помогу инструменты до школы тащить. Ага, точно, нам же теперь все это в школу тащить. Чтобы вы не лопнули со своей РНБ-командой. А можно у вас автограф попросить? А для кого подписать? Нюта, я ваша фанатка, все-все песни знаю. А где Лера? Я за нее. Понимаешь, Лере пришлось уехать, и сегодня за ней был дядя Петя. А кто будет дальше, мы не знаем. И будут ли у нас вообще выступления, тоже не знаем. Как жалко, вы моя самая любимая группа. Ладно, девчонки, давайте собираться, в школу еще ехать. Поехали. 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 Субтитры подогнал «Симон» Девушки отдыхают 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 Девушки отдыхают Субтитры подогнал «Симон» Девушки отдыхают 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 Да, мне Степа рассказывал. Ну вот почему нельзя было сказать, зачем тебе в Тверь? Может быть, мы бы без конфликта бы обошлись. Ты не поверишь, но Женька мне то же самое сказала. Когда еще узнала, что я с Колей ездила. А ты чего остановилась? Слушай, давай сначала я войду в школу, а минуты через три пойдешь ты. Люсь, мне нравится. Заслуженный учитель, завуч, ведешь себя как маленькая. Почему как маленькая? Наоборот, все держу под контролем. Просто не хочу афишировать наши отношения для школы. Лично я думаю, что все это не удастся удержать под контролем, да и бессмысленно. Ну хорошо, а если я думаю иначе? Ну тогда я, конечно, вам уступлю. Вот и прекрасно. В школе ведем себя как коллеги. Ну тогда идите, пожалуйста, а то очень уж тепло хочется. Субтитры подогнал «Симон» Мам, вот я не понимаю, как ты смогла с такими деньжищами расстаться? Ну а что мне осталось делать? Ну не знаю. Могла бы их как-нибудь прикарманить, что ли. Слушай, Надежда, разбирай продукты. Молча. Ну оставила бы я деньги, и что? Они бы, во-первых, от нас не отстали, а во-вторых, мы бы уже где-нибудь на улице ошивались. А так в тепле и в уюте. И к тому же, совершенно бесплатно. Но все равно это только на полгода, а потом опять съезжать придется. Да не родился еще тот человек, который меня бы смог отсюда выселить полгода. За полгода знаешь, сколько всего можно придумать? Будем здесь жить, сколько захотим. Ой, мам, как это умная. Дождалась наконец-то от дочери слова благодарности. Так ты мне Ильеву шриешь, чтобы с продуктами не возиться? Ну-ка давай, заканчивай, заканчивай. Мам, слушай, мне на работу бежать надо, а еще одеться. Хочешь, ты оставь все это до вечера, а я приду, да уберу. Ну ладно, если на работу, иди. Я сама справлюсь. Зоя Семеновна, здрасте. Здравствуй, Анечка. А разве у нас сейчас биология? Да нет, я к вам по делу. Ну, что у тебя за дело? Я слышала, вы собираетесь квартиру сдавать? Собиралась. А что, у тебя есть знакомые, кому нужна квартира? Нет. То есть да. Сейчас вам объясню. Завтра приезжает один очень хороший человек на один день. И ему негде остановиться. Я подумала, может он сможет у вас остановиться, если вы квартиру еще не сдали. Ну и сколько это стоит? Ну перестань. Твоего хорошего человека мы бы и так пустили пожить. Но дело в том, что к Андрею Васильевичу опять родственники вернулись. Так что мы пока никуда не съезжаем. Понятно. Ну, извините тогда. Ну что ты? Не за что извиняться. Ну, за беспокойство. Доброе утро. Выспался? Миша. Ты не хочешь ничего мне сказать? Что ты имеешь в виду? А ты не знаешь. Ведь прекрасно понимаешь, как я на этого Гену реагирую. Специально его вчера пригласил. Миш, ну пожалуйста, ну не начинай все сначала. Я прошу тебя. Ну конечно. Это не я все начал, если что. Ну послушай, ну мы в конце концов закончили проект. И вы больше не будете встречаться. И работать мы будем отдельно. И проблемы сама собой ведет. Вот уж не уверен. Этот тип такой липучий, что мне кажется, он никогда никуда не уйдет. И потом, где гарантия, что даже если мы будем работать отдельно, он не будет искать с тобой встречи. Ты мне что, не доверяешь, да? Как тебе сказать? А так и скажи, что ты мне не доверяешь. И хватит трепать мои нервы, а? Не доверяю. Слушай, какая же ты зануда, а? О, конечно, я зануда. Это ведь у нас Геночка во всех отношениях хорошая. По крайней мере, Геночка не устраивает мне концертов, от которых я так устала. Ты устала? Да. Отдыхай. Ты куда? Тоже отдыхать. Пойду куда-нибудь расслаблюсь. Может быть, даже напьюсь. Так что не жди. Миш, подожди, а? У меня тоже, между прочим, выходной. Чао. Доброе утро, Светочка. Зачем вы пришли? Я же вчера сказала вам, что не желаю больше вас видеть. А я, может быть, за книгой пришел? Тогда говорите автора и название. Свет, может, ты мне объяснишь, что происходит, наконец? Только, пожалуйста, не надо делать вид, Мирослав Николаевич, что вы ничего не понимаете. Да я правда ничего не понимаю. Мне еще мама скандал устроила, обозвала меня дамским угодником и ловеласом, ничего тоже не объяснив, что вообще происходит. А вы, конечно же, сама святая невинность, да? Вся школа уже знает, что вы за Каримовой ухлёстываете. И вы еще после этого имеете наглость заявляться ко мне и делаете вид, что ничего не понимаете. Я? За Каримовой? Ты с ума сошла? А может, это вы с ума сошли? Пойдем-ка. Куда вы меня тянете? Каримовой? Никуда я не пойду. Эй, отпустите меня. У тебя все нормально. Я говорю, у тебя все нормально. Ты чего тут одна стоишь? Да я... Да-да, все нормально. А можно с тобой постоять или ты хочешь побить одна? Да постой, конечно. Я думала просто. О чем? Есть, конечно, не секрет. Думала, как бы ты отреагировала, если бы с папой увиделся. С отцом? Не знаю, как-то не думала об этом. Странно. Но нужно же быть ко всему готовым. А вдруг ты с ним увидишься? Да перестань ты. Столько лет его не было, столько лет он не появлялся. С чего будем ему сейчас объявиться? Что ж ты совсем не хочешь его увидеть? Нет. Ирина Ринатовна, скажите, пожалуйста, Светлане, что между нами ничего нет. Между вами ничего нет? Нет, между мной и вами. Господи, конечно, нет. Но ты же сама сказала, что у тебя личная жизнь. В том-то и дело, Светочка, что моя жизнь личная. И я не собираюсь отчитываться в ней. Не перед вами, не перед вами. Ну что? Господи, откуда вы такое взяли, а, Светочка? Ну кто такое мог сказать? Мне Петр Степаныч сказал. Петр Степаныч. Пойдемте к Петру Степанычу. Так стоп. Никуда не нужно идти. И вообще прекратите этот цирк. Этот балаган, эти очные ставки, эти разборки. Ирочка, Ирочка, ты чего? Чего-чего? Тебе что? Недостаточно того, что он тебе говорит? Или того, что я тебе говорю? Тебе нужно опозорить меня на всю школу. Петр Степаныч. Ирина Ринатовна, вы простите меня, я... Я, я, Абла. Вы вообще когда-нибудь думаете, что вашими глупостями вы делаете другому человеку больно? Ирочка, я тебе верю. Да мне плевать. Валите отсюда оба. Петр Степаныча, я тебе поплакать спокойно. Не видно, Ринатовна, правильно? У-у-у! 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 У-у-у-у! У-у-у! 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 У-у! У-у-у! У-у! 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 У-у-у! 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 У-у! 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 Но знаете, что это есть? А-р-эн-би! Ой, да я сама не знаю, как его словами определить! Я только на слух могу! Агнец Юрьевна, ну вот вы знаете, что такое кантри? Да. Я даже кантри люблю. А-р-эн-би – это то, что стало с кантри, когда американские крестьяне начали переезжать в города? Ну конечно! Сразу стало всё понятно, правда, Агнец Юрьевна? Да, совершенно верно, Стас! Так сразу не поймешь, пока, хотя бы раз не послушаешь! А РНБ-сты теоретики. Обхохочешься. Ой, кто бы говорил. Да вы на себя посмотрите, рокерши недоделанные. По псу одну поете, а вы даете за рок. Вот где уж точно обхохочешься. Так, 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 так. Успокаиваемся. Ну, поскольку наш культурный диспут плавно перетек некультурную перебранку, то начинай урок. Леночка, напомните, что было задано на сегодня? Значит, вы утверждаете, что паспорта у вас с собой нет. Я вас правильно понял? А у тебя есть какие-нибудь документы? Может, этот? Оборотень в погоду. Лейтенант Штавов, теперь ваша очередь. Слышь, облюститель порядка. Ты мне лучше картошку помог собрать. Держи. А то, смотри, какой бардак. У тебя на участке, между прочим. Знаете, что меня интересует? Почему вы улицу переходите в неположенном месте, когда пешеходный переход в 10 метрах? Ну, зачем мне по этой зебре ходить, когда вон мой дом. Мне так ближе. Хотя так, может быть, быстрее бы было. Вон, сколько времени я с тобой потеряла. Ну, я пошла. Ну, идите. Хорошая жизнь. Вон, наша. Пойдем, расскажем. Девчонки, прикиньте, что? Начало интригующее. Ничего смешного. Да, если бы вы сейчас были у нас на уроке, вы бы так не смеялись бы. Что случилось-то? Прикиньте, Лебедева начала при всем классе выделываться, а Стас ей подвякивал. Оренбистка, блин. Да ты объясни нормально, что произошло? Эта коза при всем классе начала пускать в нашу группу и сказала, что мы попса. А сама хочет заделаться крутой оренбисткой. Ну да, это свинство. Учитывая, что мы из-за них инструменты потеряли. Да ладно, это же не навсегда. Будем еще играть, вернем инструменты обратно. Конечно будем. Кстати, зачем мы им отдали инструменты? Так Савченко же сказал. А клавиши-то твои. Не знаю, мы все равно пока не играем. Ну и что? Они, значит, нас подкалывать будут. Да, мы им клавиши. Пользуйтесь на здоровье. Да, Женька. Правда, пойдем заберешь. Я пойду, я хочу на это посмотреть. Ну ладно, если вы настаиваете. О, привет. Привет. Ну что, кофейку после вчерашнего? И бутылочку водочки. Ты уверен? И так выглядишь, помятым. Жизнь помяла, водочка выпрямит. Так, водочку потом. Ты лучше расскажи, что случилось. Может быть, принесешь хотя бы 50 капель? Ладно, 50 капель эспрессо я тебе сейчас принесу крепкого. Садись. А почему мы репетируем не в актовом зале? Ну, потому что в актовом зале репетирует Агнеса Юрьевна с хором. Какая разница, где репетируют? Главные инструменты есть. А классно мы инструменты отжали, да? Да. Между прочим, это наша первая официальная репетиция. Так, а так, а так. А можно было шампанского купить и отметить? Да что отмечать-то? Подождите, сыграться надо. Тем более у нас клавишника нет. Можно было Лужину позвать? А смысл? Она вроде играет. Но я имею в виду, что зачем нам Лужина, если клавиши у нас все равно нет? А были же, я сама видела. Ты знаешь, это были Алехинские личные клавиши, поэтому она им и зажала для репетиции. Вот стерва, Рыжая. Да хватит ругаться. Инструменты, кстати, от этого не появятся. А вдруг? Нормальная идея есть, как инструменты вернуть? Нет. Ну тогда я сам предложу. Надо позвать Платонова. Если клавиша понадобится ему, Женька вряд ли откажет. А он вроде на гитаре умеет играть. Колян обмолвился, что он музыкалке на фоно учился. Кстати, отличная идея. Слушайте, а он как раз будет стоять на нашем заднем фоне, что-нибудь там тренькать, бренькать. Убьем сразу двух зайцев. Точно. Не решено. Значит, завтра я с ним поговорю. Ну что, на этом наша официальная репетиция подходит к концу. Пара-пара! Вот и отлично, мне как раз на работу пора. А я с тобой пойду. Вообще делать нечего. Я тоже. А там можно и по шампанскому. Ну, отлично, двигаем. Let's go! Ну и правильно же, Жень, что забрали. Нефиг. Ну, не знаю. Да ты даже не сомневайся. Ведь эти девки даже нот не знают. Тоже мне музыканты нашлись. Давай я тебе помогу. Да ладно, спасибо. Ну, стой, давай тогда отдохнем. Давай, отдохнуть можно. На самом деле, это не моя была идея клавиши забрать. Девчонки настояли. Мне-то все равно. Пусть на них еще кто-нибудь играет. Жень, да вы лучшая группа в школе. И другой такой быть не может. Ну, вдруг другим тоже хочется. Что значит хочется? Хочется, перехочется. Может, я тоже хочу, как Эммерсон Лейк Эмпалднер играть. Я же не лезу. Так, все. Отдохнули, хватит. Пошли. Ох. Понимаешь, я уверен в своей жене. Я знаю, что между ними ничего не было. Ну, тогда в чем проблема? А в том, что этот хмырь весь из себя такой благородный. Да, да. Ухаживание, цветы, комплименты. Даже рукам волю не дает. А только так, знаешь, норовит. Тихо и сапой в доверие втелится. Да я вижу, дело не в ней, а в тебе. Да понятно, что во мне. И злюсь я не на нее, а на себя. Ну, это хорошо, что ты понимаешь. Знаешь, дело поправимое. Да, наверное. Только вот сейчас новый проект предстоит делать. Хорошо. А мне даже браться за него не хочется. Опять в это во все окунаться. А что за проект? Хороший. И перспективный. Такой конкурс. Кто его выиграет, тот поедет в Черногорию контролировать стройку. Ну, хорошо, прекрасно. А почему не охота? Подожди. Я, кажется, знаю, что нужно делать. Спасибо, что водки не налил. Да на здоровье. Подожди, а ты куда побежал? Работать. Подробности потом. Ну, давай. Давай, давай. 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 Витя, ты ехал бы домой? Чего здесь-то сидеть? А ты? Ну, я тетрадки проверяю. Не хочу туда-сюда таскать. Хочешь, помогу? В смысле, отнести? Нет, нет. Не надо мне. Завтра надо раньше. На уроки идти. Не пойдешь же ты из-за меня раньше. Ну, почему бы и нет. Хочешь, я сегодня подожду, завтра провожу. Ты что, с ума сошел? Если кто-нибудь увидит, что ты боишься? Все давно школу покинули. Ну, если ты настаиваешь... Вот видишь, я тебе говорила. Ну, что, идемте? Ну, что, идемте? Ой, Лена Петровна, как-то нехорошо. Что нехорошо? Ну, нехорошо школу оставлять. Нехорошо слово не держать. Так что идемте. И школа ваша никуда не денется, не переживайте. И двери я все подергала. Никого внутри нет. Ну, ладно. Будем надеяться, что никому не взбредет голову вернуться обратно. Какая разница? Никому не обязаны двери ночью открывать. А рано утром вы будете на месте. Как рано утром? Рано утром поздно. Лучше вернуться вечером, чтобы было пораньше. Вы сами поняли, что сказали? Так понятно, ладно. Ну, идемте, идемте. Лена Петровна, у меня там это... Как? О, Вась, молодец, что пришел. А то я как раз один скучаю. Ты меня опять обманул? В чем? В том, что она уехала. Кто? Кто-кто? Люба. Люба, разве Лена... Вась... Значит, вот таким вот способом решил избавиться от соперника, да? Я ее видел на улице. Да ты что, я ни сном, ни духом. Ты проходи, раздевайся, сейчас разберемся. А я тебя еще считал своим другом. А ты ведешь себя. Как пацан. 16-летний. Даром что? Голова. Седая. Вась, Вась, стой! Ну что, всем чаю? А как же шампанское? Тебе 18, съесть шампанское? Ну, опять свое заладил. Оль, хватит. Но его могут за это уволить. Игорек, мне, пожалуйста, кофе. Окей. Ты глянь, как наша красотка-то вырядилась. Надь, а, Надь? Привет. А мы уже успели по тебе соскучиться. Конечно, тут каждым днем все краше и краше. Спасибо. Алло. Да, здравствуйте, это я. Да вы что? Конечно, приеду. А во сколько? Хорошо, адрес посмотрю на карте. Спасибо большое. Оля, ты не поверишь, откуда мне звонили? Откуда? Меня пригласили на кастинг, сниматься на обложку журналов. И я тоже пойду. Конечно, пойдем вместе. Пойдем. Давай. Прикольно. Закажу-ка я себе, пожалуй, виноградных улиток. А вы не испугаетесь, когда их принесут? Не волнуйтесь, я не маленькая. На весь ресторан кричать не стану. Ну, это, их нужно есть специальными приборами. А вы знаете, как они выглядят, эти приборы? Петр Степанович, вы бы себе заказали что-нибудь, а? А, сейчас. О, закажу-ка я себе омара. Нет, омара. Вот так. Омара? Угу, ладно, ладно. А я возьму себе фон дюк. А я себе закажу еще фиксней с удочкой и леской. Так. Устрица. Угу. Устрица. Ладно, ладно, ладно. А я возьму вот это вот, 760 рублей, палафель. Ага, палафель. И еще пикули на закуску. Нет ничего. Я просто думаю, не с вареньем у вас здесь случится. А, вы за это переживаете? А я думала, вам денег жалко. Да нет, что ли. Не переживайте. Так. И запью я все это дело каким-нибудь коктейльчиком. Да-да-да. О, пинокалада пройдет. Отлично. Ой, девчонки, а вы на картинг собираетесь? А ты что, подслушивала? Да, у вас тут все кафе подслушивают. А может быть, уже на улице в курсе. Ну и что? Пусть завидуют. А ты почему спрашиваешь? Да, хотела с вами попросить. Ну, нет проблем, пойдем с нами. Правда? Ну, конечно. Пойдем все вместе, я, ты и Оля. Спасибо большое. И ладно, я пойду переодеваться. Ваша работа пора, задержалась с вами. Ты что, с ума сошла? Ты действительно хочешь, чтобы она с нами пошла? А что-то такого. Нафига она нам нужна? Она только под ногами будет путаться. Ты перестань, будет очень смешно. Пусть девочка почувствует себя настоящей проницальной замухлышкой. Среди нас, настоящих моделей. Да, настоящей модели. Сделает она вас. Кто? Надька? Конечно. Порвет, как Тузик, грелку. Ну-ну. Ваш кофе, леди. Благодарю. Ой, а Петр Степанович-то где он? Заперто. Может, человек пошел в туалет и заперт. Благоразумно. Ну, это хорошо, если так. А то он мне отсюда с треском вылетит. Ну, где мой мобильник? Люсенька, ну, успокойся. Чего ты волнуешься? Нет, ну, конечно, хорошо. Я тут ночь, полночи работу, тетрадки проверяю. А он, понимаешь, где-то ходит. Тоже мне хороший охранник. Ну, во-первых, не так уж и поздно. И, во-вторых, человек действительно, может быть, пошел в туалет. Да? Взял все свои вещи и пошел в туалет? Ну что, начнем? Алло? Да, Людмила Федоровна. Да я на минутку только отлучился. Ага. Что вы говорите? Я сейчас приеду. А, в смысле, приду, да, да. Подождите секундочку. Борзову в школе закрыли. Пойду открывать. Петр Степанович, а как же обещанный ужин? Ну, как? Ужин на столе, я там расплачусь. Так что... Съешьте все. Устрицы кому? Устрицы? Устрицы это мне. Да. Люсенька, ты на него так кричала, как будто это я. Ну, а где он может быть, где он хоть спрашивается? Мало ли. Он оставил свой пост. Может быть, у него какие-то свои личные дела. Личные дела и работу смешивать нельзя? Я тебе об этом уже говорила. Говорила, хорошо. Человек здесь сидит круглыми сутками, а сменщика у него ведь нет. Ну, нет. Ну, или ты думаешь, что личная жизнь у человека не нужна Люсенька? Я просто, ты в школе меня Люсенькой не называть. Ну, почему же? Наверное, нужна. Привет. Ты трезвый? Почему я должен пить в рабочий день? А ты что, на меня больше не злишься? Да нет. Только знаешь, дел не в проворот. Новый проект. Пойду поработаю. Что-то на тебе нашло. Да ничего, просто погулял, подумал. Привет, Лена. Привет. Лена, я пришел сказать, что Кристина нам больше не помеха. Что это значит? Ну, ты же сама беспокоилась, что я с ней. Все, ее больше нет. Куда это она делась? Убили, что ли? Ну, почему сразу убил? Просто у нас ничего нет и раньше не было. Все наши отношения нужны были только, чтобы в роль войти. Ну, да. Понятно. Очень натурально получилось. Да, у нее есть жених есть. Что же вы, Виктор Михайлович, за чужими невестами ухаживаете? Я думала, что вы... Да вы... Что вы, Виктор Михайлович? Я за минералкой бегал. Ее в соседнем магазине не оказалось. Пришлось через квартал бежать. Вот, я всю школу пролегал. Все кабинеты закрыты были. Вот, а вы... А вы... Оказывается... Петр Степанович, зачем же вы так волнуетесь-то? Ну, не надо было торопиться. Вон вы взмокли. Приняйте, пожалуйста, ключики от учительской. Ага. От учительской. Вот их отсутствие я и не заметил. Людмила Федоровна, извините меня, пожалуйста. Петр Степанович, счастливого дежурства. Минералочку вы по дороге уронили. Спасибо. Ну, теперь, надеюсь, меня не уволят. Мам, пап, вы дома? Вы дома, дома. Чего ты кричишь-то? Что случилось? В общем, дело такое. Помнишь, я тебе рассказывал про папу Белуты? Ну? Вот, он завтра из Твери приезжает. А Леркина квартира обломалась. Но я и подумала, может, он сможет у нас перекантоваться? Денек-другой. Что значит перекантоваться? Мы же совсем не знаем этого человека, Аня. Ну, вот и познакомитесь. Не, подожди, подожди. Давай папу спросим. Миша! Миш! Миш, иди сюда. Я же работаю. Неужели нельзя подойти? Ну, прости, пожалуйста. Что? Понимаешь, Аня просит, чтобы у нас переночевал папа ее друга, который завтра из Твери приезжает. Ты как? Друг из Твери? Да нет. Друг это Степа Белута. А его папа как раз приезжает из Твери. А с мамой, которая у нас учительница по физкультуре, они в ссоре. Ну, вот я и подумала, может... Подождите. Где он должен переночевать? Ну, в моей комнате. А я у девчонок переночую. Угу. Ну, я не знаю. Если это очень нужно, то... Только чтобы мне работать не мешало. Не то, что некоторые. Спасибо. Кто там? Будет теперь проверять будут, ушел я или нет. Кто там еще? Здрасте. Привет. Я к вам. Ко мне? Да, к вам. Я вчера видела, как вы в кафе на барабанах играли. А, ну что, понравилось? Да, поэтому я и пришла. Автограф, что ли, дать? Да нет, я хочу, чтобы вы меня так же научили играть. Я научил? Я научил. Почему бы и нет? Наших-то девчонок. Ранее так я научил. Здорово. Мне очень нравится, как они играют. Да мне тоже нравится. Ну, кем они были до этого? Никем. Ноль без палочки. Да. Слышь, только я, это самое, залит очень. Вся школа на мне. Тяжело вам. Тяжело. Ну, есть только вечерами, не знаю. Да я готова хоть сейчас. Как звать-то тебя? Нюта. Нюта. Интересное имя. А меня Петр Степанович. Тоже оригинально. Привет, Деда. Ты зачем меня обманула? Чего? Ну, Люба-то с дочкой никуда не уехали. Ты это специально придумала, чтобы мне помешать? Деда, отстань от меня со своей Любы, а? Мне и без них тошно. Я откуда знаю, уехала она или нет. Ну, а если ты не знаешь? Зачем тогда говорить? И как вообще можно так поступать? А как можно на внучку с порога бросаться, даже не спросив, как у нее дела, а? Больше не хочу ничего про твою Любу слышать. И вообще, не хочу ни с кем разговаривать. Стоп, 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 стоп. Ну-ка, дай-ка. Во-первых, кто так держит палочки? Запоминай. Вот это джазовая постановка. Так обычно держат. Еще. Расслабились. Все расслаблено. А вот теперь слушай внимательно. Сможешь повторить? Попробую. Ну, давай. Молодец. Сразу видно, моя школа. Ты что так поздно звонишь? На часа еще смотрел? Извини. Ты же все равно не спишь. Не сплю. Но это не повод. Мы сегодня с Валеркой уезжаем. Я еще вещи не собрала. Да ладно, давай, выкладывай. Что у тебя случилось-то? Слушай, Кристина, мне нужна твоя помощь. В борьбе со звездными пиратами? Если бы. Помнишь, девушка, о которой я рассказывал? Она думает, что у нас с тобой романы, разговаривать со мной не хочет. Ты не могла бы ей сказать, что у нас с тобой ничего нет? Она здесь? Нет, она дома. Ты хочешь, чтобы я ей позвонила? Нет, не поверится. Подумай, что я кого-то подговорил. Надо лично. Ты чего? Я что, потом за поездом, что ли, побегу? Ну, это даже для каскадера чересчур. Черт. Что же делать? Ты не расстраивайся. Сейчас выйдет фильм. Ты будешь звездой. И она от любви все забудет. Хотелось бы верить. Да ладно, вы же нос. Все, я пойду. Привет, Валерки. Хорошо. Можно? Зашел ведь уже. Лен, ты меня извини, но я завтра же признаюсь Любе, что я солгал, и квартира принадлежит мне. Делай, что хочешь. Только ты сначала ответь себе на вопрос, почему она сразу же свинтила, когда ты солгал. Да потому что она поняла, что это ложь. А будучи правдолюбкой и удивительно порядочным человеком, просто не смогла этого снести. Ну, ты даешь, дед. Нет, я, конечно, знаю, что ты хороший писатель-фантаст. Но такой фантазии от тебя я не ожидала. Ну, почему ты раньше всегда меня понимала, а сейчас не хочешь меня понять? Дед, ты меня, конечно, извини. Но, по-моему, у тебя что-то с головой. А, впрочем, я же сказала, делай, что хочешь. Квартира твоя, да и жизнь твоя. Ну, хорошо. А у тебя-то что? Что с тобой происходит? Да какая разница? Ну, мы же не чужие люди. Дед, знаешь, если ты думаешь, что только у тебя бывают чувства и переживания, ты сильно ошибаешься. Ты же у нас один во вселенной. Ну, так и расскажи мне, поделись с дедом, что с тобой происходит. Нет. Это бессмысленно. Ты не в том состоянии, чтобы сейчас слушать чьи-то другие проблемы. Анют, ты извини. У меня к чаю только хлеб с солью. Самое то. Любимое, да, с детства. Да? Угу. Мне тоже нравится. Держи. Ммм. Слушай, а ничего, что ты так поздно задерживаешься? Нормально. Нормально. Ты давай лучше родителям позвони. Ну, да их телефонов не знаю. Как это ты не знаешь? Да так, и ждет дома, потому что. Ага. Слушай, давай, давай. Еще вот тебе. Вот это будет. Давай, давай, держи, держи. Барь, не могу я успокоиться. Ну, не на месте душа. Оля, мы все уже решили. Юра этот не идет у меня из головы. Дай бог, конечно, чтобы у него все было хорошо. Но как Наташка все это переживет, я не представляю. Я не представляю. Вот если бы мне сейчас сообщили, что человек, которого я считала умершим, вдруг оказался живым. Тихо. Что там? Ходит кто-то. А что вы тут сказали о Юре? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...